Виталий Закруткин. Сотворение мира. Книга вторая. Глава первая. Первая. В Москве на Красной площади у Кремлевской стены, там, где невысоким шатром темнеет старая квадратная башня, был временно поставлен деревянный мавзолей. Покрытые масляным лаком, стянутые коваными фигурными гвоздями, светло-коричневые брусья образовали строгое ступенчатое сооружение с площадкой, лестницами, угловыми трибунами и венчающим мавзолей четырехсторонним портиком с колоннами из темного дуба. В мавзолее в центре обтянутого красно-черной материи подземного траурного зала на возвышении под стеклами простого гроба покоилась освещенная двумя люстрами тела Ленина. Тот, кто потряс злой старый мир, кто впервые привел шестую часть земли к победе над социальной несправедливостью и звал народы к добру и счастью, лежал теперь неподвижно, навеки уснувший. Лютыми казнями, муками, огнем и кровью пытались враги человечества умертвить людей, воспринявших вечное живое ленинское слово. Не было такой смертной кары, какой не обрушили бы изверги рода людского на каждого, кто стал на ленинский путь. Они утопили в крови германскую революцию и подло в спину застрелили Карла Липкнехта и Розу Люксембург. Они расстреляли героя баварской революции Евгения Левины. Морозной зимней ночью они утопили в Черном море турецкого коммуниста Мустафу Субхи, его жену и 13 товарищей. Руками бандитов-лохтарей они живьем заморозили на льду финских рабочих красногвардейцев, умертвили на улицах Бухареста сотни участников демонстраций, травили газами американцев-забастовщиков. Но тщетна была радость врагов. Как ни в силах они были погасить свет солнца или остановить ветер, также невозможно было им заглушить учение Ленина, потому что в нем люди видели свой путь к свободе, справедливости и счастью. На место павших борцов вставали тысячи новых, и ни тюрьмы, ни пытки, ни сама смерть не могли укротить их поставить на колени. После поражения Гамбургского восстания стали собирать силы немецкие коммунисты. Росла коммунистическая партия Франции. Несмотря на зверства фашистов, чернорубашечников, террор и провокации, закалялась борьбе компартия Италии. Несмотря на виселицы, пули и муки в застенках Сигуранции, несмотря на расстрел шестисот повстанцев в татар-бунарах, готовили рабочих в будущем боям румынские коммунисты. Выходили из своих убогих лачук летейщики, кочегары, шахтеры, матросы, крестьяне. Они звали за собой всех, кто трудился, но был голоден и непобедимая. Могучая ленинская идея объединяла их ряды, вселяла в них мужество, веру, надежду. Терзаемые врагами, загнанные в подполье, преследуемые, намужающие с каждым днем коммунистические партии росли на всех материках. В огромном Китае, ограбленном капиталистами Англии, Америки и Японии, разодранном на клочки и волчьей сворой закупленных иностранцами генералов, ширилось революционное движение, крепли ряды коммунистов, близились кануны невиданных боев. Только одна тысяча человек входило в ту пору в китайскую компартию. Казалось, это капля в океане. Но за партией была правда, единственная правда жизни, и множество людей, угнетенных, голодных, нищих, обратили взоры к борцам-коммунистам. На земле не оставалось такого уголка, такой страны, где, подобно искрам в ночи, не светились бы призывы коммунистов. Еще темна была холодная ночь, и очень далеким казался рассвет, но посеянные Лениным искры светились везде. По всей земле, во всех странах, с трудом и отчаянием, с верой и надеждой поднимались борцы за свободу. Они умирали в неравных боях, но их становилось все больше, и объединяло их всех имя — Ленин. Так в преддверии весны, когда пригреет солнце, и сначала на взлобках степных курганах, на высотах, на крепнях борозд, а потом в низинах, западинах, начнут таять снега, тихие, бесшумные, еще неприметные, пробиваются наверх первые струмочки талой воды. С каждым днем солнце греет все больше, и все быстрее текут разрозненные ручьи. И вот приходит час. Ручьи сливаются в один могучий, неодолимый поток, рушат твердыню реки, и с грохотом, шумом и звоном уносят темные, потерявшие блеск льдины, голубому морю. И никто не может остановить победное движение весеннего потока, никто не может удержать под лучами солнца застарелый, ноздреватый, спеширенный трещинами лед. Александр Ставров хорошо знал все, что делается в мире. Минувший год стал годом признаний Советского Союза со стороны многих зарубежных государств, и Александру пришлось ездить в Норвегию, Австрию, Швецию, Данию. В конце года он вернулся из последней поездки во Францию, и ему разрешили отдохнуть. Он по-прежнему жил в квартире Тер-Адамяна. Дотошный адвокат привык к нему и несколько раз повторял. «Мне жалко будет лишиться такого удобного жильца. Вас почти никогда не бывает дома, и даже не верится, что у меня есть жилец». Остроту разгоревшейся внутрипартийной борьбы Александр почувствовал в комиссариате иностранных дел. Не успел он появиться там после очередной поездки, как его сразу поймал в коридоре референт Волошин, прижал в углу и, придерживаясь за лацкан пиджака, стал убеждать в необходимости голосовать за оппозиционную платформу. Волошин никогда не вызывал симпатии Александра. Маленький, тщедушный, измученный хронической экземой, он ходил с забинтованными руками, сутулясь, и от него всегда пахло дегтем и серой. «Вы, товарищ Ставров, даете себе отчет, что творится в партии?» – зашептал Волошин. «Это уму непостижимо. Нас тянут в мелкобуржуазное болото, затыкают нам рот. Это же катастрофа!» «Подождите!» – досадливо поморщился Александр. «О каком затыкании ртов можно говорить, если оппозиционеры открыто печатают свои статьи и выступают, сколько им хочется?» «Да, но их никто не слушает!» – с детской наивностью пролепетал Волошин. «Но они и своего добьются!» В голосе Волошина внезапно зазвучала неприкрытая угроза. Тронутое красными пятнами лицо задергалось в тики. «Я обратился к вам, товарищ Ставров, как к человеку развитому и культурному», – сказал он. «Я думал, что вы можете глубже разбираться в вопросах, чем, скажем, товарищ Черных. Если я ошибся, простите». Александр отодвинул его рукой. «Очевидно, вы ошиблись, Волошин. Даже определенно ошиблись. Не знаю, насколько глубоко я разбираюсь в партийных вопросах, но взгляды оппозиции не разделяю. И так же, как все честные товарищи, считаю их вредными». Разговор с Волошиным оставил в душе Александра тягостный осадок. Вечером Александр вышел из комиссариата вместе с пожилым сотрудником протокольного отдела Игнатом Ивановичем Спорышевым. На улице зажглись первые фонари, и вдоль расчищенных тротуаров, на сумеречном голубом снегу, желтели тусклые цветы. Мороз усилился. Проходжие сутулились, поднимали воротники пальто, бежали в припрыжку, постукивая ногами. Широкоплечий Спорышев, закрывая рукавицы толстый нос, проворчал. «Берет морозец». Он повернулся к Александру, тронул локтем его локоть. «Давай, Ставров, зайдем ко мне, погреемся. У меня, кажется, водка в графине осталась. Выпьем по стаканчику. На душе полегчает». Иван Иванович Спорышев был старый революционер-подпольщик. До революции он лет десять просидел в тюрьмах, потом попал в ссылку, откуда вернулся весной 1917 года. Семьи у него не было. Жил он в неуютной комнатушке, где стояли раскладной топчан, табурет и поломанный стул. За стулом жила ворона с перебитым крылом. Когда-то в Сибири Спорышев подобрал ее на снегу, привез с собой в Москву и поселил в углу. «Видал мою квартирантку?» – спросил Спорышев Александра. «Весьма серьезная личность, с характером. Зовут ее Марфа, тетка Марфа». Пепельно-серая, с черной головой и черными крыльями ворона вышла из своего убежища, проковыляла, покачиваясь по полу, и сдала гортанное «карр». «Здоровается!» – объяснил Спорышев. «Приветствую, дескать, гостя и желаю всяческих благ». На длинном подоконнике среди книг и газет он разыскал графин с водкой, два стакана, коробку консервов и поставил все это на табурет. Стола так и не удосужился купить. Обхожусь пока табуретом. Руки у Спорышева были крепкие, рабочие, с узловатыми венами и слегка растопыренными пальцами. Но все, что он не делал, вытирал ли салфеткой стаканы, резал ли пирочинным ножом хлеб или ставил на табуретку тарелку, выходило у него ловко, спокойно и аккуратно. «Но чего ты голову повесил?» – сказал Спорышев, когда первая порция водки была выпита. «Напугала тебя катавасия, которую подняли троцкисты?» «А ты не бойся, голубчик, не впадай в панику. Партия не младенец, она сумеет сплотить свои ряды. И потом, запомни, дружок, троцкистская оппозиция не имеет и не может иметь никакой связи с народом, потому что ее лидеры – типичные авантюристы в политике. Конечно, они могут принести немало вреда, сбить с пути отдельных неустойчивых рабочих, посеять в душах сомнения. Но партию никакая оппозиция с пути не собьет». «Они, по-моему, стали уже сколачивать свою оппозиционную партию», сказал Александр. «Ездят по губерниям, выступают с докладами, строчат директивы и указания, рассылают их на места». Спорышев махнул рукой. «Все это известно, однако партия и народ отлично понимают, куда могут завести страну троцкистские извращения. И если надо будет, сумеют дать оппозиции по рукам. Можешь в этом не сомневаться». Он поднялся, походил по комнате и кинул вороний корку хлеба, присел на топчане рядом с Александром. «Ничего, молодой человек, это издержки. Понимаешь, когда в мире совершается гигантская работа, с ора не оберешься. А придет час, расчистим мы свое хозяйство. Выбросим в мусорный ящик щепки, грязь, всякие ошметки. Подметем каждый уголок и засверкает у нас все чистотой». То короткое время, которое Александру довелось провести в Москве, научило его многому. Он убедился, что, несмотря на истерическую суету оппозиционеров, жизнь шла своим чередом. Вступали в строй восстановленные заводы. И рабочие по утрам заполняли трамваи, вокзалы, просторные автобусы, привезенные за границы. По улицам сновали первые выпущенные в Москве автомобили. Всюду пестрели вывески кооперативных магазинов. Щедро были заполнены продуктами московские рынки. И люди – рабочие, продавцы, дворники, почтальоны, бесчисленные служащие учреждений. Спокойно выполняли свою работу. Наблюдая все это, Александр проникался гордостью за партию. Верил в то, что партия сумеет преодолеть большие и малые преграды и выполнить заветы Ленина. Однако к чувству радостной гордости примешивалось горькое чувство одиночества. Он заставлял себя ходить вместе с черных в клуб. Знакомился там с девушками. Но, к удивлению своего друга, точно же становился молчаливым и пасмурным. Довольно часто Александр посещал клубные вечера и дискуссии. Это было время, когда оппозиционеры, вербуя себе сторонников, выступали в заводских и вузовских клубах, в софтпортшколах, на рабфаках. Александр терпеливо слушал их нервические выступления, крикливые реплики, бесконечные споры и удивлялся тому, как иногда простые, малограмотные рабочие, одним ловко сказанным словом разбивали самые хитроумные филиппики оппозиционеров и выпроваживали их из зала. Такую сцену Александр наблюдал однажды в небольшом клубе завода «Серб и молот», где от имени оппозиции выступал некий Трухачев. После выступления мрачного, каркающего как ворон Трухачева, попросил слово молодой рабочий летейщик. Это был ничем не примечательный белобрысый парень в серой робе с черными изъеденными металлом руками. Сунув за пояс кепку, он вышел на сцену и заговорил, повернувшись Трухачеву. «То, что вы тут рассказывали, мы уже слышали не раз. И этому у нас плохо, и этого не хватает, и в мировой революции задержка произошла. Словом, если сказать попросту, на всякие подковырки и укусы вы образованные люди. А вы вот выйдите сейчас и скажите, что нам рабочему классу надо делать? Только точно и ясно скажите. Разойтись с крестьянством, этого вы желаете. Так на это рабочие не пойдут?» «Правильно, Вася!» — закричали из зала. «Погодите!» — отмахнулся летейщик. Он шагнул ближе к столу и очеканил. «Нам хорошо известно, чего вы желаете, что прикрываете своим бузотерством. Поэтому надевайте пальтишко! На дворе холодно. Берите вашу котиковую шапочку и катитесь отсюда!» Аплодисменты заглушили белобрысого летейщика. Внев его совету и видя настроение рабочих, злой и сконфудженный докладчик пятясь ретировался за кулисы. Александр возвращался домой один. На предпоследней остановке он вышел из трамвая и, делая круг, медленно пошел к Красной площади. Стоял ясный и морозный вечер. В небе резко очерченная, полная светила луна. Голубоватые лунные цветы, неясно смешиваясь с желтыми огнями города, создавали странное розовое ровное свечение, в котором неподвижно темнели силуэты редких деревьев, сверкали снеговой выпушкой карнизы домов, радужно вспыхивали натянутые над улицами трамвайные провода. На Красной площади людей было меньше, она обелела покрытой снежной пеленой. Изредка вдоль верхних торговых рядов, скрипя снегом, проносились извозчичьи сани или мчался окутанный светлым паром автомобиль. И снова наступала тишина. На передней площадке Ленинского мавзолея, у главного входа, стояли одетые в полушубки и валенки часовые. Александр прошел совсем близко, на секунду остановился, склонив голову. Часовые не пошевелились. Второе. Небольшой флигелек, крытый замшелой зеленоватой от времени черепицей, стоял в глубине обширного школьного двора. Шаткое крыльцо флигеля покосилось, сползло в сторону, и весь он ветхий, облупленный, с подслеповатыми оконцами, прятался под высокими штабелями дров, между которыми петляла протоптанная снегоузкая тропинка. До революции в этом флигеле размещались сторожа пустопольского бокалейщика Липатова. Дома и магазины Липатова были конфискованы и переданы трудовой школе. Сейчас флигель именовался кабинетом природоведения, в нем хозяйничали старый учитель Фадей Зотович и Андрей Ставров. В трех комнатушках флигеля стояли ящики с рассадой, на стенах висели картонки гербария, чучело птиц. По углам в деревянных клетках жили зайцы, кролики, черепахи и степные копчики. Между двумя окнами, накрытой газетами, стоял длинный стол, святая святых кабинета природоведения. На столе в строжайшем порядке располагались микроскоп, скальпели, пинцеты, стеклянные колбы, цилиндры, пробирки. Все, что составляло для Андрея предмет преклонения. Каждый свой свободный час Андрея проводил в кабинете. Рано утром до уроков он отмыкал висячий замок на дверях, кормил животных, отмечал в журнале температуру, потом бежал на занятия, а после обеда усаживался за заветный стол и надолго проникал к окуляру микроскопа. Андрей помещал под линзы все, что попадалось под руку. Тонкие срезы древесины, капли воды, крови, яичного желтка, молока, кусочки кожи, рыбьей чешуи. Он неутомимо резал, составлял различные растворы, рисовал, чертил, и перед его жадными, удивленными глазами возникал мир невиданный, сложный, полный неразгаданных тайн. — Ты не горячись, молодой человек, не бросайся на все сразу, — сдерживал своего рьяного ученика Фадей Зотович. — Выше себя не прыгнешь, истинные знания покоятся на твердой системе, а не на ребяческих прыжках. Привыкай работать последовательно, не торопись и не рассеивай внимания. Слушая поучения любимого учителя, Андрей краснел, давал слово остепениться, день-два безропотно выполнял несложные, связанные с очередной темой задания. А потом, увлекаясь, снова закладывал под микроскоп крылья мух, лепестки комнатных цветов, овечью шерсть, капли колодезной воды, супа, древесного сока. Вязкая, живая, перед взором Андрея неуловимо дышала протоплазма разделенных оболочкой клеток, комочки простейшей жизни. Шевелили ресничками инфузории, в строгом порядке мерцали волокнистые пучки и древесины. — Черт его знает, как мудренно устроена жизнь, — думал Андрей. — И разве можно все это понять до конца? Отодвинув микроскоп, он шагал по комнате, подолгу стоял у окна, всматривался в темные зимние облака в заснеженной улице, на которых уныло чернели неподвижные деревья. И странное чувство овладевало им. Ему начинало казаться, что сам он, Андрей Ставров, бессмертен так же, как вечная, постоянно обновляющая себя материя. От облаков до клетки земляного червя. Довольно часто в кабинет забегал Виктор Завьялов. Он отогревал у печки руки, вытаскивал из кармана кусок хлеба и, поглядывая на Андрея, презрительно спрашивал. — Опять с мышиной кишкой возишься? — Ого! — вздыхал Андрей. — Опять вожусь. — Надо это тебе, аж некуда. Пока ты будешь потрошить своих лягушек, мы с Павлом да с Гошкой борцами станем. Каждый день практикуемся. Уже почти и все правила выучили. Для этого особого ума не требуется. Ядовито ронял Андрей. Однажды Виктор пришел в кабинет, выждал, покуривая, пока Андрей закончит вечернее кормление животных, и сказал насмешливо. — Хочешь полюбоваться своей елочкой? Пойдем со мной, я тебе покажу, как она развлекается. Не дождавшись ответа, он тронул Андрея за руку. — Пошли-пошли. — Куда? — спросил Андрей. — Недалеко, в больничный садик. — А что там такое? — Сам увидишь. Они вышли на улицу. Вечерело. Снег розово искрился. В свежем влажном воздухе слышался запах дымка, разбросанного по дороге сена, навоза. Закутанные шалями женщины несли на коромыслах ведра с водой. Во дворах протяжно мычали коровы. Лениво взлаивали собаки. Расстегнув дубленный кожушок и сунув руки в карманы, Андрей шел рядом с Виктором, ждал, что он скажет. — Вот тот, рыжий мой друг, — задумчиво проговорил Виктор, отводя взгляд от товарища. — Зря ты сохнешь по еле. Она из молодых да ранее. Барышню из себя строит. Ей не нужны такие увольни, как мы с тобой. — Это я уже слышал, — буркнул Андрей. Виктор взял его под руку. На днях к крестным еленым соседям приехал из города сын, студент, такой, знаешь, кавалер в черной шинели. Его зовут Костей, и учится он на инженера, не то в политехническом, не то в технологическом. — Ну и что же? — спросил Андрей, чувствуя, как у него отливает кровь от лица и сжимается сердце. Позавчера Костя Рясный познакомился с Елей. Они по соседству живут. Не знаю, как там получилось. Не то Еля прибежала за чем-то к Рясным, не то этот городской кавалер зашел к Солодовым. И с конца взглянув на Андрея, Виктор проговорил быстро и грубо. — Дурак ты, Андрюшка, последний дурак, понятно? Сейчас Елька с Костей в больничном саду гуляет. Взялись за ручки и прохаживаются по дорожке. — Я их видел, когда шел к тебе. Откусив и выплюнув кончик папиросы, Андрей сказал глухо. — Что ж, пойдем полюбуемся. И пока они шли по окраине села, Андрей с болью вспоминал все, что было связано с Елей. Первую встречу в школе, прогулку в лесу, подаренной Елей Ивандыш. Да, он не нравился ей, этой красивой, избалованной девчонке. Разве могла она оценить его глубокую отроческую влюбленность, его полное радости и робости чувства? Если все вокруг искали ее расположение, преклонялись перед ней, уверяли ее в том, что лучше ее нет никого на свете. — Вот они! — мотнул головой Виктор. — Имею честь представить. Андрей увидел их. Высокого юношу в длинной шинели с барашковым воротником и елю. Одетая в синее пальто и серую вязаную шапочку, Еля шла по снеговой дорожке, весело улыбаясь, размахивая шарфиком, поскрипывая сапожками с короткими голенищами, над которыми были видны обтянутые светлыми чулками коленей. Должно быть, студент рассказывал Еле что-то смешное. Она звонко смеялась, отмахивалась шарфиком, и ее лицо с ярким румянцем во всю щеку, с чуть удлиненным ртом и ясными глазами сияло молодой радостью и торжеством. — Видал? — коротко бросил Виктор. — Пойдем им навстречу. — сквозь зубы проговорил Андрей. Тень высокого забора скрывала товарищей, и Еля не сразу увидела их, хотя прошла совсем близко, потряхивая вплетенным в косичку лиловым бантом. Не дожидаясь Виктора, Андрей пошел следом, и когда Еля обернулась, сказал отрывисто. — Здравствуйте. Я, кажется, помешал. Незнакомый студент посмотрел на него, удивленно подняв бровь, а Еля густо покраснела, затеребила шарфик. — Нет, зачем же? Вы не помешали. Знакомьтесь. — Спасибо, но, кажется, я все же помешал вам, — загораживая дорогу, сказал Андрей. — Да нет, что вы! — смутилась девочка. — Мы гуляли, и Костя рассказывал. — Мне безразлично, что вам рассказывал Костя, — грубо перебил Андрей. — Мне на это наплевать. Я знаю только одно. И если людям не мешают, я честно говорю им об этом. Круто повернувшись и не обращая внимания на Виктора, Андрей зашагал прочь. Любовь и ненависть боролись в нем. Он шел все быстрее, не оглядываясь, и ему казалось, что теперь он перестанет жить, потому что самое дорогое безвозвратно ушло из его жизни. С этого вечера Андрей стал избегать Ели. Хотя Виктор сказал ему, что Еля плакала от незаслуженной обиды, что она не встречалась больше с Костей, и тот уехал из пустополья, не понимая, что, собственно, произошло, Андрей только рукой махнул. — Пожалуйста, не напоминай мне о Еле. Хватит. До изнеможения сидел он над книгами, носил воду, рубил дрова, рисовал таять цветы для вышивки, а после обеда запирался в кабинете природоведения и работал до глубокой ночи. Чем дальше шло время, тем отчетливее обнаруживался в Андрея перелом от отрочества к юности. Голос его окреп, слегка огрубел, движения стали тверже. Самое же главное, что занимало теперь Андрея, были мысли о жизни. Эти мысли, пугающие его своей значительностью, овладевали им все сильнее. — Зачем человек живет? — думал он, шагая по кабинету, и торопливо, чтобы не застал Фадей Зотович куряя папиросу. — Зачем жили мой прадед, дед? — Наш Мерин бой, которого отец продал на ярмарке. — Собака Кузя? — Зачем живут тополя и черешни в нашем саду? — Инфузорий, Бациллы? — Зачем я живу? Он пытался найти ответ на эти вопросы, но ни книги, ни Фадей Зотович, ни микроскоп, под которым шевелился, двигался, мерцал таинственный мир мельчайших существ, не могли объяснить Андрею, зачем он живет и что является целью человеческой жизни. — Не может быть, чтоб человек жил просто так, без цели, как живут крапива или веслоногий рачок, — думал Андрей. — В отличие от рачка у человека есть разум, и значит, он может и должен знать цель своей жизни. Когда Андрей рассказал Андрею Зотовичу о своих мыслях и попросил объяснить, зачем живет человек, старик выколотил трубочку на согрейку и проворчал. — Рановато тебя стало тревожить эта штука. Твое дело учиться, играть в снежки и закалять тело. А придет время, ты сам попробуешь разобраться во всем. — Но вы-то разобрались? — спросил Андрей. — Ишь ты, чего захотел? — усмехнулся учитель. — До этого надо доходить своим умом, это тебе не таблица умножения. И посерьезнее заговорил тихо. — Над этим вопросом, молодой человек, люди бились веками. Одни говорили, что наше счастье в наслаждении, другие — в служении ближнему, третьи — в свободе, четвертые — в любви, пятые — в труде. Я же грешным делом пришел к выводу, что человеку нужны и труд, и любовь, и свобода, и наслаждение. Словом, все доброе, что человек может получить на земле. — А что для этого надо делать? — спросил Андрей. Фадей Зотович погладил ладонью небритую щеку, вздохнул. — Эх, братец, сделать надо немало. Прежде всего, надо стянуть с человека грязную ветошь и надеть на него чистую одежду. Надо избавить душу человеческую от подлости, от зависти, лжи, жестокости, лени. Надо разбить скорлупу эгоизма на человеке. А то он, эдакий себя любец, уверен в том, что его персона — центр вселенной. Надо, юный мой мыслитель, приучить нравственно изуродованного, искалеченного человека к мысли о том, что не только он, а все люди одинаково хотят жить, работать, любить. Ты думаешь, это легко? Так себе, ерунда. Дескать, раз, два, и обновленный человек выскочил из купели с ангельскими крыльями? — Нет, дорогой мой философ, тут перед нами, вернее, не перед нами, а перед тобой, потому что я уже поглядываю на кладбищенскую дорогу, а перед тобой все впереди. Долгий, мучительный, полный труда, страданий и радости процесс. Старик обнял костлявыми руками колено, посмотрел на Андрея, закачался на табурете. Вот подрастешь немного, познакомься там, что пишет Ленин. Не читал? А ты почитай. Сильно пишет, остро, беспощадно. Для него, братец ты мой, путь к счастью лицкому ясен. И нет у него ни сомнений, ни колебаний. Надо, говорит, идти вперед, и никаких отступлений. После разговора с Фадеем Зотовичем Андрей взял в школе книгу Ленина «Пролетарская революция» и «Ренегат Кауцкий». Весь вечер, уклоняясь от настойчивых расспросов Таи, он читал эту книгу, пытался понять ее, но понял только одно. Ленин Зо развенчивает водолея, начетчика, чернильного кули Кауцкого, называет его сикофантом-буржуазией и предателем. «Что такое сикофант?» – спросил Андрей у Марины. Та подняла голову от тетрадей. «Не знаю, откуда ты взял это слово». «В книжке попалось», – объяснил Андрей. На следующий день он вернул книгу в библиотеку и решил, что ему рано читать такие серьезные книги. Однако даже это глубоко научное, еще не понятое Андреем произведение Ленина произвело на него незабываемое впечатление. Он подумал, Фадей Зотович прав, Ленин знает, куда надо идти. Классные занятия Андрей посещал аккуратно, не пропускал ни одного урока. Когда сидевшие с ним на задней парте Павел Юрасов и Гошка Комаров начинали дурачиться, мешали слушать, он незаметными пинками останавливал друзей, а на перемене говорил с досадой. «Бросьте вы, честное слово, из-за вас придется переходить на другую парту, ведете себя, как сосунки». И вместе с тем Андрей умел буйствовать. Затевал драки в школьном дворе, задирал девчонок, самозабенно играл в футбол и не раз, к ужасу Марина и Таи, возвращался домой с разбитым носом или с багровым кровоподтеком на скуле. Как-то в самый разгар футбольного состязания, когда мокрый от пота Андрей бегал за мячом по двору, его отозвала Клава Комарова. «Чего тебе?» – спросил Андрей, подхватив горсть набухшего влажного снега и слизывая его с ладони. «Очень умный!» – покачала головой Клава. «Весь потный, а снег лижешь». «Ты меня не учи!» – огрызнулся Андрей. «Говори, зачем звала?» Клавины глаза стали совсем узкими щелками. «Давай отойдем к дровам, чтобы никто не услышал». Скрытая от взоров мальчишек высокими штабелями дров, Клава стащила правую рукавичку, слегка коснулась руки Андрея теплой ладонью. «Приходи сегодня вечером к Любе». «Зачем?» – поднял глаза Андрей. «У нее девочки соберутся и ребята». «Какие девочки?» «Еля». Губы Андрея дрогнули. «Еля?» «Да». Андрей ковырнул пальцем белую кору березового бревна. «Это что ж, Еля просила, чтобы я пришел». «Еля, конечно, но не только она». «Кто же еще?» Клава зажмурилась, засмеялась тихонько. «Я, например». «Ты?» – удивился Андрей. «Зачем это я тебе понадобился?» Белая шерстяная рукавичка взметнулась перед щекой Андрея. «Просто так. Незачем. Соскучилась по тебе», – промурлыкала Клава. Перед вечером Андрей стал приводить себя в порядок. Сбегал в парикмахерскую, подрезал свой непокорный чуб, намыленной щеткой отмыл жесткие обветренные руки, начистил кремом и до блеска натер суконкой сапоги. Тая заметила его необычное состояние и спросила хитровато. «Ты в кабинет природоведения, Андрюша?» «Да, в кабинет», – кивнул Андрей. «Для кого же ты так наряжаешься?» «Для лягушек?» «Отстань!» – досадливо крикнул Андрей. «Сама ты лягушка!» Из дому он вышел в сумерках. Над крышами вставала оранжевая луна. Еще держался легкий февральский морозец, тонкая корка льда лопалась под ногами, трещала. Тяжелый снег оседал, темнел незаметно. От него шел свежий, проникающий в самую грудь запах земли и талой воды. Андрей шел по тропинке вдоль забора, старательно, чтобы не испачкать сапог, обходил стянутые литком лужи, и на душе у него было легко и радостно. Он подумал было, что это ощущение беззаботной и легкой радости связано с тем, что он увидит елю, но тотчас же вспомнил сыну в больничном саду и помрачнел. Чувство радости Андрей испытывал впервые в жизни. Он не мог понять, что с ним творится, и все больше расстравлял себя, сотый раз представляя, как еля, размахивая шарфиком, шла по снежной аллее, румяная, оживленная, и рядом с ней высокий юноша, Костя Рясный. Представляя все это, Андрей как будто вновь подмечал каждую мелочь. Сбитая дятлами крошева дровесины на снегу, темная тень забора, розовое мерцание наледи на кривых ветвях старых яблонь. Самое же главное, он снова и снова видел торжественное, живое и светлое выражение на румяном лице ели, и сейчас оно казалось Андрею самым обидным и оскорбительным. Когда минувшая весной она говорила там, в лесу, со мной, у нее было совсем другое лицо. С болью и яростью думал Андрей, там у нее не было таких ясных глаз, такой улыбки, там ничего этого не было. На секунду Андрею захотелось вернуться, чтобы не видеть елю, он даже приостановился на перекрестке, но его бросило в жар, и он зашагал еще быстрее. Не видеть ели, не слышать ее голоса, не говорить с ней он уже не мог, это было выше его сил. С бьющимся сердцем отворил он окрашенную желтой охрой дверь домика, в которой жили бутырины, разделся медленно, а когда вошел в Любину комнатушку, то уже не помнил себя. Опрятная, вся увешанная занавесками, салфеточками, вышивками, крохотная комнатушка была до одурения жарко натоплена. Вокруг накрытого цветастой скатертью стола у лампы с картами в руках сидели Виктор Завьялов, Павел Юрасов, Люба Бутырина, Гоша и Клава Комаровы. Еще даже не видя никого, не различая лиц, Андрей в первое же мгновение понял, почувствовал, что ели в комнате нет. Ели действительно не было. — Проходи, Андрюшенька, садись, — приветливо сказала Люба. Андрея провел ремень, смущенно взъерошил волосы, присел на свободный стол. — Но как там лягушки поживают? — ухмыльнулся Гошка Комаров. — Лягушки зимой спят, — авторитетно заметила Люба. — И даже такой великий ученый, как Андрей Дмитриевич Ставров не может их разбудить. Молчаливый Павел Юрасов, лениво щелкая потертыми картами, подмигнул Андрею. — Дело не в лягушках, правда? Нас интересует другое. Для чего мы рождены на свет и что из этого следует? — Меня сейчас больше всего интересует кусок хлеба, — неожиданно сказал Виктор Завьялов. — Батьку моего сократили, уже третью неделю безработным ходит. Поехал он в Ржанск, думал устроиться, а там щитоводов, как нерезанных собак, десятками на бирже труда околачиваются. Толстушка Люба, паутинному переваливаясь, заходила по комнате, накрыла стол полотенцами, поставила тарелки с медом, с орехами. — Садитесь, философы, забавляйтесь орешками. — Дружно застучали ложки. Соперничая друг с другом и хвастаясь перед девчонками, ребята стали разбивать грецкие орехи кулаками, давить их ладонью. Поднялся шум, хохот. Облизывая измазанные медом губы, Клава склонила голову к Андрею, зашептала вкратчиво. — Андрюша, за печкой стоит сундучок. Иди посиди там. — Я сейчас тоже приду и скажу тебе кое-что. В отгороженном занавеской уголке за печкой было неимоверно душно. Андрей присел на сундучок, расстегнул ворот сорочки и подумал с недоумением. — Что Клавке нужно? Не понимаю. Она ведь говорила, что придет еле, а теперь путает, вертит хвостом. Под занавеской в противоположном углу комнаты неярко синел огонек лампады, освещая украшенную серебром икону. Вышитое полотенце, резное блюдо на стене. Выше, на потолке, смутно обозначался синеватый по краям круг. Дьякон сам молится, и дочку приучает к молитвам, а она в комсомол поступать хочет. — усмехнулся Андрей. Он поднялся с сундука и хотел уйти, но Клава загородила ему дорогу. — Подожди немного, какой непоседливый. Она легонько подтолкнула его в угол и, сдавив плечо, опять усадила на сундук. Поправляя волосы, охорашиваясь, присела с ним рядом. — Что ж ты молчишь? — испытывая неловкость, спросил Андрей. Клава, слабо улыбаясь, перебирала пальцами бахрому ковра на сундуке, не сводя глаз, смотрела на Андрея. — Что ты хотела мне сказать? — насупился Андрей. — Говори, это некрасиво получается. Сидим в закутке, как жених с невестой. — Ты будешь летом приезжать к нам в Калинкино? — зашептала Клава. — У нас возле мельницы сад, хороший пруд, будем купаться вместе. Это ж недалеко, всего три версты от вашей огнищинки. — Не знаю, — сказал Андрей. — Летом у меня работы по горло. То косовица, то молодьба. Некогда вверх глядеть. Тронув его руку липкой от мёда рукой, Клава заговорила грудным голосом. — Ты елю ждёшь, да? — Я знаю, не отказывайся. Только ради ели ты и пришёл сюда, правда? — Не волнуйся, она придёт. Её оставили дома часа на три, пока родные вернутся. Она обещала прийти. В полумраке, наблюдая за Андреем, Клава заметила, как просветлело его лицо, когда она заговорила о ели. Он понял, что она заметила это, нахмурился. Но его выдали глаза. Счастливая улыбка. То состояние общей растерянности и взволнованности, которое при всём желании он не мог скрыть. — Нам всем жалко тебя, Андрюша, — ласково сказала Клава. — Ты лучше забудь про елю. Она совсем не такая, как ты. Она и сейчас знать тебя не хочет. А потом уедет в город, и ты никогда её не увидишь. — Да-да, — подумал Андрей. — Это правда. Надо кончать это ребячество. Надо забыть елю, не думать о ней. Вот окончу школу, уеду в деревню, и всё. Так он уговаривал себя, покусывая губы, слушая Клавин шёпот. Но как только скрипнула входная дверь, и сидевшие за столом ребята хором закричали «О, Елечка, Еля!» Он вскочил, чуть не опрокинув Клаву. Сдерживая в себе бешеное желание бежать навстречу Еле, с нарочитой медлительностью он вышел из-за печки, остановился посреди комнаты и стал вытирать ладонью горячий лоб. В чёрном, очевидно материнском кружевном шарфе и расстёгнутом синим пальто, осыпанное бисером тающих снежинок, Еля стояла у порога и звонко, заразительно смеясь, отбивалась от окруживших её ребят. — Да, я тебя поцелую, ёлочка! — восторженно заорал суматошный Гошка. — И я тоже! — пробосил Виктор Завьялов. — И я! — довольно уныло сказал Павел. Еля послушно подставила щёку одному, другому, третьему, и встретилась взглядом с Андреем, который всё так же стоял в стороне и глаз с неё не сводил. — Может, и мне можно? — несмело глуховатым голосом спросил Андрей. Полуоткрытые губы Ели дрогнули в усмешке. — Можно? Андрей шагнул к ней, прижался губами к румяной от холода щеке. Почти весь вечер он молчал, украдка, из-под лоби наблюдая за Елей. Она смеялась, шутливо перебранивалась неугомонным Гошкой, щебетала с Клавой и Любой. И только изредка, словно нехотя, посматривала на Андрея и тотчас же отворачивалась. За всё время она не сказала ему ни слова, ни разу не обратилась к нему. Даже когда ребята и девчонки, раскрыв книжки, уселись вокруг стола и стали готовить уроки, Еля села подальше от Андрея, приникла к пухлому Любиному плечу и закрыла глаза. Расходились около полуночи с шумной ватагой. Виктор и Гошка, дурача, забрасывали девчонок снежками. Натянув на брови чёрную мерлужковую шапку, Павел Юрасов шагал рядом с Елей, бережно придерживая её за локоть. Андрей шёл сзади, опустив голову. Возле освещенных окон почты остановились, стали прощаться. «Может, ты, Андрюша, проводишь ёлочку?» Невинно позёвывая, сказала Клава, и Еля посмотрела на неё укоризненно. «Меня Павлик проводит». «До свидания», — отрывисто сказал Андрей. «И я пошёл». Он свернул в переулок и побрёл безо всякой цели, не думая, куда идёт. Неясная белизна набрякшего влагой снега не могла пробить густую тьму ночи. Но и в ночной темноте невидимая, еле слышно обередила душу первое предвесение копель. То одна, то другая, с крыш срывались ледяные сосульки, и, коснувшись завалинок, разлетались тонким стеклянным звоном. С юга тянуло лёгким ветерком. И было в этом свежем степном ветерке, вобравшем в себя запахи тающего снега, земли и прелых листьев, столько неизъяснимой прелести, столько молодой силы и радости, что Андрей снял шапку, засмеялся и запел тихо, бессвязно. «Крепко тебе надо знать, зачем живёт человек». Беззлобно и весело подумал он о себе. «Придёт время, узнаешь. А сейчас счастье в одном, в том, что рядом с тобой по земле идёт девочка, которую так хорошо назвали елей, ёлочкой». И Андрею на миг показалось, что вокруг нет людей, нет домов, нет ничего, только протоптанная в снегу тропа, которая ведёт его, Андрея, к зелёному дереву, к стройной пушистой еле, такой прекрасной, такой зелёной, такой живой, что хочется упасть перед ней на колени и петь о вечной любви. Третье. Растепельным мартовским днём в Огнищенку возвращался освобождённый из Иржанской уездной тюрьмы Антон Агапович Терпужный. Ехал он в повозке младшего брата, Павла, привозившего на базар ячмен и случайно встретившего Антона Агаповича возле церкви. Захлюстанные по брюху кони медленно брели в талой воде, колёса, несмазанные повозки, однообразно скрипели. Снег уже сошёл, обнажил бурую всю в лежалых бурьянах землю, только по западинам, да по негустым перелескам белели снежные пятна. Небритый, похудевший Антон Агапович, подняв капюшон брезентового дождевика, надетого поверх полушубка, сидел молча, слушал подвыпившего брата. Павел тряс рыжей бородёнкой, покрикивал на коней, обстоятельно рассказывал обо всём, что произошло в деревне за время отсутствия Антона Агаповича. «Дёмка Плохотин лес возит на усадьбу, строится, думает. Участок ему дали за прудом возле Тимохи Шелюгина. Этот Лука Горюнов верблюдицу свою продал, жеребят купил. Там такие, то есть жеребята, глядеть тошно, на драных котов смахивают. Я, — говорит, — ими всю свою земельную норму обработаю, ни шматка землю в аренду не сдам. А Лукирия десятину отдала Шелюгину за пятнадцать пудов азимой, себе полдесятины оставила. Мне, — говорит, — хватит. Колька Комлев сулился вспахать ей весной под яровую и под картошку. Павел поёрзал, подмащивая под себя сенные объедки, косо глянул на старшего брата. «Ты, то есть, слыхал про Пашку, про дочку свою?» «А чего с ней такое?» — повернул голову Антон Агапович. «Так этот самый, она, то есть, теперь дома с матерью живёт». Моржовые усы терпужного шевельнулись. «Сбежала шалава от Стёпки или как?» «Да нет, там вроде другое приключилось», — ответил Павел. «Мне уж люди с Костина-Кута пересказывали. Лесник, — говорят, с казённого леса, Пантелей с Маглюк, стал, то есть, до Пашки захаживать. Как Степан со двора, так он и заявляется. Но и спутался, значит, с Пашкой. А Степан вроде застал их ночью чуть ли, то есть, не в кровати. Пантелей убёг в одном белишке, а Пашку Степан в кровь избил и выгнал из хаты. «Иди, — говорит, — отсюда, — чтобы ноги твоей тут не было, чтоб, то есть, и духом твоим не пахло». «Так-с...» — с натугой выдавил терпужный. «Порадовала, дорогая доченька родителей, ничего не скажешь». Он поёжился, оправил брезентовый капюшон, стёр холодные брызги грязи с колючей щеки. «Ну а Степан как? Один живёт или же взял кого?» «Вроде один, Покудова», — неопределённо протянул Павел. «Старуха какая-то ходит к нему, готовит и хату прибирает». «Так...» — Антон Агапович замолчал. «Впервые за всю жизнь почуял он в крепком своём теле слабость, а в душе глухую, сосущую тоску. Это тягостное чувство появилось у него не сейчас, не в связи с тем, что он узнал о единственной дочери, а гораздо раньше, там, в тюрьме. Он и сам не знал, откуда она взялась, эта проклятая тоска. Лёжа на деревянных нарах в тюремной камере, Антон Агапович понял, все люди идут куда-то в незнакомую жизнь. Ломает всё то, чем жил он, Антон Терпужный. И только немногие, те, кто сидел вместе с ним в камере, ещё цепляются за привычное старое и ещё ждут поворота к прежнему и надеются. Но кто были эти немногие? Его друзья, по несчастью. Злобный старичок-помещик, который в слепой ненависти своей отравил стрихином общественного бугая. Бывший штабс-капитан. Калчаковец, который командовал карательным отрядом, вешал людей, а теперь направлялся по этапу в Иркутск. Верзила-сектант. Придурковатый мужик, который оскопил себя, отрезал груди у жены и у дочери и по целым дням бубнил про голубинный дух и про близкое пришествие Господа Бога на ржанскую землю. Такими же были и все другие обитатели камеры. Конокрады, бандиты, поджигатели, растратчики, воры. Наблюдая за этой пёстрой оравой разнузданных, озлобленных людей, терпужный думал. Раскололся мир. Лопнул, как арбуз на бахче. И ничем его теперь не склеить. Одни идут, сами не зная куда, другие назад глядят, за привычное держатся. А силы у них никакой. Жмут их под ноготь, как последнюю тварину. И всё же подавил себе слабость Антон терпужный. Как ни сосала его тоска, как ни болело сердце, а решил он твёрдо – не поддамся. Для него существовало только одно на свете – дом, в котором он родился, усадьба, земля. И он был уверен, что всё это нерушимо и постоянно, как солнце и луна. Что это единственно неизменно в неверном метущемся мире. По приезде домой Антон Агапович до полусмерти избил Пашку. Бил молча, неторопливо, долго волочил по полу, полосовал ремнём с медной пряжкой. Потом застал воющую Мануйловну затереть кровь, взял вилы и пошёл чистить конюшню. «Всё запоганили, лодыряки!» – ворчал он, осматривая усадьбу. «Только и знает, что бока греть на печке». До вечера Антон Агапович вычистил конюшню, коровник, овчарню, сложил разбросанный по всему двору навоз, обгрёб скирды сена и соломы, а когда свечерело, наспех поужинал и стал надевать полушубок. «Ты куда, на ночь глядя?» – спросила Мануйловна. «Да фершила пойду», – буркнул Антон Агапович. «Занедужал, что ли?» – Антон Агапович хлопнул дверью. «Занедужал от таких дураков и лодырей». У Ставровых он застал силыча. Дед сидел на корточках у горящей печки, беседовал с Настасией Мартыновной, которая крошила лапшу и раскладывала её на длинной доске. «А где ж хозяин?» – осведомился Терпужный. «В амбулатории», – сказала Настасия Мартыновна. «Садитесь, подождите немного, он скоро освободится». Терпужный степенно присел на табурет. «Так вот, Мартыновна, у нас по деревням водился такой стародавний обычай». Не обращая внимания на Терпужного, продолжал Дед Силыч. «Аккуратно, весеннее равноденствие, 9 марта, каждая хозяйка птичек из теста пекла, жаворонков. А почему? Потому, значит, что в этот день праздник сорока мучеников, которые над птахами командуют. И сорок разных пташек вертаются с юга, до дому летят. Ворона или сорока, и те 9 марта вьют гнезда из сорока палочек». «А кто их считал?» — спросила Настасья Мартыновна. «Нашлись добрые люди, посчитали», — усмехнулся Дед Силыч. «Ну а ребятишки с печеными пташками выходили 9-го на толоку, песню б такую пели. Ой, вы жаворонки, летите вы в поле, несите здоровье, первое коровье, второе овечье, третье человечье. Видишь, голубка, как оно получалось, сперва, значит, корова, а потом уж человек». «Все это дурость мужицкая», — презрительно обронил терпужный. «Дак ведь оно, как сказать», — пожал плечами Силыч. Земля да коровка кормила мужика, потому их на первое место и ставили, уважение и почет оказывали. Недаром же и присказка такая была, когда бабы хлебом весну встречали, что весна, мол, идет на сахе, на баране, на кобыле и воране. Терпужный махнул рукой. «Насчет присказок мы все добре марковали, а до работы недюжи себя приохочивали. Каждый желал на дурницу хлеб получить». На ходу, вытирая полотенцем руки, вошел Дмитрий Данилович. Поздоровался с терпужным, открыл дверь в спальню и сердито сказал, читавший журнал Кали, «Ступай, найди Романа или Федора, пусть коням принесут на ночь сено». Поразбегались, черти, а голодные кони ногами топают так, что в амбулатории бутыли звенят. «Я до вас, Дмитрий Данилович», слегка приподнялся терпужный, «деальца у меня небольшое есть». Он покосился на деда Силыча, думая, что тот уйдет, но старик сидел, как ни в чем не бывало, разглаживал на колени соломинку. «Что у вас?» спросил терпужного Дмитрий Данилович. «Здоровье пошаливает? На что вы жалуетесь?» Антон Агапович почесал затылок. «Да нет, здоровье у меня, слава богу, я по другому делу, по хозяйственному». Он заговорил медленно, отсекая слово от слова и лишь изредка поднимая глубоко запавшие в красных прожилках глаза. «Находясь в городе Ржанске, в заключении, слыхал я про то, что у нас в уезде выставку сельскохозяйственную на осень плануют, да и место для нее очищают в монастырском подворье. Мне довелось там по своему желанию недели три работать на вольных работах. Так вот, разговор я имел с одним ржанским агрономом, и он рассказал, что любой, дескать, работящий хлебороб может, чего хочет на выставку представить. Коня, корову, овощ, зерно, а бы все это было его трудом выращено. И еще тот агроном разъяснял, что за самые лучшие образцы скота или же зерна хозяева будут дипломы получать и премии, это уже деньгами». «Я слышал про выставку», сказал Дмитрий Данилович. «Летом к нам в Огнищенку должен из Волземотдела уполномоченный приехать, отбирать экспонаты». «Вот-вот», кивнул терпужный, «по этому делу я и зашел до вас. Брат мой, Павел Агапович, слыхал от кого-то, что вы, Данилыч, в прошлом году яровую пшеницу на семена из губернии выписали, длинноколосую арнаутку». «Не только выписал, но и опробовал ее под лесом», сказал Дмитрий Данилович. «Там у меня десятина была, я засеял ее длинноколосую арнауткой и взял с этой десятины девяносто пудов». Дед Силыч крякнул. «Видал я эту вашу пшеничку, любовался ею, как она красовалась, чистая да ровная, и зернецовней, твердая, ясная, прям как стеклышко, а кожечка тонкая». Терпужный разглядывал ладонью шапку, просительно глянул на фельдшера. «Вот и желается мне, Дмитрий Данилович, десятинку этой арнаутки посеять на прошлогодней бахче, выходить ее, как положено, а осенью в Ржанск на выставку определить. Пора же нам по призыву советской власти культурно хозяйствовать». «Давно пора». «Известное дело, так я, к примеру, и пришел до вас насчет семенов этой самой арнаутки длинноколосой, чтобы, значит, купить, по какой цене вы назначите, или поменять на азимую». «Арнаутка у меня очищенная», Дмитрий Данилович насупился. «Два раза пропущенная через триер. Сколько же вы мне за нее азимой дадите?» «Так на так не пойдет?» спросил Ктерпужный. «Нет, не пойдет. Моя арнаутка зерно в зерно, хоть кутью из нее вари». Толстые пальцы терпужного забегали по черному смушку, лежавшей на коленях шапки. «Но вот чего», сказал он, подумав, «за десять пудов арнаутки я дам двенадцать пудов азимой. У меня ведь азимая тоже на всю волость славится». «Меньше пятнадцати не будет», отрезал Дмитрий Данилович. «Я сам собирался посеять ее десятины три». «Хитрый чертяка», с некоторым даже одобрением подумал Терпужный. «Такого вокруг пальца не обведешь». Дмитрий Данилович в свою очередь заключил. «Брешешь, хапуга, ты меня не обдуришь» и остреляны воробей. Все же Терпужному удалось сговориться на тринадцать пудов. Кроме того, он пообещал Ставрову пуд семенной кукурузы мини-изота экстра и кружку семян какой-то диковиной стофунтовой тыквы. Семена эти, Антон Агапович, он подробно об этом рассказал, выменял у цыганки на ржанском базаре за кувшин сметаны. «Там такая тыква, что руками не обхватишь», похвалился Терпужный. «Сама беловатая, а мясо в ней желтое и сладкое, как сахар». «Бери, сосед», посоветовал дед Силыч, «может, и мне какая семечка перепадет для посадки». «Ладно», сказал Дмитрий Данилович Терпужному, «берите орнаутку и сейте с Богом, а вось на самом деле диплом получите на выставке». Антон Агапович поднялся. «А чего ж такого? Ничего тут мудреного нету. Я сам себе так размышляю. Советская власть дала мужику земельку, грамоте учит, а также разным агрономическим правилам. Значит, мужик, крестьянин то есть, обязан вести хозяйство культурно, расширять посевную площадь и все такое прочее». «Это же за чей счет Тентон площадь расширять намерен?» С нарочитым равнодушием спросил дед Силыч. «А арендовать будешь у тетина, у Сусакова или же у Лукерии? Так ведь оно обратно, как при царе. Вся земля у тебя окажется, а скажем Богом прибитый тютька пойдет с умой побираться». С неприязнью глянув на старика, терпужный не удостоил его ответом и обратился к фельдшеру. «Слыхал мудреца Дмитрий Данилович? Мелит языком, сам не знает чего. При царе, при царе, а то ему не вдомек, что пустая земля, ежели она у тютина или у Сусакова, остается непаханной да не сейной, никакой пользы советской власти не приносит». Уже взявшись за ручку двери, Антон Агапович закончил в сердцах. «Из-за таких глупаков у нас и недостачи бывают. Земли себе нахватали, а по ней бурьяны растут, да суслики целыми полками скачут. Крепко это советской власти нужно голодранцев множить. А по-моему так должно быть. Нечем тебе земельную норму свою обработать. Не лежи на ней, как кобель на сене. Отдай другому, тому, у кого и скотинка имеется, и ума по боли, нежели у тебя». Возвращаясь домой, Антон Агапович ворчал всю дорогу. «Голодное шатье! Весь век без хлеба сидели, ни на что не годны, а туда же поперек дороги встают. Опора советской власти! Недаром они себе за начальника выбрали такую сволочь, как безмозглый Долугоч. За его спиной они и хоронятся». После памятного ночного обыска и сидения в тюрьме терпужный не мог без ненависти и отвращения вспоминать имя Долугоча. Но пятимесячное заключение не прошло для Антона Агаповича бесследно. Он решил до поры до времени прятать свои чувства и не лезь на рожон. Черт с ним с Долугочем думал он. Придет час мы с ним с этим нечистым духом расквитаемся сполна. А покудово буду перед ним шапку скидать и кланяться за десять шагов. Доброго мол здоровья дорогой наш председатель. Советской власти желаю мол вам удачи во всех ваших делах. Недаром говорится что тюрьма человека не красит сказал дед силыч фельдшеру когда терпужный ушел. Подался наш Антон с тела спал с лица схудал а норов тот же остался чуть чего сразу же как скоженный бык вниз глядит и землю копытами роет. Но хозяин же он все же добрый возразил Дмитрий Данилович этого у него не отнимешь человек работящий толк в земле понимает. Дед силыч укоризненно цикнул языком каждый хлебороб толк в земле понимает. Вот Антошка терпужный любого бедняка лодырем именует. А ведь бедность голуба моя не от того пошла что человек работать ленился. А от того что с давних времен неправда промеж людей завелась надвое их разделила одному землю дала богатство а другого лишила всего. Богатом уже завсегда его богатства мало. Он жадный и ненасытный потому он и давил бедняка три шкуры с него сдирал. И хотя советская власть землю по справедливости поделила у таких как терпужный скотина осталась и вся справа хозяйская от косилки до бараны и разве ж может с ним тягаться бедняк сусаков или хворая лукерия у которой кроме безхвостой кошки ничего в хате нет. Я и гадаю раз у нас есть терпужный шилюгин раз они земельную норму у бедняков арендуют батраков наймают и по малу богатеют значит еще не вся правда советской власти установлена. Но это вы напрасно сказал Дмитрий Данилович у нас все имеют одинаковые права. Права то конечно дело имеют одинаковые да карманы разные у одного порожней а у другого под завязку червонцами набит вот голуба ты моя и смекай установлена правда или не установлена старик стал долго и нудно рассказывать о том как по его мнению следует установить правду поделить поровну не только землю но и скотину и весь инвентарь и даже хаты но заметив что усталый фельдшер не слушает его повздыхал и ушел однако несмотря на усталость Дмитрий Данилович не смог спать закрыв глаза он слышал тихую возню жены хлопотавшей у печки слышал как негромко переговариваясь и чему-то смеясь конюшню прошли сыновья как встречая их коротко заржали кони но все эти звуки доходили до Дмитрия Даниловича откуда-то издалека и не нарушали его глубокого раздумья разговор с терпужным оставил на душе у Дмитрия Даниловича неприятный осадок чего я с ним торговался с досадой упрекнул он себя не хотел дать ему пшеницу так бы и сказал а то начал вести торг как цыган пятнадцать пудов за десять потребовал кружку тыквенных семечек в придачу взял тьфу уже давно Дмитрий Данилович начал замечать себе какую-то неприятную жадность жеребилась ли кобыла или телилась корова отбивался ли от корня яблонем молодой отросток стерегли ли сыновья арбузы на бахче Дмитрий Данилович ничего не упускал из виду он жалел что корова привела не телочку а бычка осторожно выкапывал и пересаживал яблоневую отбойку часами ходил по бахче пересчитывал арбузы и дыни и мысленно прикидывал сколько денег за них можно взять на базаре за каждый расклеванный воронами арбуз за каждый сломанный початок кукурузы Дмитрий Данилович ругал сыновей последними словами а под горячую руку и поколачивал раза два в месяц он ездил в Ржанск на базар продавал пшеницу кукурузу сало жмыхи за четыре года жизни в огнищенке он купил новую бричку с люльками новую сбрую два плуга бороны веялку решета дважды переменил лошадей и коров приобретая все более породистых и дорогих и всему этому не было конца хозяйство ставровых росло как на дрожжах земля из года в год рожала хлеб скотина и птица плодилась но мечты и желания Дмитрия Даниловича были беспредельны он уже подумывал о косилке о триере не прочь бы купить по случаю конную молотилку иногда принимая в амбулатории больных Дмитрий Данилович чувствовал что растущее хозяйство мешает ему что он стал мало читать меньше интересовался медицинскими новинками в такие минуты он спрашивал себя на кой черт мне сдалось это хозяйство все равно через три четыре года дети разъедутся и я окажусь у разбитого корыта иногда досадуя на себя он решительно говорил нет надо сдать половину земельной нормы продать одну лошадь свиней все это засасывает как непролазное болото надо оставить себе десятин пять и на этом заканчивать музыку но как только Дмитрий Данилович после приема больных обходил двор прислушивался к призывному ржанию жеребят запускал руку в засыпанный чистым зерном закром или вдыхал запах подсыхавшей на ветру соломы необоримое стремление ехать в поле на базар брести попахать и засеялкой чистить скребницей жеребую кобылу сеять выращивать подсчитывать урожай и приплод вновь овладевала им и он подвижный крикливый бегал по двору размахивал короткими руками и ругал сыновей опять бороны стоят вверх зубьями опять у свиней нет подстилки дармоеды белоручки борчуки сейчас после ухода терпужного и деда силыча Дмитрий Данилович думал о своих посетителях вот двое огнещан родились в одной деревне трудились на одной земле а люди они разные терпужный как старая сосна пускает корни все шире и глубже все загребает свое подворье а дед колосков совсем другой ему важно чтобы установить правду а в нем это правда он и сам не знает подумав это Дмитрий Данилович вдруг почувствовал что он фельдшер Ставров сын полунищего мужика тоже стал чем-то похож на терпужного то ли хозяйской цепкостью то ли жадностью то ли скуповатостью над которой втихомолку потешались дети чего ты надулся как сыч Настасия Мартыновна тронула мужа за плечо пора спать ребята уже давно уснули дай-ка мне чего-нибудь поесть Дмитрий Данилович потянулся лениво пережевывая холодные вареники он проследил за тем как жена натужно ворочает тяжелые чугуны с телячьим пойлом и спросил отодвинув тарелку Настя тебе не надоело все это что не поняла Настасия Мартыновна коровы свиньи гуси индюки вся эта чертовщина Настасия Мартыновна выпрямила спину глянула удивленно с чего это тебе вздумалось спрашивать просто так конечно надоело ты бы попробовал хоть один день повозиться на кухне да во дворе посмотри на кого я стала похожа так у меня с чугунами и сундюками весь век пройдет Дмитрий Данилович виновата вздохнул в самом деле когда-то красивая веселая Настасия Мартыновна осунулась похудела на ее темном от загора лице появились морщины руки огрубели а ведь она и не жила еще по-настоящему шесть лет он пробыл на войне а когда вернулся начался голод и пошла полоса скитаний теперь казалось бы когда все это было позади можно бы и пожить по-человечески так нет развели хозяйство залезли в навоз в каждодневные заботы и за ними не видели просвета ладно Настя сказал Дмитрий Данилович тронув жену за локоть вернется Андрей отправим Романа и Федя учиться а хозяйство начнем помаленечку свертывать ни к чему оно нам сейчас в этот вечер он принес из амбулатории старый фельдшерский справочник и шевеля губами бормотал до полуночи магнезиум сульферикум три раза в день при запорах натриум бикарбоникум двухпроцентный раствор для промывания желудка тональбинум кишечное вяжущее утром же как всегда Дмитрий Данилович на заре разбудил сыновей и послал их в амбар веять овес почистил конюшню засыпал конем смоченной половой с отрубями проверил как заспанная каля доит корову полюбовался задиристым индюком и ушел к терпужному у которого должны были собраться все гнищанские хозяева решать вопрос о пастухе и выпасах для скотины и как только Дмитрий Данилович вышел из ворот глянул на озаренные солнцем крыши на белесый порог на холме вдохнул тяжеловатый резкий запах оттаившей мокрой земли от его вчерашнего настроения не осталось и следа во дворе у терпужного на заваленках уже сидели десятка полтора мужиков покуривая махорочные скрутки и сплевывая сквозь зубы они разговаривали о предстоящем севе лениво следили как в долине с голых еще верб спархивали недавно прилетевшие грачи давайте начинать что ли а то целый день на эту говорильню потратим позевывая сказал Аким Турчак что ж начинать так начинать выходи Демит рассказывай старший из братьев кущенных Демит разглаживая темные усы заговорил излишне громко как говорят неумелые ораторы так вот граждане все года пастухом у нас был дед Колосок Иван Силыч человек вам известный ничего плохого мы про него сказать не можем потому что он еще у барина за пастуха ходил лет должно быть сорок и эту квалификацию знает за каждую голову скота мы выше указанному Силычу по осени выплачивали по пять пудов пшеницы и никто на него не жалился теперь же кое-кто из граждан Шелюгин Тимофей Леонтьич Турчак Аким Терпужные оба Антон и Павел а также гражданин Тютин капитан Евсеич не желают наймать пастуха и вносят предложение пасти скот всей деревней поочередно или же сказать сегодня чтобы пастух был с одного двора а завтра с другого правильно подтвердил Турчак а то с чего получается у меня дома сидят два дармоеда а я за корову да за телку должен десять пудов пшеницы выложить какое граждане будет предложение по пастуху спросил Демид дай-ка я скажу дед силыч поднял руку он привстал с заваленки и снял шапку не слухайте вы этих крикунов иначе загубите скотину я не набиваюсь до вас пастухи можете взять другого скажу только что без пастуха никак невозможно тут ведь надо знать когда худобу пасти когда ей отдых дать напоить надо голубы мои в травах понятия иметь чтобы не потравить скотину черемицей беленой чистотелом чтобы не испортить молоко полынком или же сурепкой разве ж ваши ребятишки управят стадо как положено они вам выгонят коров на росу а коровы вздуются или телята и зайдут по носам чего там говорить перебил Дмитрий Данилович старик прав нечего тут мудрить надо его оставлять пастухом Аким Турчак забрызгал слюной ну и наймай его для себя а мы сами желаем пасти худобу так что ты нами не командуй сядь Аким не скачи поморщился Николай комлев никто тут не командует как народ решит так и будет я к примеру сказать тоже стою за то чтобы Иван Силыч остался пастухом правильно нехай остается на черта он нужен гребет старый чертяка по пять пудов с головы паси сам дураляб ежели тебе не сручно долго пререкались мужики но все же сторонники деда Силыча одолели братья Терпужный и Аким Турчак остались в одиночестве Антон Агапович Терпужный попробовал уговорить Силыча сбавить цену до трех пудов с головы но обиженный дед уперся хватил шапкой за валенку закричал хапуга говорить с тобой не желаю походил бы под дождем на ветру да на пожаре небось и пяти пудов не схотел бы сквалыга одно знаешь за кром себе сыпать а с людей готов сорочку содрать деда утихомирили вопрос о выпасах решили довольно быстро по весне выгонять стадо на толоку за прудом раз в неделю допускать легкое стравливание сенокосных угодий а после жатвы пасти на отавах когда сходка закончилась Антон Терпужный запряг коней и повез Дмитрию Даниловичу пшеницу на обмен кукурузы он дал не плод как было уговорено а 10 фунтов что касается прославленных добытых уржанской цыганки тыквенных семечек то Антон Агапович вовсе не привез их пообещал прислать в субботу вот уж действительно сквалыга сплюнул Дмитрий Данилович на любую мелочь скупиться Настасья Мартыновна посмотрела на мужа непонимающими глазами сказала глухо от Андрюши письмо получили Марине очень плохо Андрюша пишет что звали врача и врач сказал что дело серьезное возьми почитай письмо оно там на столе закрыв лицо руками Настасья Мартыновна заплакала Четвертое Болезнь подкралась к Марине незаметно Ранней весной она ходила из пустополия в соседнее село Лужки хоронить умершую от скарлатины девочку-ученицу День был холодный пасмурный по дорогам блестели лужи Марина вернулась домой разбитая с мокрыми ногами и тотчас же легла в постель Ночью она изнывала от жара грудь заложила она стала кашлять Ты, мамуся не ходи в школу сказала Тая Я попрошу Ольгу Ивановну чтобы она освободила тебя от уроков Но Марина в школу пошла и ей стало хуже Начались боли в груди кашель усилился Неделю она пролежала дома обложенная подушками почти ничего не ела а по ночам просыпалась в поту и надрывно кашляла Только на десятый день она попросила Андрея Сходи Андрюша за врачом Андрей привел доктора Сарычева заросший нечесанный похожий на дикобраза Сарычев редко протрезвлялся Он вошел с грохотом кинул в угол суковатую палку провел пятерней по взлохмаченной черной бороде Ребята марш отсюда зарычал он А вы мадам разоблачайтесь Выслушал он Марину быстро небрежно постукивал костяшками пальцем дышал в лицо спиртным перегаром устрашающе перекосив рот приникал ухом к спине больной Температура к вечеру повышается прокаркал Сарычев отводя от Марины задернутые пьяной мутью глаза руки холодные мокроты при кашле есть а сердцебиение сердце чувствуете напрасно его чувствовать не положено так так Сарычев присел к столу оторвал от тетради клочок бумаги забормотал успокаивающе ничего страшного легкая простуда сейчас мы вам пропишем жаропонижающее ну скажем хинин на ночь пейте стакан теплого молока и обтирайтесь одеколоном с уксусом ерунда мадам до свадьбы заживет и откинувшись на спинку стула внезапно кольнул Марину острым проясненным взглядом скажите красавица у вас в семействе никто не болел чахоткой мать болела отлично превосходно даже умерла от чахотки чепуха вы не умрете мы вот еще пропишем вам бром специально для успокоения нежных дамских нервов лежите спокойно мир за окном останется в целости пусть его судьба вас не волнует пейте свои лекарства и поправляйтесь также небрежно лениво он ополоснул под умывальником руки едва вытер их переброшенным через спинку кровати полотенцем и сказал задумчиво вы так молоды милушка а у вас уже такой взрослый сын это племянник слабо улыбнулась Марина у меня только дочь ах племянник но это в сущности все равно нахлобучив черный картуз сарычев взял палку вот что мадам у вас при откашливании появятся мокроты могут даже это самое появиться с кровинками вы не пугайтесь пусть ваш племянник забежит ко мне я исследую вашу мокроту так на всякий случай за всем имею честь кланяться вопреки требованиям доктора сарычева Марину интересовал мир за окном она жадно расспрашивала Андрея и Таю обо всем что делается в школе подолгу наблюдала как резвятся мальчишки и девчонки на школьном дворе думала об Александре вспоминала Максима обессилевшая слабая она лежала вытянув поверх одеяла маленькие руки послушно пила подносимые Таи лекарства и тихим голосом говорила ей ты Танька хозяйничай теперь сходи с Андрюшей на базар купите все что надо и варите обед Марина обстоятельно перечисляла сколько следует купить картофеля луку подсолнечного масла яиц и учила Таю как надо готовить так проходили дни за чисто протертыми стеклами окна на длинной крышей школы проплывали белые облака сквозь открытую фортку вливался запах бесчисленных ручейков апрельской талой воды на деревьях верещали высвистывали прилетевшие с юга скворцы с каждым днем Марина чувствовала себя все хуже к боли в груди прибавились странная дышка головокружение ознобы но чем хуже чувствовала себя Марина тем красивее становилась она голубые глаза ее блестели слегка припухшие сухие губы были полуоткрыты на щеках появился яркий румянец какая ты красивая мамуся ласкалась к ней Тая в тебя влюбиться можно честное слово когда у Марины появилась испещренная кровяными прожилками мокрота и она испугалась увидев как проступает на носовом платке розовое пятно Андрей пошел в больницу к Сарычеву вместе с Андреем пошел Виктор Завьялов который в последнее время избегал дома и после уроков бесцельно ходил по улицам чтоб только не слышать причитаний мачехи и руганий отца Ты знаешь почему доктор Сарычев стал пьяницей спросил Виктор Не знаю сумрачно ответил Андрей Говорят от него в двадцатом году жена сбежала с проезжим красным командиром смазливая говорят была и моложе доктора лет на двадцать он на нее молился жить без нее не мог а она повисла на шее у лихача кудрявича и укатила с ним с тех пор доктор и запил от него уже спирт в больнице прячут но разве он не найдет спирта день и ночь пьяный бродит его бы давно уволили да говорят умнейший врач и руки у него золотые доктор сарычев пригласил приятелей в свой кабинет он только что закончил прием больных и сидел у распахнутого окна сосал камышовый мундштук с погашей скруткой а роскошный племянник очаровательной тетушки сказал он узнав Андрея проходи садись вон туда на кушетку гостем будешь он стащил с себя несвежий халат растер ладонью густо поросшую черными волосами могучую грудь но как больная не поправилась нет кашлять стало сильнее и мокроту с кровью отхаркивает ого промычал сарычев веселое дело открыв дверцу окрашенного белой краской застекленного шкафа он достал большую колбу со спиртом щурясь налил мензурку хлебнул один раз второй сплюнул в круглую плевательницу походил по кабинету ладно юноши посидите маленько сейчас я приведу себя в надлежащий вид и пойду врачевать вашу тетушку андрей не забывайте быть счастливыми живите только настоящим не думайте ни о прошлом ни о будущем одно настоящее истинное действительно остальное ерунда мыльный пузырь и потом юные мои друзья не бойтесь одиночества каждый человек может быть самим собой только пока он одинок я познал это на собственной шкуре в избытке познал и еще я познал что все прохвосты очень общительны но это дефектные экземпляры человеческого рода поэтому запомните юнцы ничему не верить не любить не ненавидеть вот главное резко захохотав сарычев хлопнул Андрея по плечу пошли мальцы а то неловко получается тетушка ждет исцелителя а исцелитель занимается философическими разговорами прихватив палку он прошагал по коридору зажмурился на улице от солнца неожиданно схватил Андрея за локоть а знаешь юноша это твоя тетушка поразительно дьявольски похожа на на одну мою знакомую была у меня лет пять назад хорошая знакомая те же глаза те же волосы да бывает же такое сходство у Марины доктор присмирел говорливость его исчезла на этот раз он тщательно выслушал больную заходил то спереди то сзади и дважды и трижды прикладывал ухо к больным бокам Марины угрюмо настороженно слушал хрипы в груди и словно боясь ошибиться начинал все сначала повторяя про себя да милая красавица в нижних дольках мелкие влажные хрипы а вверху суховатые ну-ка еще раз еще так теперь дайте свое сердечко послушаем его тоны что ж тоны чистые но глухие закончив осмотр Сарычев присел на стул охватил руками колени и впервые посмотрел Марине прямо в глаза и так милушка сказал он подбирая слова болеть вам придется долго гораздо дольше чем мне хотелось бы огорчаться при этом не следует мы постараемся вас вылечить если если вы будете послушны вам надо хорошо питаться есть побольше жиров дышать чистым воздухом а что у меня спросила Марина заглядывая Сарычева в лицо хм замялся Сарычев болезнь ваша имеет мудреное название метапневмонический бронхит я вот взял на исследование мокроту пусть ваш племянник зайдет ко мне денька через три мы установим точно а через три дня когда Андрей зашел в больницу пьяный доктор встретил его в коридоре затащил в кабинет притворил дверь и сказал мрачно юноша вы знаете что такое активный туберкулез слышали очень приятно так вот не хотелось бы мне вас огорчать но увы он сжал плечо Андрея заговорил с жесткой требовательностью ей больной ни в коем случае не говорить этого и девочке дочке тоже не говорить вы взрослый юноша должны понимать что в жизни позволено а что не позволено в глубоком раздумье Сарыча взял руку Андрея свою потом отпустил пожал плечами спасти ее нельзя можно только облегчить ее конец выпив спирта и сплюнув за окно он спросил у нее у больной родственники есть есть мой отец и мать сказал Андрей и добавил почему-то краснее и потом мой дядя Александр он живет в Москве родственникам надо сообщить чтоб позаботились о судьбе девочки хорошо я сегодня же напишу с жалостью и страхом вспомнил Андрей глаза Марины и спросил сдерживая дрожь в голосе а она долго проживет кто знает развел руками Сарычев может месяц может два не больше во всяком случае до осени она не дотянет уж очень бурно протекает у нее процесс Сарычев подтолкнул Андрея к двери ступайте скажите ей что ничего опасного нет и что я буду заходить и придерживая Андрея за рукав он пробормотал растерянно я вам не говорил юноша что она похожа на одну мою знакомую говорил ну ступайте с этого дня начались мучения Андрея он написал два коротких письма одно родным в огнищенку другое Александру в Москву в комнате где лежала Марина он входил молча стараясь ступать потише и отводил взгляд от ее худеющего прекрасного лица к Тае Андрей стал относиться с какой-то небывалой удивившей его самого нежностью теплотой он часто обнимал ее неловко и смущенно терся щекой от Таины мягкие как пуха дуванчика волосы и твердил ничего Тайка ты не бойся и не волнуйся все будет хорошо а чего мне волноваться недоумевала Тая вот же я и говорю нечего волноваться на уроке он приходил молчаливый задумчивый на вопросы преподавателя отвечал неохотно вяло а больше сидел подперев кулаком щеку и опустив голову многие учителя и ученики расспрашивали Андрея Марине допытывались можно ли проведать ее но он помня слова Сарычева говорил сдержанно она чувствует себя неважно ее нельзя беспокоить вы не знаете что она умирает думал он в отчаянии и я не могу сказать вам об этом все же Андрей не выдержал и рассказал о своем горе Еле получилось это так Еля которая никогда не подходила к Андрею и ни о чем его не расспрашивала встретила его в темном коридоре и спросила это правда что Марина Михайловна тяжело больна да правда потупился Андрей ей очень плохо может мне можно ее навестить нет нельзя к ней никто не ходит почему забыв о том что он всегда называл Елю на вы Андрей легко притронулся к рукаву ее пальто пойдем Еля я тебе все расскажу только поклянись никому не говорить об этом даже отцу и матери они вышли во двор остановились у ворот мимо школы по залитой жидкой грязью пылавшей от светами солнца дороги двигались телеги хлюпали копытами кони по деревянным настилам у заборов носились ребятишки забрызганный грязью белый петух расхаживая по высокому штабелю дров задирал вверх голову и пронзительно кукарекал знаешь Еля тихо сказал Андрей тетя Марина умирает что ты отшатнулась девочка не обманывай меня я не обманываю тебя глядя в землю сказал Андрей она умирает от туберкулеза и проживет недолго так сказал доктор слова о смерти произнесенные в этот теплый весенний день когда синее небо словно струило едва заметное мерцание а солнце пылало тысячекратно повторяясь в лужах ужаснули их обоих и они стояли не зная о чем говорить дальше я пойду прошептала Еля я никому не скажу Андрей проводил ее взглядом и побрел домой Марина полусидела в постели опираясь на высоко взбитые положенные под спину подушки она не догадывалась о своей близкой смерти улыбалась чему-то и слушая Таю приглушенно закрывая рот ладонью покашливала тетя Настя письмо прислала сказала Таю Андрею она приедет в воскресенье проведать маму мама просит чтобы мы с тобой согрели воды и хорошо истопили печку мама хочет голову помыть Тая обняла Андрея прижалась к нему острым плечом ты наноси воды Андрюша а я приготовлю маме белье поглажу его чтобы оно было гладкое и теплое махнув юбкой Тая кинулась к сундуку достала ворох белья разложила на столе и защебетала какую тебе рубашку мамуся розовенькую или голубенькую в розовенькой будет лучше правда или нет лучше в голубенькой она пойдет к твоим косам мама косы у тебя золотые красивые жалко что у меня нет таких кос она подхватила тонкую голубую рубашку сложила ее вчетверо приложила к груди Марины ой как хорошо смотри Андрюша и любуясь матерью прикусила кончик языка сдвинула брови вот бы папа посмотрел на тебя мамуся помнишь ты рассказывала как он любил твои косы помнишь помню сказала Марина расскажи еще что-нибудь про себя и про папу прильнула к ней Тая на лицо Марины легла тень маленькие пальцы худой руки затеребили край одеяла иди гуляй доченька вздохнула Марина мы так мало с папой прожили и так давно с ним расстались что я успела рассказать тебе о нем все Андрей заметил что Марине трудно дышать подложил ей подушки повыше оправил одеяло в ногах и сказал Тае пойдем пусть тетя Марина отдохнет я расскажу тебе про твоего папу ты о нем знаешь меньше чем я надула губы Тая почему же меньше сказал Андрей я хорошо помню дядю Максима а ты его даже не видела ну и что ж отрезала Тая зато я больше его люблю Марина молча улыбнулась пятое в эти самые дни Максим Селищев запертый в одиночной камере старой тюрьмы штата Тенниси неподвижно сидел на деревянных нарах дожидаясь часа когда надзиратель принесет обед окрашенные серой масляной краской стены камеры как во всех тюрьмах мира были испещерены надписями на разных языках в углу под полом нудно скреблась крыса забранная решеткой квадратное оконце пропускало через покрытые паутиной пылью стекла скудную полосу света на Максиме была арестантская зебра неуклюже полосатый костюм из грубой мешковины щеки его побледнели валились он оброс темной кудрявой бородой в ней так же как и волосах резко выделялись белые нити ранней седины всю минувшую осень и зиму Максим вместе с луковичным батальоном скитался по многим штатам Америки каторжным трудом добывая себе кусок хлеба составлявшая батальон орава без паспортных дроздов как только где-нибудь находилась работа неслась туда на рычащих окутанных гарью автомобилях и в течение нескольких дней убирала все что требовали подрядчики голодные дрозды снимали хлопок в Техасе выращивали шпинат и цветную капусту в Винтер Гардене копали свеклу на плантациях Мичигана они кидались из штата в штат как гонимые ветром вороны мерли от дизентерии голландец прозванный Шатуном командир полуголого разношерстного батальона столкнувшись с ловкачами подрядчиками стал исподвольно дувать и грабить своих изнуренных болезнями и голодом дроздов люди проведали об этом в графстве Демид на бобовых плантациях зазвали шатуна в сарай и мгновенно изрезали его финскими ножами когда местный шериф попытался ввязаться в это дело и нагрянув к дроздам с тремя полисменами стал избивать палкой тщедушного старика Джозефа Тингхэма которого за безобидность и доброту все называли папашей Том Хаббард убил шерифа ударом лопаты по голове полисмены удрали на своем форде в ту же ночь батальон разбежался Максима Селищева папашу Тингхэма и его зятя белобрысова монтера Фреда Стефенсона через неделю арестовали в штате Теннесси Том Хаббард скрылся не оставив никаких следов сейчас сидя в камере и перебирая в памяти события последних месяцев Максим не мог себе простить что не ушел с Хаббардом а поддался уговорам папаши Тингхэма и поехал с ним в Теннесси дурак набитый дурак укорял себя Максим сам как заяц залез засмыкнулся в селок сидите передожидайся у моря погоды неизвестно еще чем все это закончится можно и без головы остаться у Максима были все основания так думать ему и его товарищам предъявили обвинение в убийстве шерифа это грозило казнью на электрическом стуле правда у Максима была возможность спастись перед уходом из лагеря дроздов убивший шерифа Том Хаббард назвал Максиму улицу и дом в приморском городе Джексонвилле где в любое время дня и ночи могли сказать адрес Тома но открыть его адрес суду значит выдать товарища а Максиму притила даже мысль об этом уже четвертый месяц сидел он в тюрьме много раз вызывался к следователю дважды давал показания каким-то приезжим следователям большого жюри присяжных но делу не видно было конца на все вопросы Максим отвечал одно убийство шерифа было совершено не при мне а кто его убил я не знаю о себе он сказал что зовут его Максим Мартынович Селищев что по происхождению он донской казак офицер русской белой армии что в Америку прибыл по приглашению своего бывшего одностаничника и однополчанина Ясаула Гурья Крайнова местонахождение которого в настоящее время не знает этим исчерпывались показания Максима тюремный надзиратель пан Ржевузский как он себя называл пожилой поляк эмигрант изъясняясь на варварском английско-польском украинском языке не раз уговаривал Максима напрасно ты покрываешь убийцу старик с зятем которые сидят здесь же в первом этаже показывают что шерифа убил твой друг Том Хаббард и говорят что ты знаешь его адрес назови адрес и тебя отпустят эти уговоры словоохотливый пан Ржевузский возобновлял при каждом дежурстве так и сегодня поставив перед заключенным миску вареных бобов надзиратель переступил с ноги на ногу позвенил ключами и вежливо начал как спалось пан Макс ничего спасибо не приглашали тебя вчера приглашали те двое из федерального жюри ага как же ты никак пан Ржевузский вздохнул его остроносая с маленьким ртом личика омрачилась мне жаль тебя пан Макс если тебя увезут из нашего заведения в федеральный суд заказывай по себе месу оттуда из федерального суда таких арестантов как ты отправляет примехонька на кладбище что ж делать сказал Максим доедая пресные чуть сдобренные тертыми сухарями бобы значит у меня такая судьба пан Ржевузский надзиратель взял пустую миску повздыхал и ушел но через час он опять загремел дверным замком и появился в камере с огромной книгой в руках возьми пан Макс это я для тебя выхлопотал у начальства хорошая благоугодная книга библия на русском языке она осталась от русского анархиста из секты графа толстого анархист сидел у нас года три назад потом его выслали куда-то не то в Канаду не то в Аргентину спасибо обрадовался Максим давай хоть библию не то и от скуки подохну прежде чем менял волокутный электрический стол читай читай пан Ржевузский протянул ему книгу очищай свою душу от земной скверны и готовься предстать перед господом со звоном защелкнулся замок затихли шаги надзирателя Максим задумался нелегкая путанная жизнь которую он прожил явно приближалась к концу еще в начале осени Максим надеялся что получит из России ответ на свое письмо но прошла осень прошла зима и ответа не было или там в станице все перемерли или письмо затерялось решил Максим он хотел написать еще раз но раздумал убеждая себя в том что все близкие успели его забыть и незачем напоминать им о себе что ж усмехнулся Максим видно и взаправду пришла пора очистить себя от земной скверны он на удачу открыл растрепанную библию попалась книга Иова и Максим склонив голову на ладонь стал читать человек рожденный женою краткодневен и присыщен печалями как цветок он выходит и опадает и как тень не останавливается для дерева есть надежда что оно если и будет срублено снова оживет и отрасли от него выходить не перестанут пусть устарел в земле корень его и пень его замер в пыли но лишь почует оно воду тотчас даст отпрыски и пустит ветви и как бы вновь посаженное а человек умирает и распадается отошел и где он это верно вслух проговорил Максим человек как цветок вышел и опал безвозвратно в раздумье полистал он толстую пахнущую прелью книгу и взор его остановился на строках случайно мы рождены и после будем как не бывшие имя наше забудется со временем и никто не вспомнит о делах наших и жизнь наша пройдет как след облака и рассеется как туман разогнанный лучами солнца и отягченной теплотою его это чушь тряхнул головой Максим человек жив только делами своими недаром говорится что посеешь то и пожнешь как ты прожил свою жизнь так тебя и вспомнят он стал думать о своей жизни и с печальным удивлением признался себе у меня никакой жизни не было ни хорошей ни дурной была одна видимость жизни туман разогнанный лучами солнца и отягченной теплотою его ему вспомнилось все из чего складывалась его жизнь зеленая станица над доном отцовский дом тяжелая работа в поле и на винограднике потом в конце мировой войны уход на фронт и нудное сидение в окопах только в пятнадцатом году после тяжелого ранения максим приехал в родные места и обвенчался с мариной тогда совсем еще девочкой полтора месяца жизни станицы бок о бок с любимой женой и были собственно тем кратковременным слишком уж призрачным счастьем которое мелькнуло как сон дальше началось то что подхватило максима вместе с миллионами других людей и завертело в вихре гражданской войны то ли по молодости своей то ли потому что стародавний казачий уклад по своему направлял его мысли но максим не задумывался над тем на чьей стороне правда в кровавой борьбе и потому волею многих обстоятельств оказался в белой армии то и стал на ту ложную преступную дорогу которая в конце концов завела его в тупик а потом что ж потом словно несомая волнами щепка жалкий ошметок живого дерева поплыл он неведомо куда на чужбину конечно он мог бы как ясаул крайнов как войсковой старшина жерядов под ясаул севцов и другие его однополчане ждать освобождения попранной родины и готовиться к этому но уже не верил своим товарищам он понял что все они и он в том числе живые трупы от которых ни отпрысков ни ветвей не будет но как пан макс читал библию спросил его вечером надзиратель читал неохотно ответил максим добрая книга правда грустная книга пан ржевуский поиграл связкой ключей обвел глазами унылую камеру а тебе веселиться незачем тебе по твоему упрямству надо принести покаяние перед господом пошел ты к черту исповедник криво усмехнулся максим пристал как банный лист вот возьму стукну тебя от скуки башмаком и ты отправишься к господу раньше чем я надзиратель отступил к дверям жалобно сморщил бескровные губы это уж совсем напрасно пан макс я тебе добра желаю ты сам не ведаешь сколько раз просил я начальство за тебя вот и сегодня подошел к смотрителю и говорю русскому офицеру который сидит в 96 скучно ему надо кого-нибудь вселить в камеру пусть человека хоть поговорит немного что ж сказал смотритель повернулся максим смотритель послушался меня плечи пана ржевузского самодовольно приподнялись мы говорит после вечерней поверки переведем к русскому его друзей каких друзей не понял максим старика тингхэма с зятем максим подумал что болтливый надзиратель хочет только утешить его но после поверки пан ржевузский действительно привел папашу тингхэма и фреда стефансона на них как и на максиме были полосатые арестантские костюмы колпаки фред еще держался хоть и очень похудел а на старика тингхэма жалко было смотреть так он осунулся и ослабел когда заключенные остались одни папаша тингхэм по его всегдашнему умению устраиваться в любом месте опустился на четвереньки старательно расстелил на полу жидкие матрацы взбил набитые соломой подушки и уселся в углу поджав ноги теперь можно ждать сказал он удовлетворенно чего ждать улыбнулся максим старый тингхэм тоже улыбнулся чего-нибудь хотя конечно ждать нам придется долго мне хорошо известно наше американское правосудие поскольку у нас нет долларов ждать придется очень долго поздно ночью лежа рядом с максимом папаша тингхэм шепотом заговорил о том что всех троих волновало больше всего об их деле кроме нас арестовано еще несколько человек сказал тингхэм это самая потаскушка марта с ее байстрюками однорукий херт если ты его помнишь вильям галлигас с женой и сыном а также негр эрл с дочерью и и моя дочь лори они все показали что шерифа убил том хаббард откуда это тебе известно спросил максим лежавший у стенки фред стефансон сказал негромко лори удалось передать мне записку в записке написано что всех этих людей опрашивали представители федерального жюри присяжных и что все в один голос заявили смертельный удар лопатой нанес шерифу том хаббард которого в лагере называли томом красным они сказали также что том красный скрылся тотчас же после бегства полисменов это несколько облегчает нашу судьбу отозвался папаша тингхем но нам предстоит еще очная ставка с тремя полисменами на глазах которых было совершено убийство а это не предвещает ничего хорошего почему потому что полисмены не захотят признаваться в том что они струсили и упустили человека убившего шерифа человека который был вооружен только лопатой и мог быть арестован на месте вообще с нашим делом будут тянуть добавил фред возможно они нас переведут в винтер гарден а потом будут таскать по всем штатам в поисках новых улик могут даже довести дело до верховного суда а там задержать на многие годы таких случаев было немало понизив голос до глухого шепота папаша Тинхэм сказал ты же знаешь Макс что представляет собою наш верховный суд в народе его называют судом девяти старцев это девять выживших из ума развалин назначенных на пожизненную должность судей они ничего не признают кроме крупных взяток и готовы если это необходимо осудить самого господа бога Фред заворочался раздраженно почесал белесые космы давно не стриженных волос три года они томят в тюрьмах этих несчастных ни в чем не повинных итальянцев Сакко и Ванцетти их обвиняют в убийстве и ограблении какого-то кассира тянут это дело и конца ему не видно хорошее же у вас правосудие сказал Максим наше правосудие защищает только тех у кого большой карман проговорил Фред остальных оно обвиняет в прошлом году сенатская комиссия вздумала расследовать аферы воров миллионеров которые нахапали несметные сокровища ты думаешь суд осудил их ничего подобного все они здравствуют и поныне вот каково наше правосудие Максим отвернулся к стене сделал вид что задремал папаша тингхэм вздыхая спал рядом вскоре послышалось ровное дыхание уснувшего Фреда Максим полежал на боку потом тихонько перевернулся на спину открыл глаза засиженная мухами электрическая лампочка отбрасывала на потолок слабый отцвет в неярком ее свете было видно как с потолка оставляя за собой тонкую паутину спустился и раскачиваясь повис в воздухе серый паук под полом несколько раз пропищала зацарапала когтями камень и стихла голодная крыса да с тоской подумал Максим нет жизни только одно название туман разогнанный лучами солнца и отягченной теплотою его уснул он перед рассветом а во сне стонал и схлипывал шестое весна стояла сухая солнечная ночи были тихие а перед полуднем разгуливался восточный ветер идул ровно и сильно осушал влагу по низинам выдувал по крутым взлобкам холмов мелко заделанное зерно яровых посевов на закате ветер слабел а в сумерках утихал пропадая за холмами дожди пошли только в конце мая они обильно увлажнили землю оживили поздние яровые омыли тусклые покрытые пылью зеленя всю весну Григорий Кирьякович Долотов ездил по волости он побывал в каждой деревне в каждом селе проверял работу сельсоветов заходил в школы беседовал с крестьянами чем дальше от волосного центра стояли села тем хуже как в этом убедился Долотов шла там работа председатели сельсоветов отсиживались по домам мосты на заросших бурьянами неезженных проселках зияли провалами сбором налогов никто не занимался и у отдельных хозяев накопились долги за два и даже за три года очень много земли волости пустовало пробираясь от деревни к деревне Долотов видел бескрайние пустоши на которых точно островки в голубовато-сером море полыни зеленили отдаленные одно от другого крестьянские поля полевые межи были отбиты неровно на глазок кривуляли по всем направлениям далеко обходили каждую даже самую мелкую ложбинку каждую водомойну и всюду к полям подступала теснила пшеничные роски густая с горьким запахом полынь вы что же не всю землю раздали в наделы спросил Долотов председателя сельсовета в отдаленном селе крапивина крапивинский председатель хилый мужичишка с выгоревшими на солнце усами покосился испуганно как так не всю ту что была скрозь раздали поделили подушно а чего ж у вас поля раскиданы по пустошам так что от одного поля до другого за день не доедешь разве нельзя навести порядок чтоб полынь не забивала посевы да ведь каждый хозяин по своему землю планует развел руками председатель его ж не заставишь сеять рядом с соседом мне говорит где сподручнее там я и посею вы что же и выпасы разбросали по клочкам спросил Долотов за выпасами у нас вовсе никто не глядит скот выгоняет куда кому вздумается по полынкам пасут и молоко небось в рот нельзя взять так точно горчит молоко согласился председатель да народ привык от горькости говорят отравления не бывает а ты сам не пробовал поломать эту дурость с полями и с выпасами сердцем сказал Долотов или твои поля тоже по всему свету раскиданы а корова на полы не пасется смущенный председатель оправил солдатский пояс на белой вкрапинку сорочки мне от народа никуда не уйти я должен к людям подстраиваться подстраиваться закричал Долотов какой же из тебя к черту руководитель как же ты тут советскую власть представляешь подстраиваешься плетешься сзади и тебе несовестно долго еще пушил Долотов обескураженного крапивинского председателя тот оглядывался пятился к дверям и Долотов признался себе что сам он руководитель власти виноват больше чем кто-либо другой но с другой стороны Долотов понимал и то насколько трудно изменить привычный уклад глухих углов поломать все костное и темное что определяло крестьянскую жизнь веками школы ликбеза работали по волости плохо один агроном он жил в пустополе семнадцатого года не заглядывал в деревни а разводил в своей усадьбе гусей и цесарок заведующий волосным земельным отделом паклин по профессии телеграфист был прислан из города по решению кома и ничего не понимал в сельском хозяйстве однако Долотова больше всего печалило то что в начале года перед весенним севом распалась единственная в уезде ржанская коммуна майяк революции организовать коммунаров никто не сумел они начали ссориться разбегаться по своим хатам как только восстановили ржанский кирпичный завод все рабочие покинули коммуну нам возле заводских печей привычнее чем в этой вашей неразберихи сказали они на прощание еще года полтора после этого коммуна майяк революции влачила жалкое существование кое-как обрабатывая часть земли издавая в аренду сенокосы а потом распалась вовсе Савва Бухвалов председатель коммуны приезжал в пустополье и рассказывал Долотову о ее бесславном конце потух наш маяк говорил Савва загасили его паразиты насмеялись над красивой идеей и загасили ее да и разве можно было начинать это дело с поломанными плугами да с полсотней бракованных коней были конечно среди нас чистые люди с душой и совестью они верили в коммуну и работали так что падали на пахоте рядом с покалеченными обессиленными конями но немало было и сволочей белых гадов да кулачья эти подкосили нас под корень свары между людьми сеяли кулацкой своей агитацией бабам голову забивали шептались по углам скотину губили пряча от Долотова запавшие полные тоски глаза Бухвалов говорил виновата вот видал я в совхозе новую машину называется трактор фортзон сама и плуги таскает и сейлки дали бы нам в коммуну одну такую машину чтоб людям труд облегчить может и не поутекали бы с наших позиций под конец Савва попросил Долотова некуда мне теперь податься Григорий Кирьякович и стал я таким вроде тяжело поранили может быть вы мне работенку подходящую дадите поживи немного в пустополье а потом мы тебя пристроим куда-нибудь через месяц полтора виднее будет Бухвалов подумал придется ждать ничего не поделаешь после первомайских праздников Долотову сообщили что он выдвигается на должность председателя Ржанского уездного исполкома и ему надо подготовить волость к сдаче вместо него волысполком должен был принять флегантов хотя намеченный день отъезда Долотова из пустополия приближался работы у него прибавлялось с утра до вечера в его кабинете толпились люди они приходили с просьбами жалобами заявлениями во всем этом надо было разобраться и Григорий Кирьякович целыми днями беседовал с посетителями вызывал сотрудников читал с карандашом в руке вараха бумаг отвечал на длиннейшие запросы из уезда не раз особенно в бессонной ночи он спрашивал себя что же нам все-таки больше всего мешает почему крапивинские мужики уродуют свои поля почему распалась коммуна почему во многих селах неприглядные облупленные школы разве у нас нет глины нет и звездки синьки почему в сельсоветах волы с полком и неделями а то и месяцами залеживаются бумаги от которых зависит человеческая судьба он задавал себе десятки таких вопросов и мучительно ища ответа приходил к заключению что основная причина всего самое главное от чего зависят и успехи и недостатки люди да-да люди повторял Григорий Кирьякович ворочаясь в постели люди определяют все а люди у нас разные Бухвалов правильно говорит одни вкладывают в работу свою душу отдают себя делу без остатка другие жмутся семенят где-то в стороночке хихикают в кулак как-то Григорий Кирьякович поделился своими мыслями с Маркелом Флегантовым тот пожевал губами и прогудел от этого никуда не денешься Гриша так или иначе а приходится нам строить социализм с теми людьми которые есть а они ведь не ангелы с белыми крылышками у них у многих какой-нибудь изъянец один в бога верит другой жену убьет третий прибрехнуть любит четвертый поглядишь на него кругом добрый человек и честный работящий окопни его поглубже и у него отыщешь какую-нибудь зазубринку хоть маленькую но отыщешь Флегантов погладил ладонью колючие усы стал ходить тяжело уступая по комнате я вот скажу тебе по совести Григорий перехожу я сюда волосполком и на душе вроде легче а почему потому что освободят меня от моей партийной должности и пойду я по старой памяти хозяйством заниматься может подучусь немного тогда конечно другой разговор а сейчас брат ты мой нет у меня ни разума ни умения веришь ли Григорий до зари сижу над книжками пальцем вожу по каждой странице а спроси меня что такое госкапитализм или же стабилизация или всякие там инфляции перманентной революции про которые спор идет до сегодняшнего дня буду я перед тобой стоять как баран перед новыми воротами вот тебе Гриша и ангел с крылышками чистейший пролетарий шахтер член партии с шестнадцатого года красногвардеец вроде не алкоголик не лодырь а зазубрина есть и при том немалая темный человек неграмотный с тяжелым мозгом куда же ты его денешь на свалку выкинешь или с изного партийно руководящую должность ему предложишь так он обратно ошибок тебе наделает как с этим обормотом резниковым кстати что там с резниковым спросил долотов говорят в губкоме на днях разбирали его дело чего там резников махнул рукой флегонтов что хотели его взять в губернию да не взяли оставили секретарем у кома так-то григорий закончил флегонтов наш резников тоже ангел с крылышками видал какая у него зазубрина оказалась кажись за версту разглядеть можно значит мы не умеем еще определять человека на слово ему верим а это к добру никогда не приводит маркел прав думал долотов мы обязаны знать людей без этого мы будем топтаться на месте или двигаться вслепую с каждым интересом с жадным любопытством стал он присматриваться к людям которые его окружали в исполкоме волости у каждого из них была своя жизнь малоизвестная или неизвестная другим многие стороны этой жизни как бы не скрывали люди угнетали мучили их или наоборот доставляли им радость но незаметно приносили вред другим и портили дело так долотова часто злило выражение равнодушной покорности в глазах секретаря исполкома шушаева молчаливого больного астмой старика который зиму и лето ходил в стоптанных валенках почти ни с кем не разговаривал а на любое замечание отвечал протяжным хриплым вздохом потом долотов узнал что у шушаева 13-летний разбитый пролечом сын что этого коллегу кормят с ложечки терпеливо многие годы ждут его смерти когда долотов узнал об этом он побывал у шушаева в доме и увидел горластого требовательного парня паралитика услышал как он тиранически командует отцом и матерью Григорию Кирьяковичу стало стыдно за те раздраженные замечания которые он часто делал старику в исполкоме изо дня в день наблюдая за людьми долотов узнал многое почему пьет горькую умный способный доктор Сарычев покинутый любимой женой почему так привязана к школе и так любит каждого ученика Ольга Ивановна Аникина которая воспитывалась в сиротском доме и на всю жизнь осталась одинокой почему всегда угрюм язвителен и ядовит прокурор Шарохин которого десятилетиями мучает тяжкий неизлечимый недуг и хотя трудно узнать скрытую спрятанную от других жизнь каждого человека долотову было ясно тот кто взял на себя смелость и ответственность вести народ за собой показывать ему дорогу обязан знать окружающих его людей должен уметь вовремя помочь им поддержать их подбодрить нет нет не копаться в душе каждого человека не лезь к нему пальцами в сердце не выставлять на всеобщее обозрение то что по-человечески принадлежит ему одному но быть зорким и проницательным думал долотов таким проницательным чтобы понять в человеке главное основное то что может помочь или помешать нашему делу от доктора Сарычева Григорий Кирьякович узнал что молодая учительница Марина Селищева умирает от туберкулеза и что вместо нее в школу только что назначен новый учитель из села Лужки а ей Селищевой сказали об этом нахмурился долотов не знаю Сарычев пожал плечами раз ей перестанут платить деньги за уроки она сама поймет то есть как это перестанут она будет получать свою зарплату по соцстраху Сарычев неприязненно посмотрел на долотова дорогой товарищ председатель эта женщина обречена она умирает зачем же лишать ее надежды если она узнает что вместо нее с детьми уже работает новый человек она потеряет последние силы хорошо отрывисто сказал долотов ваша больная будет получать свою зарплату по школьной ведомости до до конца года а приказ мы изменим в приказе будет сказано что Лужковский учитель назначен временно до выздоровления учительницы Селищевой в тот же день долотов вызвал заведующую школой Аникину и условился с ней что Марии не будут выплачиваться деньги соцстраха но по отдельной школьной ведомости это не совсем законно нерешительно возразил Аникина кроме того в сумме страхового пособия и в сумме школьной зарплаты есть небольшая разница ерунда сказал долотов я думаю что жизнь человека дороже чем мертвая буква второстепенного параграфа а что касается этой самой разницы то исполком возьмет ее на себя несмотря на то что отъезд в Ржанск приближался Григорий Кирьякович работал по-прежнему ремонтировал здание волосполкома принимал людей ездил с флегантовым по хуторам чего ты мотаешься Григорий спросил его начальник милиции Колодяжнов все равно через пару недель твоя деятельность тут закончится и поедешь ты в другие места какая разница вспыхнул долотов что там что тут везде дорогой мой наши люди и наша земля и разве гоже мне как служанке которую рассчитали оставлять пол недомытым по-моему не гоже придут сюда другие люди и если я чего не доделаю помянут меня недобрым словом Григорий Кирьякович не хотел признаться что успел крепко полюбить волость и что ему грустно уезжать из пустополья пусть тут еще изуродована пустошами земля пусть еще шляются где-то в лесной чаще мелкие банды и по глухим хуторам курятся самогонные аппараты пусть много еще плохо он Григорий Долотов вместе с товарищами начал в этом краю тяжелую работу он верит в то что тут победит новое он привязался к людям и потому с грустью покидает волость глава вторая первая когда Александр Ставров сошел с поезда на станции Шиляк отыскал подводу и выехал в пустополе ему казалось что не все еще потеряно нет думал он не может быть Андрей что-нибудь напутал перепугался и сдуру написал о близкой смерти Марины Александр лежал на телеге на только что скошенной траве трава не успела привянуть свежо пахло лугом но уже потеплело сникло от жаркого солнца повязанная белым платком женщина-подводчица свесив загорелые с полными икрами ноги лениво и равнодушно помахивала кнутом и думала о чем-то своем над двумя пузатыми гнедыми коньками назойливо вились слепни кони фыркали трясли головами обмахивались хвостами и гривами сбивая суприжемыло вы сами из пустополия спросил александр женщина повязала платок потуже на мгновение обернулась показав обеденные сеткой морщин карие глаза мы сами из лужков деревня есть такая возле пустополия в четырех верстах а где ж хозяин нету хозяина помер в прошлом году как раз на троицу в середке у него болезнь была рак называется осталась я с тремя детишками да со старухой свекровью тяжело небось с участием спросил александр известное дело нелегко спокойно ответила женщина куда ни кинься всюду одна и в поле и с худобой и дома свекровь вовсе с печки не слезает ноги у нее больные а из ребятишек какие же помощники если старшему седьмой годок как же вы управляетесь так вот и управляюсь с грустной усмешкой сказала женщина привяжу детей полотенцами к столу поставлю миску каши покормлю старуху а сама до ночи в поле руки у женщины были большие темные с жесткими обломанными ногтями под которыми чернили узкие каемки каждое ее движение неторопливое даже несколько медлительное говорило о твердом характере и недюжинной физической силе а узкий сухой плотно сомкнутый рот выдавал глубокое горе трудно же тебе дорогая с жалостью подумал Александр и не раз ты должно быть плачешь по ночам чтоб никто не слышал в пустополе приехали перед вечером Александр отряхнул от пыли и сена помятый костюм взял чемодан шляпу молча протянул женщине деньги она взяла не отказываясь но и не считая их поблагодарила и поехала своей дорогой с бьющимся сердцем подошел Александр к домику в котором жила Марина школьный двор он нашел сразу а домик ему указали ученики и вот он стоял у порога вытирая платком потный лоб и не решался зайти не может быть растерянно тревожно повторял он не может быть Марина лежала одна Андрей и Тая ушли на собрание на столике возле Марининой кровати стоял опущенный в стакан с водой пучок полевых цветов а рядом поблескивали флаконы аптекарские пузырьки баночки с ватой и марлей сквозь острый устоявшийся запах лекарств до Марины доносился медовый душок неяркой с тонкими стеблями гнездовки чуть слышно пробивался невыразимо прекрасный слабый и сладостный аромат опустивший зеленовато-белые лепестки любки ночной фиалки бессильно протянув похудевшие почти прозрачные руки на которых едва заметно обозначались тонкие голубые прожилки закрыв глаза Марина вдыхала запах цветов и беззвучно плакала услышав незнакомые шаги она открыла глаза и увидела стоявшего у дверей Александра он опустил на пол чемодан и комкал в руках шляпу как не пытался он скрыть страх и жалость как не старался унять дрожь пальцев его состояние выдали глаза и он бросив шляпу шагнул вперед вымученно улыбнулся и сказал чужим натреснутым голосом здравствуйте Марина вот я и приехал до прихода Андрея и Таи они почти не говорили Александр присел на стол рядом с кроватью взял в руки маленькую руку Марины приник к ней влажным лбом и долго сидел молча да и что он мог сказать этой единственной для него на свете любимой женщине если на ее лице сразу же как только вошел он увидел страшный знак близкого конца увидел ее отрешенный далекий полный сокровенного смысла взгляд глаза которые так смотрят уже ничего не ищут в мире и уже ничто не может изменить их отчужденного странного выражения да все кончено с отчаянием подумал Александр все кончено когда вечерние сумерки затемнили комнату и школы вернулись Андрей и Тая они застали Александра у кровати точно оцепенев он сидел на стуле держа в руках руку Марины и на скрип двери не обернулся к утру Марине стало хуже она уже не могла кашлять только конвульсивно вздрагивала и хрипела в изнеможении поворачивая голову на бок грудь и шеи ее судорожно подергивались и на белую сорочку на белую наволочку измятой подушки оставляя на подбородке алый след стекали струйки крови плачущую Таю увела к себе заведующая школой Аникина Безучастный ко всему Александр сидел у кровати изредка вытирал носовым платком кровь на лице Марины и тотчас же ронял голову на руки доктор Сарычев накладывал на руки и ноги умирающей резиновой жгуты или отвернув простыню делал ей уколы потом отходил от кровати и сунув руки в карманы слегка покачиваясь расхаживал по комнате и еле слышно свистел у окна неподвижный молчаливый стоял Андрей за окном как всегда раздавались крики и смех учеников звенел колокольчик где-то неподалеку ворковали голуби Андрей слышал все эти звуки но слышал какой-то ничтожной частицей слуха ничего не воспринимая он весь был обращен к тому великому ужасному и таинственному что совершалось сейчас в трех шагах от него он видел как слабели увидали движения Марины ловил настороженный острый взгляд доктора понимал что перед ним текут последние минуты человеческой жизни и его томило ощущение бессилия всех людей перед непонятным необъяснимым актом смерти после полудня Марина затихла едва заметно шевельнулись ее маленькие пальцы чуть вытянулась под тонкой простыней тела по успокоенному проясненному лицу исчезая промелькнул неуловимый трепет Марина с трудом выговаривая дорогое имя хрипло сказал Александр доктор Сарычев положил ему на плечо волосатую руку не надо молодой человек она уже не ответит вам он наклонился к умершей осторожно прикоснулся губами к ее волосам накрыл ее лицо простыней и ни с кем не прощаясь тихонько посвистывая вышел из комнаты хоронили Марину на следующий день из огнищенки приехали Дмитрий Данилович и Настасья Мартыновна школе были отменены занятия ученицы старших классов сплели из молодых вербовых лозинок из веток клена и полевых цветов несколько венков украсили их белыми лентами на которых Павел Юрасов лучший чертежник школы написал тушью дорогой учительницы от любящих учеников перед вечером небольшой окрашенный суриком гроб вынесли со школьного двора надев через плечо начищенные медные трубы и надувая щеки ученики музыканты заиграли похоронный марш вот и осталась ты моя косатушка круглой сиротой заплакала Настасья Мартыновна обнимая бледную обессилевшую от слез стаю Дмитрий Данилович шел рядом с Александром несколько раз пытался заговорить с ним но Александр молчал или ронял тихо потом Митя оставь меня в длинном ряду учеников шел Андрей Виктор Завьялов и Гошка Комаров шагали впереди него уже на кладбище Андрей мельком увидел елю и клаву он стоял потупив голову неподалеку от могильной ямы слушал бессвязную прерываемую схлипываниями речь старушки Аникиной и думал угрюма вот она какова жизнь приходит час и конец и никто во всем мире не может поправить это спасти воскресить человека когда вернулись с кладбища Настасья Мартыновна уложила Таю в постель обвязала ей голову мокрым платком прижалась щекой к ее холодной заплаканной щеке и заговорила лаская волосы девочки будешь ты теперь тайнько жить у нас мы с дядей тебя любим как родную братья и сестра тоже успокойся девочка тебя никто в обиду не даст спасибо тетечка захлебнулась слезами Тая и я тоже вас всех люблю Андрей подошел к ней с другой стороны поцеловал смущенный пробормотал поедем Тая вместе будем жить в огнищенке я я буду защищать тебя от всех научу верхом ездить буду тебе сказки рассказывать Дмитрий Данилович сидел с младшим братом на крыльце в ночной темноте мерцал огонек его папиросы время от времени освещая нахмуренные брови и крепкий нос ты конечно заедешь в огнищенку хоть на несколько дней осторожно спросил он рома федя федя Дмитрий Данилович насупился. Нельзя же так. Человек ты молодой, у тебя все впереди. Разве можно так распускать себя? И что же мы, тебе чужие люди? Я не говорю, что чужие. Подвинувшись ближе, Александр хотел сказать, что он очень одинок, что он беззаветно любил Марину и теперь, после ее смерти, никого и никогда не полюбит. Но он подумал, что брат не поймет его, и потому сказал, неловко обняв Дмитрия Даниловича. Не обижайся, Митя, и Насте детьми скажи, чтобы не обижались на меня. Не могу сейчас, после когда-нибудь. А сейчас я должен остаться один. Рано утром Ставровы проводили Александра. Он уехал в Ржанск на почтовой повозке. Настасья Мартыновна убрала комнаты, сложила в сундучок вещи Марины, накупила на базаре продуктов и сказала Андрею Тае. Придется вам немного похозяйничать одним. Через неделю Андрюша сдаст экзамены, в школе начнутся каникулы, и Рома с Федей приедут за вами. Пока же будьте умниками, не ссорьтесь и учитесь как следует. А осенью мы найдем себе Тае квартиру, привезем с собой Калю, и вы будете кончать школу вместе, добавил Дмитрий Данилович. С отъездом родных комнаты показались Андрею и Тае совсем опустевшими. На столике у кровати еще стояли в стакане увядшие цветы. На стене между окнами висела написанная рукой Мариной расписание уроков, но вещей стало меньше. Тае, сжав ладонями виски, ходила по комнате. Андрей обнял ее, усадил на стул, сел рядом, сказал тихонько. Но хватит. Хочешь, расскажу сказку. И, проглатывая тугой ком в горле, заговорил протяжно. Было это за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. На море-океане стоял остров, а на острове жили царь с царицей, и было у них три сына. Тае беззвучно заплакала. — Ладно, нюня, — с мужской грубоватостью сказал Андрей. — Вытри глаза и садись за уроки. А то мы этак проплачем все экзамены, и чего доброго останемся на второй год. Последние дни в школе показались Андрею одной минутой. Экзамены он сдавал хорошо, но ходил подавленный. Ему жаль было расставаться со школой. Приземистый дом с облупленными стенами, темноватые классы, в которых постоянно пахло дымом, изрезанные ножом парты, крикливые товарищи, учителя. Все это прочно вошло в душу Андрея как свое, близкое, и он представить себе не мог, как будет жить без школы. Нелегко было покидать Андрею и любимый флигелек — кабинет природоведения, в котором он провел столько вечеров, где было прочитано столько хороших книжек. Пусть в этом кабинете скрипели вытертые половицы, еле закрывались ветхие двери, а под слеповатые оконца почти не пропускали света. Разве в этом дело? Тут, в убогой сторожке, перед Андреем постепенно, шаг за шагом открывался огромный, неизведанный мир. Тут возникали свои дорогие ему мысли. Тут он задавал себе первые тревожные вопросы о назначении человека на земле. И вот все экзамены сданы. В воскресенье надо идти за свидетельством об окончании школы. Тая выстирала и разгладила черную сатиновую косоворотку Андрея, и пока он одевался и причесывался, ходила вокруг него на цыпочках, оглядывала со всех сторон, говорила озабоченно. «Может, перешить пуговицы на рубашке? А то рубашка черная, а пуговицы белые, стекляшки. Прямо не знаю, куда тетя Настя смотрела». «Не надо перешивать, сойдет и так». «Ну как же не надо?» Тая надула губы и дернула Андрея за чуб. «Смотри, чучело какое! Девочки будут смеяться над тобой, и твои же товарищи проходу тебе не дадут. Я же знаю, все они явятся в костюмчиках, в галстучках, девочки в новых платьицах, а у тебя застиранная палатанная рубашка, да еще стеклянные пуговицы». «Отстань, Тайка!» – рассердился Андрей. «Пусть они являются хоть в поповских ризах, мне на это наплевать. А если тебе не нравятся мои пуговицы, я могу вовсе их поотрывать». Он начистил сапоги, взял поданный Тае чистый носовой платок, легонько щелкнул ее пальцем по носу и ушел. Вручение свидетельств было обставлено торжественно и происходило не в школе, а в народном доме, длинном бревенчатом бараке на базарной площади. Маленькая сына народного дома олела флагами, плакатами, красной скатертью, закрывавшей стол до самого пола. За столом сидели учителя и представители пустопольских общественных организаций. Секретарь партийной ячейки Маркел Трофимович Флегантов, женорг Матлахова, секретарь комсомольской ячейки Николай Ашурков. Когда Андрей, пригваживая чуб и оправляя солдатский пояс, вошел в зал народного дома, там стоял гул, как в уле. Все скамьи в зале были заняты. Многие ученики пришли со своими родителями. Разомлевшие от жары и духоты, родители сидели, обмахиваясь платками, газетами, книжками. Разместившийся у сына школьный оркестр играл протяжный вальс. В середине зала Андрей заметил елю. В светло-розовой кофточке и синей юбке с неширокими нарядными помочами она сидела вместе с отцом и матерью. Рядом с ними разместились Юрасовы, родители Павла, но его самого не было видно. Еле что-то говорила Матвею Арефьевичу Юрасову, а тот, откидывая по лучи сучевого пиджака, смеялся и шутливо дергал черный бант на еленых волосах. «Любуешься, рыжий?» – раздался за спиной Андрея знакомый голос. Виктор Завьялов протиснулся к нему, протянул руку. «Что ж ты теперь? В огнищенку свою поедешь?» «Да, в огнищенку», – ответил Андрей. «А ты?» Брови Виктора сдвинулись к переносице. «Я, брат, отыскал себе самую подходящую должность. С первого августа на работу еду». «Куда?» «В Ржанско решил ехать, на кирпичный завод», – проговорил Виктор. «Устроил меня батька кочегаром. Хоть и жарковато там, зато зарплата своя. Не будет меня мачеха попрекать куском хлеба». На сцене зазвенел колокольчик. Приятели умолкли. Заведующая школой Ольга Ивановна Аникина, волнуясь, поминутно роняя пенсне, стала говорить о том, что Пустопольская трудовая школа отмечает большой праздник – первый выпуск учащихся, и что это событие является праздником для всей волости. «Сейчас мы начнем выдачу свидетельств окончившим школу ученикам», – потирая сухие ладони, сказала Ольга Ивановна. «И мне хочется сердечно поздравить их и пожелать нашим питомцам, нашим дорогим ребятам, чтобы они оправдали те надежды, которые мы возлагаем, которые мы питаем, чтобы они были честными советскими людьми, помнили и выполняли заветы Ленина, чтобы они все трудились на благо». Ольге Ивановне трудно было сдерживаться. Она умолкла, постояла немного, всхлипнула и закончила, улыбаясь сквозь слезы. «До свидания, миленькие. Вот хотела вас назвать детьми, а вы уже не дети. У вас уже отросли собственные крылья. Пожелаю же вам счастливой дороги, счастливой жизни». В зале захлопали. Особенно неистовствовали девчонки. Они вскочили с мест, завизжали. «Любят Ольгу Ивановну», — перекидывали словами родители. «Да, и она их любит, как своих». «Своих у нее нету». После Ольги Ивановны грузно ступая вышел из-за стола Маркел Трофимович Флегантов. Белая гимнастерка подчеркивала его смуглое, почти коричневое лицо и такие же темные руки с крапинками угольной пыли, навсегда въевшейся в кожу. Флегантов обвел взглядом собравшихся, заложил руки за небрежно повязанный пояс шнурок и заговорил медленно, словно вслушивался в каждое слово и проверял, на месте ли оно стоит. «Я вот гляжу на вас и думаю, добра и сильна наша рабоче-крестьянская власть, и ничего она для народа не жалеет, ничем не скупится. Мы как учились при старом режиме? Одно было у нас учение — палкой по шее, а с десяти лет поле или вагонетка в шахтах, матершина да кабак. Почти все были неграмотные, крестики вместо фамилии ставили, чуть ли не весь народ крестами расписывался. А теперь что? Освободил себя народ и учиться стал. Все от малыша добродатого деда за книжкой сидят, и власть для учения ничего не жалеет. Помните, небось, как ваша школа четыре года назад начинала работу? Кругом голод, разруха, люди мрут, а партия первой ломоть хлеба, первую ложку каши школьникам отдавала. Учитесь, дескать, ребята, для вас мы революцию делали, вам все и принадлежит. Он поиграл кистью пояса, прищурил глаз. Вот, окончили вы школу, повзрослели, оперились, стали задавать себе самые трудные вопросы. И, должно быть, ни один из вас глядел на звезды и спрашивал себя. Для чего ж все-таки человек живет? Какая цель ему в жизни назначена? Услышав эти слова, Андрей смутился, покраснел. От него не укрылось и то, что покраснел не один он, а многие ребята. На это я могу вам сказать, закончил Флегонтов. Человек, по-моему, живет для счастья. Не только для своего счастья, а для счастья всех людей. Надо сделать так, чтобы на земле не осталось голодных, нищих, бесправных. Чтобы не было пролития крови, чтобы работа была красивой, чтобы люди трудились, пели песни, любили. Правильно я говорю или нет? Правильно, правильно, закричали в зале. Добре, усмехнулся Флегонтов. Вот я, значит, и желаю вам сотворить, построить новый мир. А дорога к нему уже найдена и указана Лениным. Желаю же вам, чтобы вы честно шли этой дорогой и нигде не сбивались с нее. Маркелу Трофимовичу Флегонтову тоже хлопали долго и самозабвенно. Оркестр сыграл тушь. Потом Ольга Ивановна стала по списку вызывать окончивших школу на сцену. У стола каждого из них поздравляли и подружные аплодисменты зала вручали свидетельства. Ученики выходили по одному. Одни робко, другие весело. Принимали от Ольги Ивановны развернутые плотные листы бумаги, кланились и возвращались на место. Андрея вызвали девятым. Он тряхнул волосами и, засунув руки в карманы, медленно пошел по узкому проходу в зале. Кто-то из девчонок хихикнул. — Вынь руки из карманов! — услышал Андрей сдавленный шепот Любы Бутыриной. Он машинально вынул левую руку и, злясь и досадуя на себя, поднялся по ступенькам на сцену. Как видно, у Ольги Ивановны произошла какая-то заминка. Она, водрузив на нос пинсне, стала рыться в бумагах. Андрей ждал, потупившись. Вдруг чей-то голос Андрею показалось, что это измененный голос Гошки Комарова, прозвенел на весь зал. Пуговицы у бабушки с кофты срезал. В зале засмеялись. Андрей Багрова покраснел, почувствовал, что его бросило в жар и, вынув из кармана правую руку, стал лихорадочно расстегивать ворот рубашки. Одна из пуговиц оторвалась и со стуком покатилась по полу. Смех усилился. В довершении ко всему, как только Андрей получил свидетельство, проклятый оркестр снова заиграл тушь и проводил очередного виновника торжества громом своих труп. «Чертовы обормоты!» — в бешенстве прошептал Андрей. Проходя мимо оркестра, он едва удержал в себе желание пнуть ногой остроносого мальчишку-барабанщика, который смотрел на него наивными глазами и, потеряв такт, истязал барабан ударами палки. «Здорово, Андрюша!» — усмехнулся Завьялов. «Пойдем, брат, лучше от этих почестей подальше. Покурим на свежем воздухе». Они вышли и остановились неподалеку от народного дома. Андрея душила злость и жалость к себе. Он откусывал по кусочку кончик папиросного мундштука и сплевывал его в пыль, пока не изживал весь мундштук. Через несколько минут торжественное собрание закончилось. Все стали выходить. Андрей еще не успел пережить свой позор. Собирался сбежать, но неудержимая сила приковала его к месту. Он не мог уехать, не повидав Елю. Солодовы и Юрасовы вышли вместе. Еля шла об руку с отцом и, оглядываясь, говорила что-то сияющему, как медный пятак Павлу. Когда поравнялись с Андреем, Платон Иванович Солодов неожиданно отстранил руку Ели и сказал, посмеиваясь. «Вот он где скрылся, бабушкин внук. Но расскажи, дорогой, как это ты пуговицы с кофты срезал?» Глаза Платона Ивановича были добрые, участливые, а голос звучал дружелюбно, без насмешки. Он положил на плечо Андрея большую руку, заговорил ласково. «Не журись, казак. Смех не грех. Ну, посмеялись ребята немного. И оркестр тебя малость подвел. Это не беда. Верно ведь, а?» Что мог сказать сметенный, онемевший Андрей? К нему обратился Платон Иванович Солодов, отец Ели, а сама она стояла совсем близко, рядом, смотрела на Андрея, и в ее светлых лучистых глазах играли искорки смеха. «Верно, Платон Иванович, смех не грех», – пробормотал Андрей. «Смотри, Ели», – удивился Солодов. «Он даже мое имя знает». Андрей совсем растерялся. «Это он у Павлика узнал», – слегка смутилась Ели. «Ничего я ему не говорил», – буркнул рядом стоявший Павел. «Крепко мне это надо». Платон Иванович глянул на него. «Ладно, ладно, ты вот лучше скажи. Пригласил ты своего товарища сегодня. Ведь расстаетесь вы надолго, а может, будете навсегда. Надо же вам попрощаться». «Приходи к нам, Андрей, перед вечером», – сказал Павел. «Мы хотим дома отпраздновать окончание школы». «Хорошо», – не сводя глаз Ели, ответил Андрей. «Я приду». Дома он рассказал Тае о своих злоключениях в народном доме, чем очень огорчил ее. Она схватила ножницы и хотела немедленно отпороть злосчастные пуговицы. Но Андрей остановил раздосадованную девочку. «Подожди, Тая. Меня пригласил в гости Павел Юрасов. И если я туда приду с другими пуговицами, смеху не оберешься. Пусть лучше остаются эти». Тая сердито швырнула ножницы. «Как хочешь». Перед закатом солнца Андрей отправился к Юрасовым. Они жили на краю села, в доме богатого вдового мужика. За домом, огороженным высоким чистоколом, зеленел фруктовый сад. Андрей услышал голоса Виктора и Гошки и, недолго думая, перескочил через забор. «Эха!» – приветствовал его Гошка. «Вы посмотрите, какой циркач!» На ковре, расстеленном перед старой раскидистой грушей, сидели девочки и ребята. Люба Бутырина, низко наклонившись и грудью придерживая гитару, лениво перебирала струны. Клава подпевала ей. Гошка, задрав ноги, валялся на траве. Чуть поодаль, охватив руками колени, сидела еля. Возле нее стояли Виктор и Павел. Над ковром, подвязанной за толстый ствол груши, раскачивались веревочные качели с примятой вышитой подушкой. «Пока мать приготовит стол, посидим немного тут», – сказал Павел, обращаясь к Андрею. «Андрюшенька», – произнося салавана распев, спросила Клава. «Ты будешь приезжать к нам в Калинкино? Еле дала мне слово, что приедет». «Постараюсь приехать», – грустно ответил Андрей. Опустив голову, он следил, как с басовитым жужжанием, то взлетая вверх, то опускаясь вниз, носился над цветочной клумбой полосатый шмель. Цветы были недавно политы, с их лепестков мелкими каплями стекала вода. И шмель перелетал от цветка к цветку, будто купался в прохладной и сладкой влаге. «Павлик, покатай меня на качелях», – задумчиво сказала Еле. Андрей стоял рядом с качелями. Крепко сжав рукой жесткую пахнущую смолой веревку, он сказал так, точно собирался драться со всеми. «Я покатаю». Еле поднялась, быстро из-под лобья взглянула на Павла с Виктором, на девочек и пошла к качелям. Одной рукой она взялась за веревку, второй ловкая и неумела оправила сзади короткое платье, села на подушку и вытянула ноги. На один миг ее взгляд встретился со взглядом Андрея, и Андрей почувствовал, что она понимает его состояние и не только понимает, но как бы говорит ему глазами, улыбкой, всем выражением своего милого красивого лица. «Что ж, я знаю, что ты меня любишь, и все это знают, и это не может быть мне неприятно». Робко и осторожно Андрей качнул веревку. Ноги еле, обутые в мягкие спортивные туфли, отделились от земли. Андрей потянул качели сильнее, еще сильнее, и ничего уже не видел на свете, кроме чуть склоненной на бок темноволосой головы, вытянутых стройных ног, легкого платья, относимого ветром, теплой руки, которая доверчиво приблизилась к его руке. Да, он видел сейчас только ее, только одну елю, и ему мучительно хотелось сказать ей, что она лучше всех, что он любит ее, что только для нее сияют розовые вечерние облака, пахнут цветы, сладостно жужжит шмель. Но он не сказал этого, а проговорил застенчиво. «Если ты не врешь, если ты в самом деле приедешь когда-нибудь в Калинкино, прошу тебя, пусть Клава придет ко мне в Огнищенку и скажет, что ты у нее». «Для чего?» — с наивной жестокостью спросила еле. «Не для чего», — грубо сказал Андрей и остановил качели. Еля вздохнула, поправила, подняв руки растрепавшиеся волосы. «Спасибо», — и добавила, поднимаясь качели и отворачиваясь. «Хорошо. Если я приеду, тебе скажут». Андрей посмотрел ей вслед и пошел в глубину сада. Павел закричал ему, чтобы он далеко не уходил. Гошка увязался за ним, но Андрей перемахнул через забор и побежал домой. Там его дожидался приехавший из Огнищенки Роман. Андрей обнял брата, Таю, походил возле коней, огладил их потные шеи. «Значит, до дому?» — боском спросил Роман. «Да, до дому». Еще до восхода солнца они вынесли и уложили на телегу сундуки, чемоданы, мелкие свертки, заперли опустевший флигель, отнесли ключ сторожу и втроем выехали из пустополия. В поле по низинам белел, едва заметно клубился утренний туман. Он поднимался вверх, редел, распадался на мелкие клочья и розовея таял в чистом сияющем пространстве. Близ дороги на высокой копне сена сидел ржаво-бурый беркут. Не спуская зоркого взгляда с телеги, беркут оправил клювом пестрые перья на груди, переступил с лапы на лапу, могуче взмахнул крыльями и потянул над желтоватой гладью недавно скошенных лугов. Впереди синей полосой протянулся большой казенный лес. Андрей оглянулся. Пустополия уже не было видно. Оно скрылось за холмом. Второе. На опушке леса в тени сдвинутых телег, на которые чья-то заботливая рука натянула длинное рядно, сидели и лежали огнищинские мужики. Жатва была закончена, огнищане подгребали раскиданную по полям розвесь, выкладывали копны, а кое-кто уже начал возовиться. Полдневная жара загнала наморенных людей капушки, и они, тяжело дыша, обтирая выжатыми рубахами мокрое тело, сбились под телегами. В центре внимания огнищан оказался новый батрак Антона Терпужного – невысокий маложавый мужик Назар Пешнев, которого Терпужный взял вместо работавшей падённой тётки Лукерьи. Лицо у Назара было чистое, приятное, с небольшими слегка подкрученными усиками над ярким ртом и карими улыбчивыми глазами. Три года назад Пешнев был кузнецом коммуни «Маяк революции». Потом вместе с другими бросил коммуну, несколько месяцев прожил в Ржанске, а перед жатвой нанялся к Антону Агаповичу. При первом же выходе в поле он вызвал симпатии огнищан своей недюжиной силой, рвением к работе и немногословием. Сейчас, помахивая выжатой рубахой, Назар степенно отвечал на вопросы. Жил я под Острогорском, рассказывал он. Там же вся моя родня. На хуторе жили, хозяиновали на земле. Не то, чтоб дюжи бедовали, а хлеба до нового не хватало. В гражданскую взяли меня красные. Побывал я под перекопом, с махновцами бился. А когда приехал до дому, то и деревни не нашёл. Какая-то банда налетела, людей всех перестреляла, а деревню спалила дотла. Посидел я на пожарище, выпил штоп самогона, надел на плечи вещевой мешок и подался из своих мест. Нужно мне было там оставаться. — Отчего ж ты из коммуны сбежал? — спросил сидевший сбоку Илья Длугач. — Кишка у тебя, красного воина, оказалась тонка. — Зачем тонка? — невозмутимо промолвил Пешнев. — Не хотел я в коммуне без последних штанов остаться, потому и сбежал. Глядел я на непорядки, мучился, мучился, а потом подумал. Дорогие товарищи коммунары, не зато я кровь свою проливал, чтобы любоваться такой картиной. Плюнул на все и ушел. — Правильно, — отозвался из-под телеги Тимоха Шелюгин. — Это не коммуна, мучительство. Согнали нищих, дали им полтора коня и еще издеваются. Обрабатывайте, дескать, три тысячи десятин земли. — Никто людей силком в коммуну не гнал, — сказал Длугач. Люди добровольно собрались, думали жизнь свою по-новому повернуть. — Вот и повернули, — засмеялись вокруг. До горы ногами. Прямо в провале. Да еще баб собой прихватили. Уважение советской власти сделали. Длугач надел рубашку, презрительно скривил губы. Дурачьевы все, пеньки и безголовые. Тут плакать надо горькими слезами, а вы хахоньки справляете, зубы скалите. Люди желали сделать как лучше, общим трудом трудиться и всем равно красоваться, как колосья в поле. Ну, не сдюжали они, скажем, но силы оказалось у них маловато. Все одно правда на их стороне. И народ по этой дорожке пойдет не сегодня, так завтра. Попомните мое слово. — Хаем черт этим твоим колоскам и этой дорожке! — сумрачно усмехнулся Назар Пешнев. — Я лучше горбом своим заработаю хлебушек, землянку вырую, зато буду знать, что это все мое, и ни к чему мне голосовать, борщ сегодня варить или же коньер с пшеном. Длугач зло скосил брови. — А ты, божий телок, надежду имеешь у Антона Терпужного заработать хлебца? — Как же? Подставляй карман. Он тебе насыплет хлебца. — А чего ж, Антон, обманщик или, то есть, мошенник? Вступился за старшего брата Павел Терпужный. — Он такой же человек, как и все. Сердито сплюнув, Длугач махнул рукой и пошел к своим коням. За ним стали подниматься другие. Павел продержал за руку Назара, собираясь поговорить с ним о Длугаче. Но в это время на дороге показались три всадника. — Кто это? — спросил Назар. Павел зажмурился от солнца, приставил ладонь к глазам. — Сдается, фершеловы сыны, они тут поле загребают, должно пасли коней в лесу. Это были Андрей, Роман и Федор Ставровы. Они проехали мимо телек шагом, молча поздоровались и, усмехаясь и переглядываясь, повернули по узкому промежку вправо. — Рыжий то из батрака накачивает, — повел головой Федор. — Не может без обмана ни одной минуты. — Жмоты проклятые! — выругался Роман. — За каждый фунт зерна готовы глотку перегрызть, как собаки на людей кидаются. Андрей с любопытством присматривался к братьям. Пока он жил в пустополе, Роман и Федор выросли, слегка огрубели, в голосах у них прорывались незнакомые Андрею хриповатые басовые нотки. И хотя в голосе Андрея такая петушинная хрипотца появилась давно, у себя он этого не замечал, а у братьев заметил сразу. Три брата мало походили друг на друга. Бабка Сусачиха, соседка Ставровых, шутливо говорила Настасе Мартыновне, «Сынки твои удались не в мать, не в отца, а в прохожего молодца». И сейчас, если бы кто со стороны посмотрел на трех молодых Ставровых, вряд ли признал бы в них братьев не только по лицам, но и по повадкам. Старший Андрей, белобрысый, голубоглазый, курносый, был высок, тонок в талии, а движения у него были резкие, размашистые. Он сидел на тонконогой караковой кобыле небрежно, перекинув на одну сторону ноги, и, разговаривая, лихо сплевывал сквозь зубы или поминутно оглаживал жидкую гриву кобылицы. Средний брат Роман, ему исполнилось 16 лет, был едва ли не выше Андрея. Похоже на грузина, смуглый, горбоносый, Роман явно недолюбливал лошадей. Это было видно по его посадке, прямой и излишне осторожной. Он не выпускал из рук поводьев и ни на минуту не разжимал коленей. Говорил Роман, быстро захлебываясь, будто боялся, что его недослушают, или он не успеет сказать всего, что хочет. Несмотря на горячность, Роман был добрее братьев и готов за них обоих на стенку полезть. 13-летнего Федю за его маленький рост в Ставровской семье до сих пор называли жуком и катышком. Кореглазый, плотный, очень спокойный и рассудительный. Он ни с кем не ссорился, не ругался, послушно выполнял все, что от него требовали. Самым смешным было то, что катышек всем коням предпочел здоровенную, как слон, серую кобылу. Собираясь сесть на нее верхом, Федор свистел. Серая покорно опускала большую голову, он ложился ей на голову животом, и кобыла одним рывком забрасывала его себе на спину. «Ну и лихой же ты, издок!» Засмеялся Андрей, шлюпнув Федора ладонью по спине и любуясь им. «Сам с наперсток, а серая твоя выше головы. Зато она за троих потянет», — спокойно ответил Федор. «И в поле с ней никаких хлопот, борозду ведет ровной струной». Тимоха шлюгин осенью пристал к отцу, чтоб продал ему серую. «Так Федька ревмя ревел, ни в какую, говорит, не отдам», — сказал Роман. Посматривая на братьев, Андрей не переставал радоваться своему возвращению в Огнищенку. Все здесь было дорого ему, и младшие братья Рома и Федор, и угрюменькая рыжеволосая сестра Каля, и отец с матерью, и Кони, и Поли, и даже короткое пронзительное посвистывание сусликов, которые сновали вдоль заросшей пыреем и пахучей березкой дороги. «Приехали», — сказал Федор, сползая с лошади. «Как будем загребать?» — спросил Роман, глядя на Андрея. «Так же, как загребали. Я буду подбирать розвесь волки, а Федя успеет подтягивать волки к копнам». Андрей запряг двух лошадей в конные грабли. Уселся на чугунное сидение, едва заметно шевельнул вожжами, кобылицы с места взяли рысью. Но Андрей перевел их на шаг и, положив босую ногу на педаль рычага, поехал по полю. Слева и справа замелькали спицы высоких колес, зазвенели упругие стальные зубья. Нажимая на педаль, Андрей время от времени освобождал грабли от стянутой розвязи и двигался дальше. Федор на своей серой, запряженной в меньшие одноконные грабли, стягивал волки к середине поля, а Роман выкладывал копны. «Не спеши, Андрюша, куда ты гонишь?» – закричал Роман, когда Андрей приблизился к нему. «За тобой не поспеешь. Вы с Федькой загребаете, а я должен отставать?» «Ладно, мы тебе поможем», – отозвался, взмахнув кнутом Андрей. Солнце незаметно склонялось к земле, и все кругом стало приобретать желтоватый оттенок, но жара не спадала. Темные крупы кобылиц заблестели от пота. За граблями бурым шлейфом тянулся хвост пыли, в котором, разлетаясь, кружились мелкие соломинки. Вытирая рукавом рубашки лицо, Андрей с наслаждением подставлял грудь редким порывом ветра и думал. «Хорошо в поле. Простор, тишина». Он вспомнил наподственную речь Флегонтова, повторил про себя. «Человек живет для счастья всех людей». Так он сказал. «А что каждому из нас делать? Мне, Роману и Феде, Виктору Завьялову, Гошке, Склава, Еле?» Этого он не сказал. Особенно приятно было Андрею вспоминать и думать о Еле. Но, вспоминая и думая о ней, он не мог отделаться от грустной мысли, что они с Елей никогда больше не увидятся, и что ему нужно забыть ее. «Да, конечно», – убеждал он себя. «Мне нужно забыть ее. Через год она окончит школу, уедет в город. Зачем я ей нужен?» Ему захотелось рассказать о Еле, Роману и Федору, но он решил, что они не поймут его и ничего не сказал. По соседству со Ставровыми копнили свою полосу ржи муж и жена Тютины. Хилый капитон, одетый в подвернутые до коленей подштанники, лениво ковырял вилами редкую розвесь, а Тоська, подоткнув юбку, бродила по полю, таская за собой деревянные грабли. «Эй-эй, соседи!» – закричал капитон. «Может, у вас найдется закурить? Дайте трошки, передохнем, покурим!» Братья Ставровые остановили лошадей, разнуздали их и пошли к Тютинам. Поле Ставровых отличалось от Тютинского, как небо от земли. Насколько первое было ровным, чистым, с густой стерней, настолько второе заросло колючим осотом, темнело кочками, и стерня была реденькая, немощная, забитая густыми бурьянами. «Немного вы, должно быть, взяли ржи с этой десятины!» – не удержался Андрей. «Подов двадцать, не больше!» – на глаз прикинул хозяйственный Федор. Тютин безмятежно улыбнулся, размял пальцами папиросу. «На мой век, ребятки, хватит!» – он лег под копной, выпустил изо рта дым. «Весной эту десятину надо было заборонить, кочку на ней разбить, а потом прополоть разок-другой. Тогда обжито было!» – мечтательно проговорил капитон. «А чего ж вы не сделали этого?» – спросил Роман. «Такой лодыряка сделает!» – вязалась Тоська. «Ему бы только на боку лежать!» Не стесняясь присутствия молодых людей, которые, посмеиваясь, глазели на ее толстые, открытые выше коленей ноги, Тоська уперла грабельный держак в спину, почесала одной ногой другую, усмехнулась, оглядывая братьев. «Здоровые кавалеры повырастали! Видать, ни одна уж девка по вас сохнет!» Было в Тоськином лице что-то порочное, то ли упорный, ищущий взгляд неподвижных светлых глаз, то ли откровенно зазывающая ухмылка, которая нисходила с Тоськиных губ. Что-то влекло капитоновой жене огнещанских мужиков и парней. «Ты-то вроде недавно приехал?» – спросила Тоська Андрея. «Гляди, какой вымахал! Выше меня ростом!» «Не стрекочи, Антонина!» Досадливо, как от назойливой мухи, отмахнулся Тютин. «Прямо-таки слова не дашь сказать!» И, повернувшись к братьям Ставровым, сказал назидательно. «Человек должен опасаться лишней работы, она здоровью вред приносит. Вы вот свое поле в два следа загребаете, чтобы на стерне ни один колосок не остался. А для чего?» «Не для чего!» «Это происходит от жадности. Колоски вы подбираете, а жилы себе рвете. Век свой укорачиваете. Мне же это ни к чему. На черта оно мне сдалось. Кусок хлеба есть и добро. Я, ребятки, один раз рожденный на свет. И ежели я надорвусь и подохну, меня другой раз никто не родит». «Жалко, что тебя и первый раз родили», – с презрением бросила Тоська. «Видно, они знали, какая цацца получится». Роман решил прервать излияние супругов тютиных, посмотрел на солнце и сказал, «Пошли загребать, а то батька подойдет, и не знаю, как насчет второго рождения, а второе крещение он нам обеспечит». Братья закончили загребать и копнить засветло. Домой ехали на граблях, пели песни. Пели Андрей и Федор, а Роман, который никогда не попадал в лад, мурлыкал себе под нос. Андрей очень устал. Живя в пустополе и бывая в огнищенке только наездами, он отвык от работы и сейчас почувствовал боль в пояснице, но старался не показать этого. Держался прямо и даже вызвался ехать поить коней и наносить им на ночь сено. В воскресный день Андрей в сопровождении Романа и Кольки Турчака ходил по огнищенке, смотрел, какие изменения произошли в деревне. За прудом он увидел новую избу Демида Плохотина. Изба еще не была накрыта, на ней белели ребра стропил, а в оконницы не были вставлены рамы. Но Демид и Ганя уже переселились в нее и по вечерам, придя с поля, хлопотали во дворе, подтаскивали доски, месили глину, строили сарайчик. «Дядька Лука Грюнов тоже думку имеет строиться», сказал Колька Турчак. «Иван и Лорион осенью будут жениться, а жить им негде, потому дядька Лука и задумал взять участок и поставить на нем две хаты, а шабровые погреб копают всем гуртом, у них старый завалился». «Как живет Лизавета?» спросил Андрей. Колька злонамеренно уточнил. «Ведьмина дочка?» «Да». «Все так же. Малость потише стала, глаз на людей не поднимает, совестится и обленилась. Дома еле ноги волочит, матери почти ничем не помогает, на вечеринки не ходит. Выйдет в воскресенье за хату, посидит на лавочке, а потом ляжет где-нибудь за скирдой и глядит в небо». Восторженно ворочая большой стриженной головой, пришепетывая и облизывая губы, Колька-Турчак вертелся вокруг Андрея, заглядывал ему в лицо, скороговоркой выкладывал все новости. «Пашку терпужную муж выгнал, она с Пантелеем-Смоглюком путалась, с лесником. Теперь до нее Орион Горюнов ходит. Вроде слух есть, в зитья в терпужному хочет пристать. А жинка Демида Кущина, тетка Федосия, тройню весной родила трех девок и все живые. Дядька Демид аж за голову взялся. На беса говорит мне такой выводок». Андрей, Роман и Колька сидели на бугре возле старого Рауховского парка. Отсюда с бугра видна была вся огнищенка. Каждый двор с избой, сараем, базом видно было все, что делается на единственной деревенской улице и на огородах. Вот тетка Лукерия, размахивая хворостиной, гонит от колодца низкорослую муругую коровенку. Вот с кувшинами в руках прошли Поля Шелюгина и толстенькая тетка Фекла, жена Кузьмы Полищука. Проехал на велосипеде Гаврюшка Базлов в черном картузе и розовой рубахе. Что-то рубит у сарая Микола Комлев. Ползая на корточках, копаются в огороде Таня Терпужная и ее брат Косоглазый Тихон. Тот вся жизнь на виду. С каким-то незнакомым, сладостно-щемящим чувством подумал Андрей. Тут все люди не только знают друг друга, но знают, кто чем занят, кто куда пошел и откуда пришел. Они знают, кто кого любит, кто с кем ссорится. Они встречают каждого человека от дня его рождения, как встретили тройню тетки Федосии. Потом живут с человеком, трудятся рядом всю жизнь. И если человек умрет, все деревни провожают его на кладбище. И не только человека знают. Малому и старому известно до мелочей все, что окружает соседей. Кто же, например, не знает, что у Поли Шелюгиной есть голубая скатерть с вышивкой, а у Демида Плохотина малиновые штаны-галифе с лампасами. Что у комлевского гнедого жеребца объявился мокрец на левой задней ноге. Что в хотенке деда Силыча пахнет вялым табачным листом и сухими травами. Что тось Катютина отбила ручку на синем чайнике, а капитон обозвал ее за это безрукой дурындой. Всем это известно. Все это знают. Конечно, Андрей не склонен был думать, что в Огнищенке все люди одинаково хороши, что они живут как одна дружная семья. Печальная история Лизаветы Шабровой, самосуд над Миколой Комлевым, драки при дележе земли, ночные обыски у Шелюгина и Терпужного. Все это убеждало Андрея в противоположном, в том, что и тут, в заброшенной между двумя холмами глухой деревушке, как и везде в мире, идет напряженная борьба. Но так, по крайней мере, казалось Андрею, в Огнищенке жизнь человеческая видна, как на ладони, открыта для всех, добрая и злая. Там же, думал Андрей, в больших городах, где такое скопище людей, хорошего человека не отличишь от плохого, и все они похожи один на другого, как деревья в лесу, и не узнаешь, что у каждого в душе. Большие города запомнились Андрею с голодной зимы, когда на перронах и в поездах толпились беженцы, стыли на морозе трупы, сновали в толпах мешочники-спекулянты. С тех пор затаенный страх и неприязнь к городу не покидали Андрея. Даже село Пустополье сравнительно с Огнищенкой казалось ему чужим. «Что ж ты теперь будешь делать дальше?» спросил Андрея Колька-Турчак. «Поедешь в город дальше учиться или останешься тут?» «Роман поедет учиться», сказал Андрей. «А я пока останусь». Лежавший сбоку Роман подтолкнул брата локтем. «Знаешь, Андрюша, перед отъездом мне хочется одно дело сделать». «Какое?» «Давай сходим с тобой в Костин-Кут, купим пару голубей». Степан Острецов, Пашкин муж, развел голубей, Вертунов. Глаза Романа заблестели, он приподнялся, хлопнул себя по колену. «Ох и голуби, братцы мои, красавцы! Был я у него, смотрел». «Он их из Ржанска привез», сказал Колька. «Там, говорят, еще с монастырской голубятни остались Вертуны. Ржанские голубятники их переловили, а теперь продают. Острецов по червонцу за пару платил». «Пожалуй, давайте сходим, посмотрим», согласился Андрей. «Сегодня воскресенье, перед вечером мы пойдем». «Куда это вы собираетесь идти?» раздался из кустов голос Таи. Продираясь сквозь колючие кусты боярышника, к ним подошли Тая и Каля. Как мало были похожи братья Ставровы, так не походили одна на другую и двоюродные сестры. Насколько живой и подвижной была Тая, худенькая девочка со смуглой кожей, вздернутым носом и пушистыми каштановыми волосами. Настолько Каля, рыжеволосая, светлоглазая отличалась угрюмостью и диковатостью. Она почти ни с кем не разговаривала, а если к ней обращались, отвечала раздраженно и односложно. С таким видом словно все ее обижали. «Куда ж вы собрались идти?» повторила Тая, усаживаясь рядом с Андреем. «На кудакала?» ответил Роман. «Не понимаю», удивилась Тая. Каля сердито сломала тонкую ветку. Он и сам не понимает, что говорит, лишь бы языком болтать. «Андрюша, скажи ты», капризно протянула Тая. Она оперлась подбородком в острые коленки, охватила руками ноги и запричитала «Вредные, никогда не скажут. Жалко вам, что ли? Только о себе и думаете. Бессовестные». Смешливый Роман не унимался. С первого же приезда Тая из пустополя он начал подразнивать ее, высмеивал ее городские платья, шрам на переносице, привычку поводить плечами во время разговора. «Если залезешь на верхушку тополя, тогда скажем, куда мы собрались», категорически заявил Роман. «Какого тополя?» Тая оглянулась. «Вот этого, самого высокого». Тая измерила взглядом расстояние от земли до тонкой верхушки дерева, обидчиво натянула губы. «Ишь, какой хитрый, у него ствол гладкий, попробуй сам залезть». «Я-то залезу». «Нет, не залезешь». «Залезу». «Лезь!» коварно настаивала Тая. «А я полезу после тебя». Роман привстал, потянул за рубашку Кольку Турчака. «Постой внизу, Коля, если я буду падать, подхвати меня». Пока Роман с Колькой крутились возле тополя, Андрей незаметно склонился к Тае и прошептал ей тихо. «Мы пойдем в Костинкут покупать голубей вертунов». Тая кивнула, поняла, дескать, но не подала виду и стала следить за Романом, который дважды срывался, порвал штаны и наконец весь мокрый поцарапанный залез на верхушку тополя, посидел там с минуту и сполз вниз на плечи Кольки. «Ну вот, все», отдуваясь, сказал он Тае, «теперь листы». «Куда?» сказала Тая, подняв брови. «На тополь?» «Зачем?» «Как зачем?» удивился Роман. «Если залезешь на тополь, я тебе скажу, куда мы с Андреем и Сколькой пойдем вечером». «Фу, какая важность!» скривила губы Тая. «Я и так знаю, вы пойдете в Костинкут покупать голубей вертунов». «Хо-хо-хо!» захохотали все. «Молодец, Тайка!» натянула ему нос. Бедный Роман прикрывал дыру на штанине, отфыркиваясь и пятясь в кусты, окинул Андрея уничтожающим взглядом. «Предатель! Предатель!» Девчонки кинулись за ним. Через час легкая стычка под тополем была забыта. Тая и Роман помирились. После обеда можно было идти в Костин Кот. Но ни у кого из ребят не нашлось десяти рублей. Андрей сберег еще в пустополе четыре рубля. У Таи в какой-то коробочке нашелся рубль. Денег на покупку голубей явно не хватало. А просить у отца Андрей не хотел. Знал, что скупой Дмитрий Данилович прежде чем дать деньги заведет разговор часа на полтора. Чтобы выйти из положения решили послать к отцу его любимца Федора. Сходи, жучок, попросил Федора Роман. Тебе отец не откажет. Зато мы принесем такие голубей, что слюнки потекут. Федя почесал затылок, подумал и на всякий случай осведомился. А чьи будут голуби? Ваши или наши общие? Ясное дело общие, успокоил его Роман. Постояв еще немного и попросив Андрея подтвердить, что голуби будут принадлежать всем троим, Федя посопел и отправился к отцу. Какой он вел разговор с Дмитрием Даниловичем осталось неизвестным, однако десять рублей принес и вручил Андрею. Берите, но если обманете, никогда больше не пойду. Обрадованные Андреи Роман чуть ли не бегом кинулись костин кут. Колька Турчак едва догнал их возле сельсовета и стал убеждать, чтобы они сразу не давали десять рублей, а поторговались как следует. И голубей не очень нахваливайте, а то он тройную цену назначит. Острецов встретил ребят в садике. В белой ночной сорочке, в измятых галифеи, в легких тапочках, надетых на босу ногу, он лежал на редне и читал. Сбоку между двумя кирпичами горел костерик. На кирпичах стоял чугунный утюжок. В трех шагах от Острецова на низком пеньке сидел чернявый парень с охотничьей одностволкой. «Это лесник скользенного», шепнул Колька. «Его фамилия Смоглюк». «С чем пожаловали, друзья?» «Не очень приветливо», спросил Острецов. «Голуби у вас хорошие», начал Андрей, вслушиваясь в разноголосое воркование за деревьями. «Нам давно говорили про ваших голубей». «Приличные голуби», подтвердил Острецов. «Что ж дальше?» «Мы хотели купить пару или две на развод». Искоса глянув на горячий утюг, Острецов сказал недовольным тоном. «Мне сегодня некогда. Видите, у меня товарищ сидит». «Мы можем подождать», вмешался Роман. «Вы себе разговаривайте с вашим товарищем, а мы посидим за плетнем». «Долго придется ждать», уже начиная злиться, сказал Острецов. «Придете завтра, и я вам покажу свою стаю, а сейчас не могу». Андрей решил не сдаваться. Он подошел ближе, присел на корточки и заговорил, посматривая то на Острецова, то на Смоглюка. «Видите, Степан голубей брату, вот ему, он завтра уезжает в город, будет там учиться. Очень просим вас показать голубей, солнце на закате, они сейчас усядутся, а мы вас долго не задержим». «Ладно», скрывая раздражение, сказал Острецов. «Пойдемте». «А ты», он повернулся к Смогляку, «Присмотри за утюгом, я скоро вернусь». Десятка три голубей самых разномастных сидели на соломенной крыше низкого сарая, на распахнутых двустворчатых дверях, расхаживали волоча крылья по земле. Протяжно и тонко гудели голубки, а вокруг них, важно выпить и в грудь, поворачиваясь то влево, то вправо, ворковали голуби. У ребят глаза разбежались. Роман сразу облюбовал крошечного белоголового голубка, будто одетого в оранжевую кофточку. Андрею понравился темно-вишневый голубь с белой вставкой на клюве. Мне бы вот этого, Роман умоляюще посмотрел на Острецова, а мне этого. Хм, хмыкнул Острецов. У вас губа не дура, оба голубя входят в лучшую мою пятерку, и голубки у них красавицы. Поодиночке и парами голуби стали залетать в сарай, Острецов ласково приговаривал им, гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Они вертелись возле него, и он негромко хлопая ладонями гнал их гнездом. «Продайте нам все эти две пары», сказал Андрей. Острецов прищурился, глянул себе под ноги и отрезал. «Тридцать рублей!» «Что вы?» хором закричали ребята. «Ого!» Поняв, видимо, что назойливые покупатели от него не отстанут, Острецов спросил нетерпеливо. «Сколько же вы дадите?» «Пятнадцать рублей», сказал Андрей. «Больше у нас нет ни копейки». К удивлению ребята, Острецов, не раздумывая, согласился. «Давайте». Через четверть часа, придерживая за пазухой драгоценную покупку, Андрей и Роман мчались в огнищенку. За ними несся колька-турчак. Вернувшись в садик, Острецов снял с кирпичей утюг, достал из-под ряда чистый кусок бумаги и стал гладить его утюгом. По-детски приоткрыв рот, Смоглюк не сводил с него глаз. Скоро на под утюгом на белом листе стали проступать коричневые буквы. «Теперь можно читать», сказал Острецов. И он прочитал про себя. «К первому сентября я обязан быть в Петрограде, в известном вам доме. Меня хочет видеть друг покойного Б. В. С. Очевидно, вы слышали о нем. Этого человека зовут Джордж Сидней Рейли, и он приедет по чрезвычайно важным делам. К Погарский». Острецов еще раз прочитал письмо, легонько свернул его жгутом и сжег. Когда от письма осталась горска черного пепла, он дунул на нее и вытер ладонь пучком травы. Третье. После провала Савенкова капитан Джордж Сидней Рейли уехал в Америку и пробыл там целый год. Точно же по приезде он снял в Нью-Йорке на Нижнем Бродвее приличное помещение и открыл универсальную контору для услуг. Контора эта сделалась полулегальным штабом белогвардейцев и мигрантов, во главе которых стоял Борис Бразуль, тот самый, который познакомил Ясаула Крайнова с графом Анастасом Вансяцким. «Конец Савенкова не означает конец борьбы», сказал Рейли своей супруге. «Я не намерен складывать оружие. Деловые люди Америки помогут денежными средствами, а исполнители моих планов найдутся на всех материках. Большевики еще почувствуют силу моей руки». В конторе на Бродвее днем и ночью кипела работа. Кроме Бразуля самыми деятельными помощниками Рейли были многие эмигранты. Генерал Череп Спиридович, который перевел на английский язык и опубликовал в Америке пресловутые «Протоколы сионских мудрецов», провокационную антиеврейскую книжку, граф Анастас Вансиадский, который бесконтрольно расходует деньги миссис Стивенс, не только разъезжал по Европе и сколачивал белогвардейские группы, но добрался и до Китая, где имел встречу с атаманом Семеновым. Офицеры белогвардейцы Селезнев, Столбин, Ладицкий, группу петлюровцев и сторонников Гетмана Скоропадского, а также много американцев из Кукулус-клана. Бывал в этой конторе и Исаул Гурий Крайнов. По возвращении севера он как связной несколько раз ездил во Францию, на Балканы, а последнее время по приглашению миссис Стивенс отдыхал в ее поместье в Томпсоне. Капитан Сидней Рейли не брезговал в своей деятельности никем и ничем. Его контора рассылала антикоммунистические письма американским финансистам, генералам, священникам, сенаторам. Отсюда из конторы на Бродвее во все стороны света отправлялись элегантно одетые люди с тайными инструкциями, приказами, паролями. Тут инспирировались и писались многие антисоветские статьи, устраивались совещания, встречи. Тут под руководством Рейли разрабатывался план крестового похода против Красной Армии. Тут сам Сидней Рейли, пользуясь данными частной полиции, составил картотеку, которая была озаглавлена. Полный список тех, кто втайне работал в Америке на большевиков. Пепита, хотя и разделяла убеждения мужа, не раз упрекала его в том, что он не оказывает ей должного внимания. Однако, упрюки скучающей супруги мало действовали на капитана Рейли. Он дни и ночи проводил в своей конторе и все больше нервничал. Раздражение Рейли объяснялось тем, что он уже более полугода не встречал людей из России, которые могли бы снабдить его точной информацией. Скотина Эвардс, ругался Рейли. За такой большой отрезок времени не смог наладить прямую связь с Россией. Капитан Эвардс, давний друг капитана Рейли по интеллигент сервис, опытный и пронырливый разведчик, жил в Эстонии, в Ревеле, и ведал русским сектором. Рейли условился с ним, что как только появятся свежие люди из Калифорнии, так условно два капитана именовали Советский Союз, Эвардс немедленно свяжет их с ним, и если эти люди окажутся интересными, отправит их в Париж, куда тотчас же выйдет сам. Но шли недели, месяцы, а от Эвардса не было никаких вестей. «Что ж, займемся пока Балканами», решил Рейли. Он пригласил к себе в контору Бориса Бразуля и сказал ему, «Мне нужны три-четыре толковых русских офицера, которые имеют знакомство и связи с офицерами армейских частей Врангеля, Сербии и Болгарии». Бразуль назвал Есаула Крайнова. «Неужели только он один?» спросил Рейли. «Есть еще один офицер», подумав, ответил Бразуль, «одностаничник Крайнова, Харунджи и Гундаровского полка. Он знает многих офицеров казаков Болгарии, но дело в том, что этот Харунджи, его зовут Максим Селищев, насколько мне известно, сейчас сидит в тюрьме». Рейли повертел в руках бронзовую пепельницу. «Вы сможете выпустить этого Харунджи?» «Думаю, что смогу. Это не так трудно». «Найдите его», сказал Рейли, «но не навязывайте ему никаких заданий, пусть отдохнет месяц-другой в Штатах, а потом направьте его вместе с Крайновым в Париж. Я сам поговорю с обоими, сведу их в Париже, с кем следует и пошлю на Балканы». Бразуль глаз не спускал с Рейли и думал завистливо. Дьявол, сколько благ на его долю отпустила судьба. Умница, джентльмен до мозга костей, обладает изумительной женщиной, а уж разведчик такой, что с ним никто не сравнится. Заискивая перед капитаном, Бразуль хотел было завести с ним длинный разговор о России, но в кабинет без стука вошел маленький столбин, бывший камер-паж, исполнявший обязанности секретаря Рейли, и протянул письмо. «Только что доставлено из Эстонии». Почтительно изогнулся столбин. «Из Эстонии?» Глаза капитана Рейли заблестели. «Да, сэр». Рейли отпустил столбина и раскланялся с Бразулем. «Извините, пожалуйста, нет ложное дело, и я должен остаться один». Он затворил дверь, осторожно вскрыл конверт и внимательно прочитал письмо. В письме было написано «Дорогой Сидней, вам в Париж должны явиться от моего имени два лица, муж и жена. Они скажут, что привезли известие из Калифорнии и вручат вам записку с астрофой из Амара Хайяма, которую вы, конечно, помните. Если их дело заинтересует вас, попросите их остаться. Если оно вам неинтересно, скажите «Благодарю вас, будьте здоровы». Теперь об их деле. Они являются представителями предприятия, которое, по всей вероятности, окажет большое влияние на европейский и американский рынки. Они полагают, что это предприятие достигнет полного рассвета не ранее, как через два года, но некоторые благоприятные обстоятельства могут дать им уход и в ближайшем будущем. Они не хотели бы в ближайшее время афишировать себя. Отсюда вам понятна необходимость строгой тайны. И я рекомендую вам проект действий этого предприятия, полагая, что он может заменить тот план, над которым мы столько трудились, и который так катастрофически провалился, преданный вам э. Пепита была страшно удивлена, когда по возвращении из конторы Сидней Рейли сказал ей, улыбаясь краем губ, «Я решил мило исполнить ваше желание. Через четыре дня мы с вами поедем в Париж и проведем там несколько месяцев». Случилось так, что супруги Рейли отплывали из Америки на проходе, на том самом, с которым прибыли сюда год назад. На пристани их провожала большая группа людей. Как положено, в таких случаях было много цветов, шампанского, пожеланий счастливого пути. Генерал Череп Спиридович, похожий на лесной гриб, щуплый старичок, так расчувствовался, что даже прослезился и промямлил по воде носом. «На вас, дорогой мистер Рейли, мы только и надеемся. Вы наш земляк, вас течет частица русской крови, вы не можете забыть горе поруганной родины, не так ли? Не вернуться ли нам в ресторан и не выпить ли по этому поводу шампанского?» «Успокойтесь, генерал». Рейли щелкнул кнопками светлых перчаток. «Мы с вами допьем шампанское в России и в очень скором времени, уверяю вас». «Дай Бог, дай Бог, голубчик», прорыдал старик, «уже сил нету ждать, но ее эту самую Америку Господь с ней мне бы домой к родным, так сказать, могилкам последний привет им передать». Громадный Нью-Амстердам, лениво покачиваясь на волнах, пересекал океан. Сиднеи, Рейли и Пепита перед вечером выходили на палубу, усаживались в шезлонги и, улыбаясь между делом в полголоса, потрунивали над пассажирами, говорили о Франции, о вероятном выступлении Пепиты в Парижской оперетте, о разных милых пустяках. От Пепиты не ускользнуло, что во время самых безмятежных разговоров на энергичном лице ее мужа вдруг появлялась тень и глаза его принимали напряженное и злое выражение. «Ох, боюсь я, мой верный рыцарь, что вы в Париже станете оставлять меня одну точно так же, как оставляли в этом сумасшедшем Нью-Йорке», покачала головой Пепита. Предчувствия не обманули ее, только два дня пользовалась она обществом мужа. Они поселились в предместе Парижа на комфортабельной даче, которую снимали уже много раз, и никуда не выходя сидели в садике, мило болтали, писали письма. На третий день в одиннадцатом часу горничная доложила Пепите, что незнакомые господины дама спрашивают мсье. Рейли приказал проводить посетителей в его кабинет. В дом вошел маленький сутыловатый человек в очках, чисто до синевы выбритый, надушенный, безукоризненно одетый. Он вел под руку высокую пожилую женщину с пышным бюстом и морщинистой шеей. Огненно-рыжие волосы женщины были уложены на голове в виде свернутой спиралью башни. Наша фамилия Никогосовы, по-русски сказал человечек Сидне Рейли. Мы виделись мистером Эвардсом и он порекомендовал нам встретиться с вами. Кроме того, мистер Эвардс просил передать вам письмо. Это было все, что произнес человечек в очках. Он вынул из бокового кармана узкий конверт, протянул его Рейли, уселся в кресле и замолк. Весь дальнейший разговор вела мадам Никогосова, которая по-мужски шагала по комнате, курила крепкие папиросы и говорила низким сдавленным голосом. Мы с мужем восемь лет, то есть с первых дней революции состоим в антисоветской организации. Сейчас муж и я занимаем в советских учреждениях ответственные должности и связаны со многими товарищами, которых с кем, например, не совсем вежливо перебил Рейли. Мадам Никогосова ткнула окурок в пепельницу и, роняя табак на дорогое серое платье, размяла в пальцах новую папиросу. Наши связи охватывают довольно обширный круг старой интеллигенции, служащих различных наркоматов и других учреждений. А сейчас вы и ваш супруг выполняете за границей какие-нибудь официальные поручения советского правительства. спросил Рейли. Муж командирован за границу по торговым делам, объяснила мадам Никогосова, а мне разрешили выехать с ним, так как у него детренированное сердце и он не может ездить один. Крупной рукой она взбила волосы и многозначительно посмотрела на Рейли. Помимо официальных поручений, выполняемых мужем, у нас, дорогой сэр, есть особая задача выяснить отношения Европы к возможному изменению режима в Советском Союзе. «Какое изменение вы имеете в виду?» спросил Рейли. Рыжеволосая женщина зажгла спичку, некоторое время придержала ее коричневыми от табака пальцами. «Видите ли», сказала она, «по нашим данным в России существует довольно много различных антисоветских групп, но они разрознены и, конечно, имеют разную ориентацию. Однако лидеров этой группы, а мы связаны с некоторыми из них, объединяет общая цель свержения советского правительства и реставрация капиталистического строя. Если еще учесть, что в коммунистической партии нарушено единство и что Троцкий активизирует действия своих сторонников, можно прийти к выводу, пришло время для нанесения удара по советскому режиму». Мадам Никогосова остро глянула на Рейли. Кроме того, назрела крайняя необходимость в том, чтобы в Россию хотя бы на короткое время прибыл человек, облеченный соответствующими полномочиями от зарубежных антисоветских сил. Он мог бы быстро консолидировать наши разрозненные группы и собрать для удара мощный кулак. Сидней Рейли побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. То, что говорила неприятная особа в сером платье, имела несомненный интерес. Но можно ли верить ее словам? Не преувеличивает ли она силы антисоветских слоев в России? Насколько реально все это? Проверить положение дела можно было только там, в России, в той самой Калифорнии, за которой капитан пристально следил, но в последние годы мог пользоваться только случайно добытой информацией о советской стране. Да, подумал Рейли, надо, не откладывая дело в долгий ящик, съездить туда самому и решить все на месте. Надо восстановить деятельность притихшей после ареста Савенкова зеленой армии. Надо попытаться наладить прочную связь с лидерами троцкийской оппозиции. Спаять разношерстную мелизгу, монархистов, меньшевиков, всех, кто ненавидит красных. Хорошо, сказал Рейли, вы оба поедете со мной в Финляндию и оттуда организуете мне встречу с кем-либо из ваших руководителей. Встреча может состояться на территории Советского Союза, в Ленинграде или в Москве, куда я поеду, чтобы изучить обстановку. Капитан Рейли поднялся, давая понять, что разговор закончен. «Мы выйдем через два дня», сказал он. «Прошу вас приготовиться». На протяжении этих двух дней Рейли ни на секунду не прекращал свою бешеную деятельность, встречался с секретными агентами «Интеллигенс сервис», оформил для себя фальшивые советские документы, запасся значительной суммой советских денег, телеграфировал в Хельсинки о своем приезде. Не желая волновать жену, он предупредил ее о том, что едет на две недели в Финляндию, но о предстоящей нелегальной поездке в Советский Союз умолчал. «Прошу вас не скучать», сказал он Пепити, «Я долго задерживаться не буду». Как было условлено, через два дня Сидней Рейли выехал из Парижа в сопровождении супругов Никогосовых. В Хельсинки Рейли встретился с одним из офицеров финского штаба и попросил его обеспечить в ближайшее время переход через границу небольшой группы людей. Флегматичный офицер давней знакомой Рейли пообещал сделать все, что от него зависит, и даже предложил двух проводников, которые, по его словам, уже не раз бывали в Советском Союзе и отлично знают все безопасные приграничные проходы. Мадам Микогосова, в свою очередь, отправила в Москву телеграмму с условным текстом. Ей быстро ответили, что один из руководителей организации выйдет в Ленинград для переговоров с Сиднеем Рейли. Уже в последние часы перед выездом границы Рейли решил написать жене письмо, в номере гостиницы он наспех набросал карандашом на леске бумаги. Милая Пепита, мне неотложно надо съездить на три дня в Петроград и в Москву. Я выезжаю сегодня вечером и вернусь во вторник утром. Я хочу, чтобы вы знали, что я не предпринял бы этого путешествия без крайней необходимости и без уверенности в полном отсутствии риска, сопряженного с ним. Пишу это письмо лишь на тот маловероятный случай, если бы меня постигла неудача. Даже если это случится, прошу вас не предпринимать никаких шагов, они ни к чему бы не привели, а только сполошили бы большевиков и способствовали бы выяснению моей личности. Меня могут арестовать в России лишь случайно, по самому ничтожному, пустяковому поводу. А мои друзья достаточно влиятельны, чтобы добиться моего освобождения. Целую ваши руки. До скорого свидания. Д. С. Р. Для перехода через границу ждали темного туманного вечера. Сидней Рейли в сопровождении финского патруля добрался на телеге до маленькой пограничной деревушки. Его сопровождала неутомимая мадам Никогосова. И я хочу пожелать вам счастливого пути. И удостовериться, что вы благополучно перешли самую опасную зону, сказала она капитану Рейли. Окруженная сосновым бором финская деревушка стояла на берегу неширокой реки, разделявшей в этом месте два государства. Финны проводники заверили Рейли, что реку можно перейти вброд и что плыть придется метров десять, не больше. Сидней Рейли уложил в резиновый мешок костюм, документы, деньги, крохотный фотоаппарат, девятизарядный карманный пистолет. Днем группа засела в сложенном из бревен пустом сарае, из которого хорошо были видны оба берега. Подняв глазам тяжелый морской бинокль, Рейли сквозь щель в бревнах осмотрел кустарник на советском берегу, уходившую на юго-запад дорогу, черепичные крыши деревенских домов на горизонте. До темноты два советских солдата-пограничника только один раз прошли вдоль берега, постояли немного у высокой сосны. Они были так близко, что Рейли видел выражение их лиц. Один высокий монгольского типа смеялся, второй наголо остриженный курносый парень должно быть новичок боязливо осматривался. Пограничники скоро ушли. Туман все сгущался. Пора, сказал Рейли. Не стесняясь присутствия мадам Никогосовой, он невозмутимо снял пиджак, брюки, ботинки, остался в темном шелковом белье, сделал несколько движений руками. Не знают большевики, проговорил он, какой гость к ним жалуют. Желаю вам удачи и счастья, прошептала мадам Никогосова. Она слышала, как первый проводник вошел в воду и тихонько поплыл. За ним двинулся Сидней Рейли, потом второй проводник. Вокруг стояла мертвая тишина. Мадам Никогосова подождала минут тридцать, сложила в рюкзак оставленной Рейли костюм и ушла в дом, где ее дожидались хозяева. Капитан Сидней Рейли благополучно миновал пограничную зону и вместе со своими молчаливыми проводниками, добрался на следующий день до Ленинграда. Одетый в драповое пальто, лендшвейм промо, скромный костюм с черной не первой свежести кепкой на голове, он ничем не отличался от типичного советского служащего и не мог вызвать ничьих подозрений. Безопасное убежище для Рейли и его спутников было приготовлено на Васильевском острове в квартире механика софторг флота Альберта Ивановича, который уже шесть лет служил в интеллидженс сервис, вел себя крайне осмотрительно и был у советских властей на хорошем счету. По вызову Рейли в квартиру механика явился приехавший из Ржанского района бывший полковник Погарский. Седоголовый, обветренный, с хищным носом и круглыми желтоватыми глазами, он был похож на старого степного коршуна, но все еще не терял былой кавалергардской выправки и держался прямо и твердо. В минувшем году Погарский устроился бухгалтером Ржанского кирпичного завода, сошелся с мещанкой вдовой и жил в ее тихом уютном домике. «Давно мы с вами не виделись», сказал ему Рейли, «года три или около того». «Да, три года», подтвердил Погарский. «С тех пор многое изменилось. Большевики пустили глубокие корни, укрепились, а мы, как суслики, отсиживаемся в норах и все ждем лучших времен». Рейли рассеянно полистал ноты, лежавшие на пианино, переставил с места на место фарфоровую фигурку пастушки с ягненком. «Мне захотелось увидеть вас по двум причинам», сказал он. «Во-первых, хочу узнать, не сложили ли ваши люди оружие после смерти Савенкова, и, во-вторых, услышать от вас точную информацию о настроении крестьянства в ваших местах». «Оружие мы не сложили», ответил Погарский. «У меня в девяти уездах сохранились небольшие отряды, но, кроме мелких диверсий, они ничем не занимаются, так как нами утеряна ориентация и ни с кем нет связи. Не можем же мы действовать на обум лазере и превращаться в провинциальных налетчиков». Что же касается нашего мужичка, то он сейчас жрет в три горла, помаленьку богатеет и знать никого не хочет. А поддержит ли он, ваш мужичок, выступление внутренних антисоветских сил, если таковое состоится? «Меня, например, уверяли, что мужик против большевиков». Погарский скептически надолго бы покачал головой. «Плюньте вы на эти уверения. Мужики политически неразвиты и не хотят никаких изменений. На черта они им сдались. Большевики им землю дали? Дали. Продразверстку упразднили? Упразднили. Цены на промышленные товары снизили? Снизили. Ну, а мужикам больше ничего не нужно. Правда, нам сейчас очень на руку все то, что творит троцкистская оппозиция. Кое-кого из троцкистов надо бы привлечь». Недобрая усмешка тронула плотно сжатые губы капитана. «Троцкисты нужны нам только на первых парах, как очередной козырь в игре, не больше. Во всяком случае, на них опираться мы не будем». Рейли дал полковнику Погарскому несколько адресов в разных городах Европы – три тысячи рублей и сказал на прощание «Ждите моих указаний, сохраняйте отряды и готовьтесь». Днем Рейли в сопровождении хозяина квартиры ходил по Ленинграду, внимательно прислушивался к разговорам на улицах, разговаривал со студентами, рабочими, он потолкался на вокзале, в магазинах, съездил на рынок. Нет, никаких признаков голода, нищеты или подавленности капитан Сидней Рейли у ленинградцев не нашел. Они все казались вполне здоровыми, довольными своей судьбой людьми и отнюдь не походили на несчастных пленников большевизма, как писали о них реакционные газеты Америки и Англии. Вечером в квартиру Альберта Ивановича вошел невысокий человек в кожаном пальто. Он сказал, что приехал по телеграмме мадам Никогосовой. Рейли молча поклонился гостю. Они заперлись в отдельной комнате и говорили минут тридцать. Грузный Альберт Иванович, оберегая своих гостей, то и дело выглядывал в окно, выходившее на улицу и прислушивался к звукам на лестнице. Но ничего подозрительного не было. Уже уходя, невысокий человек остановился в прихожей и сказал Сиднею Рейли, территориальные уступки западным державам нас не смущают. Мне все ясно, проговорил Рейли, не позже, чем через неделю я изложу заинтересованным лицам вашу точку зрения. Невысокий раскванился, застегнул на все пуговицы кожаное пальто, которое он так и не снял на протяжении всего разговора и нервными подпрыгивающими шагами спустился по ступенькам лестницы. Капитан Сидней Рейли прожил в Ленинграде несколько дней. Он успел встретиться с двумя представителями разных монархических групп, связал их с южной группой белых офицеров, руководитель которой, давно знакомый капитану, приехал в Ленинград по его телеграмме. Хозяину квартиры Альберту Ивановичу капитан оставил обширное задание во что бы то ни стало связаться с кем-либо из оппозиционеров троцкистов, выяснить их отношение к подпольным меньшевистским группам и в ближайшие месяцы выслать в Париж подробный шифрованный доклад. «Если это будет выполнено», сказал капитан, «Я вторично приеду в Ленинград для непосредственного руководства операцией». В последний день Рейли никуда не выходил, поспешно писал разные инструкции и письма, вечером передал все написанное Альберту Ивановичу и сказал «Постарайтесь вручить это адресатам возможно быстрее». После полуночи Рейли и его спутники Финны покинули Ленинград, доехали поездом до небольшой станции вблизи границы и решили пересидеть день в деревне, дождаться ночной темноты и незаметно пройти к тому самому месту на берегу реки, которое было им всем знакомо и казалось безопасным. На пороге окраинного деревенского домика они увидели пожилую женщину и попросились к ней отдохнуть. «А далеко вам идти-то?» спросила женщина. «Километров пятнадцать», не смущаясь ответил Рейли. «Мы землемеры, там работает наша партия». «Что ж, заходите», сказала женщина. В жарко натопленном домике просидели часа полтора. Рейли был очень доволен своей поездкой. Все шло как по маслу. Обстановка в России была достаточно выяснена. Впереди предстояла сложная работа по объединению антисоветских сил, которую Рейли уже начал планировать. Как только стемнело, стали собираться. «Куда же вы на ночь глядя?» уговаривала их гостеприимная женщина. «Переночевали бы у меня». Сидной Рейли поблагодарил и сказал, что надо идти, их будет ждать подвода. Была безветренная звездная ночь. Кое-где по болотцам белели редкие клочья тумана. Сзади и справа лаяли собаки. Пожилой финн-проводник, нащупав пешеходную тропу среди болот, зашагал быстрее. Рейли шел за ним. Второй проводник тоже не отставал. До заветной речки оставалось совсем немного, не больше километра. В это самое время двое солдат-пограничников сидели в кустарнике неподалеку от тропы. Они поговорили шепотом о завтрашних занятиях и замолчали. Где-то слева зашелестела сухая трава. Ни слова не говоря, пограничники скинули винтовки. На тропе ясно вырисовывались три фигуры, торопливо идущие к реке. «Стой!» закричал один из пограничников. Трое бросились бежать. В темноте вспыхнул огонек выстрела. Передний человек упал, задний бросился в сторону. Тот, который шел посередине, несколько раз выстрелил из пистолета и побежал к реке. Молодой пограничник поймал его на мушку, нажал спусковой крючок, грянул выстрел. Бегущий на секунду остановился и беззвучно рухнул на землю. Пуля попала ему в затылок и вышла чуть выше правого глаза. Через три недели в лондонской газете «Таймс» появился лаконичный, набранный мелким шрифтом некролог. 28 сентября 1925 года у деревни Аллекюль в России большевиками убит Джордж Сидней Рейли. Четвертое. Советские дипломатические курьеры часто ездили в Берлин, доставляя в посольство инструкции и указания комиссариата иностранных дел. Пасмурным октябрьским днем выехали из Москвы и Александр Ставров с Сергеем Балашовым. После смерти Марины Александр осунулся, похудел, стал замкнутым. Товарищи понимали его состояние, не беспокоили расспросами, старались избавить его от поездок, и он молчаливой благодарностью отвечал на это дружеское внимание. Балашов удивился тому, что Александр, как только тронулся поезд, и они остались купе одни, сам заговорил о своем горе. «Ты, Сергей, любил кого-нибудь по-настоящему?» Тихо проговорил он, глядя в окно. «Конечно, я имею в виду любовь к женщине». Балашов слегка смутился. «Любил. Мне и сейчас нравится одна девушка. Она учится в педагогическом институте». «Вот и я очень любил. Только моя любовь оказалась несчастливой», задумчиво сказал Александр. «Ничего в этой любви не вышло. Женщина, которую я любил, четыре года ждала без вести пропавшего мужа. Потом она умерла». Он посмотрел на Балашова, невесело усмехнулся. «Видишь, как бывает в жизни? Сейчас, брат ты мой, со мной такое делается, будто у меня вырвали сердце». Всю дорогу Александр читал, лежа на полке или часами простаивал у окна, глядя, как убегают назад обронившие листву деревья. На стоянках, не выходя из вагона, он сматривался в лица снующих по перрону пассажиров и думал, на свете много людей, а ее нет. Среди них много, очень много хороших, красивых, добрых, но ее нет. Они куда-то едут, чему-то радуются, о чем-то печалятся, кого-то любят, но ее нет. Нет. Это ощущение пустоты, боли, одиночества ни на минуту не покидало Александра, и он понял, что не сможет забыть Марину никогда. В Берлине Александру и его товарищу пришлось дожидаться четыре дня. Служившая в советском посольстве переводчицей Фрейлин Хейнерт, старая дева с грустными светло-голубыми глазами, провожая однажды Александра сказала сказала ему. Вас, наверное, поражает такое количество безработных, голодных людей. Мы уже привыкли к этому зрелищу и потеряли надежду на то, что когда-нибудь наступят лучшие времена. Робко прикоснувшись к локтю Александра большой, затянутой в дешевую нитяную перчатку рукой, Фрейлин Хейнерт призналась. Счастье моей семьи в том, что я случайно изучила когда-то русский язык и сейчас смогла получить место в вашем посольстве. Если бы не это, мы все умерли бы с голоду, ведь я одна содержу трех больных старух, мать, бабушку и тетку. Из-за этого я и замуж не вышла, оказалась никому не нужной с моим полуживым приданным. Стоял ясный осенний день, солнце уже почти не грело, но светило вовсю. По широкой, разделенной бульваром Унтен-Ден-Линден, озабоченные, погруженные в свои мысли, проходили мужчины и женщины. Казалось, их ничто не радовало. Ни солнечные пятна на тротуарах, ни свежий воздух, ни детский гомон на бульваре. Они шли, засунув руки в карманы пальто, не обращали друг на друга никакого внимания, словно каждый из них находился не среди людей, а в густом лесу. Нелегко вам видно живется, сказал Александр. Давайте сядем, попросила Фрейлин Хейнерт. Я немного устала. Они присели на одну из массивных скамеек в длинный ряд вытянутых вдоль бульвара. Вокруг сновали дети, проходили, опираясь на палки старики, молодые и старые женщины, возили в колясках, закутанных в одеяло младенцев. Да, вы правы, задумчиво проговорила Фрейлин Хейнерт. Живется нам очень тяжело, хотя инфляция закончилась, и мы теперь не носим с собой на рынок полные корзинки никчемных бумажек, которые назывались деньгами. От этого не стало легче. Мужчины нас выгоняют с заводов и фабрик и заменяют их женщинами, потому что это дешевле. Но и женщинам не хватает работы, и они вынуждены идти на улицу или заниматься на клочках земли огородничеством. Что же предпринимают ваши правители? спросил Александр. Они объясняют все наши беды тем, что мы должны платить трибуты англичанам и французам, победившим нас в войне, махнула рукой Фрейлин Хейнерт. Но мы знаем, что такие, как Старый Круп или Гугенберг, не только не платят никаких трибутов, но еще и получают от правительства займы для восстановления своих заводов. С нас же требуют последний пфеник и заставляют голодать. Фрейлин Хейнерт проводила взглядом пожилого толстого мужчину в военной шинели с меховым воротником. Он шел прямо, сверкая лакированными сапогами и надменно поглядывая по сторонам. Такие живут хорошо. С некоторой завистью сказала Фрейлин Хейнерт. Особенно с тех пор, как фельдмаршал Гинденберг стал президентом. У каждого из них свои поместья, хозяйства, а президент еще обеспечил им суду. «А крестьяне не получают суду?» спросил Александр. «Какая там суда?» Фрейлин Хейнерт взглянула на Александра. «Наши крестьяне еле сводят концы с концами. Недавно я получила письмо из Вестфалии от своего старого дяди Иогана. Он пишет, что они начинают есть мекину. До войны у него был свой участок земли. Потом он разорился и стал сейчас хайрлингом». «Что это значит?» спросил Александр. «Хайрлингами у нас называют полуничьих крестьян, которые арендуют у помещика крохотный клочок земли и из-за этого работают на его полях. А отработка большая?» «Дядя Иоган арендует у некого Гизике один гектар и вместе с женой и дочкой работает на земле Гизике девяносто дней в году». «Здорово!» покачал головой Александр. «Очень похоже, что эти ваши хайрлинги ничем не отличаются от рабов, разве только названием». Прощаясь с фрейлин Хейнард, Александр подружески пожал ей руку и подумал «Сколько же вас тут таких бесприютных? Нескоро видно найдете вы свое счастье». Многое в эти дни рассказал Александру третий секретарь посольства Юрий Лещинин, высокий юноша в золотых очках. Сын старого революционера-эмигранта Лещинин несколько лет назад окончил университет в Монпелье во Франции. Вместе с отцом приехал в Советскую Россию и тотчас же был приглашен на дипломатическую работу. Это был выдержанный, подтянутый, очень спокойный молодой человек. Он сразу понравился Александру серьезностью, подчеркнутой вежливостью, остротой ума. Когда Александр рассказал Лещинину о своем разговоре с Фрейлин Хейнард, тот походил по комнате и, потирая кончики пальцев, сказал «Да, положение здесь очень серьезное, страна разорена, народ голодает, и хуже всего то, что правительство думает не о помощи народу, а о том, чтобы уже сейчас начать подготовку к будущей войне». Он вынул из шкафа и положил на стол кипу подшитых бумаг. «Перелистайте Ставров, посмотрите, что они пишут. Недавно, например, сообщили, что заводы Крупа выпускают лемехи и зубные коронки из нержавеющей стали, а концерн Farben Industries искусственные удобрения. Попробуйте по-настоящему проверить это, и вы убедитесь, какие это коронки и удобрения. Все это наглая ложь. У них почти открыто пущен вход оружейный завод Rain Metal Borzik. Почти открыто рейх Свер превращается в армию». «Конечно, союзники смотрят на это сквозь пальцы», сказал Александр. «Несомненно. Вообще у меня такое впечатление, что немцы находятся на каком-то распутье, и что они очень разрознены и подавлены», задумчиво проговорил Александр. «Что они разрознены, это верно», заметил Лещинин, «но подавлены далеко не все. Значительная часть немецкой молодежи, явно контрреволюционная часть, настроена весьма воинственно и начинает группироваться вокруг опасной для будущего политиканов и демагогов». Перед отъездом из Берлина Александру довелось увидеть, как небольшая кучка полупьяных парней, одетых в одинаковые коричневые рубашки, избивала старого хромого еврея, владельца обувного магазина. Было в этой сцене нечто такое необычное и жестокое, что Александр остановился неподалеку и, стиснув за спиной кулаки, еле сдерживая в себе бешенство, старался не смотреть туда, где все это происходило, но не мог не смотреть и не отрывал глаз от кучки коричневых парней. Седобородый, низкорослый старик был прижат двумя парнями к серой стене, остальные четверо поочередно подходили к нему и каждый ударял два раза правой рукой по лицу, левой в живот. Удары сыпались не очень быстро, методично, с правильными промежутками. Один глаз у старика был подбит, на белый воротничок крахмальной сорочке изо рта и носа текла кровь. Он пытался кричать, вздрагивал, но державшие его парни зажимали ему рот, и он только всхлипывал и хрипел. Наконец, невысокий юноша с темными дурными зубами, это был Конрад Риге, плюнул окровавленному старику в лицо и крикнул начальническим голосом. Все, представление окончено. Он прошел, чуть не задев плечом равнодушно вззиравшего на избиение толстого, неподвижного шуцмана, кивнул ему и, увлекая за собой всю ораву, неторопливо зашагал по улице. Александра не столько удивила эта дикая сына, сколько то, что произошла она среди белого дня в столице большой культурной страны, и никто из шуцманов, ни один из прохожих даже не подумал помочь избиваемому парнями старику. Люди проходили мимо, отворачивались, даже ускоряли шаг. И если на лицах некоторых мелькало выражение страха и отвращения, то и они задерживались лишь на секунду, поднимали воротники пальто и шли дальше. Встретив у дверей посольства Балашова и фрейлин Хейнерт Александр рассказал им о происшествии на Кёпенекер Штрассе и возмущенно закончил. Извините меня, но я просто не могу понять, что это такое, не могу представить, как люди терпят это. Обычный мелкотравчатый бандитизм послевоенных лет. Балашов пожал плечами. Тут нет ничего удивительного. Война развратила этих парней, жизненных целей у них никаких, мораль отсутствует, что ж с них возьмешь? Придет время, они сами образумятся. Фрейлин Хейнерт зябко поежилась. Дай Бог, чтобы они образумились, но это не только мелкотравчатый бандитизм, как вы, господин Балашов, говорите, это выражение опасной для нас всех идей. Я знаю многих молодых людей такого же примерно типа. Они называют себя национал-социалистами и даже имеют свою программу. Они нигде не работают, часто собираются, слушают какие-то лекции, доклады, надевают коричневые рубашки, ходят с финскими ножами. На какие же средства живут эти парни? спросил Балашов. Средства у них есть, сказала Фрейлин Хейнерт. Ведь они, по крайней мере, большинство из них дети зажиточных родителей. Кроме того, кто-то их снабжает деньгами, а полиция смотрит на них сквозь пальцы и, говорят, даже покровительствуют им. Уже сидя в вагоне и наблюдая за тем, как чинно, степенно усаживаются на свои места почтенные бюргеры, как лениво ковыряют они в зубах тонкими зубочистками и от нечего делать подрюмывают, Александр вспомнил отвратительную сцену на Кёпенни-Керштрассе и сказал Балашову, «Знаешь, Сергей, по-моему, наша посольская переводчица права». «В чём?» спросил Балашов. «В том, что эти коричневые парни, если их вовремя не остановят, ещё наделают дел, судя по тому, их не так мало, как кажется». «Поживём, увидим», сказал Балашов. «Меня пока это мало беспокоит». «Подумаешь, большое дело, пятеро пьяных хулиганов набили морду торгашу. Что, от этого мировая революция пострадает?» Александр ничего не ответил ему. Пятое. Есть в поздней осени невыразимая томительная грусть. Небо днём и ночью затянуто однообразно серой пеленой густых облаков, и не видно на нём ни розовых красок восхода и заката, ни солнца, ни луны, ни звёзд, только одноцветная серая пелена. По ночам моросят мелкие холодные дожди, а к утру всё вокруг становится отяжелевшим, мокрым, всё словно темнеет, уныло никнет к вязкой безжизненной земле. Деревья в лесу роняют с голых ветвей беззвучные дождевые капли, и не слышно нигде птичьего голоса, изредка только карпнет на опушке одинокая ворона или раздаться в гущине гортанное сороче стрекотание, и снова тишина. Особенно грустным кажется в дни поздней осени поле. Уже давно увезены все копны, все скерды, и стоит оно рыжевато-бурае, мёртвое, до горизонта раскинув затоптанные скотом и сполосованные чёрными колеями стерни. Если же где-нибудь в ложбинке сиротеет забытая хозяином копёшка немолочной розвези, то уж заранее можно сказать, нет ни зерна в пустых потемневших колосьях. Всё расклевали птицы, всё растащили по норам мыши полёвки. Таким представлялось поле Андрею, когда он ранним утром поехал к лесу привезти оставленный там каменный каток. Очистив его от грязи, он накинул кольцо валька на крючок, отряхнул сапоги и, усевшись на захлюстанную серую кобылу, шагом поехал домой. Жеребая кобыла осторожно ступала по стерне, фыркала, поматывала головой. Снова начал моросить дождь. Андрей сутулился, поднял ворот мокрого, пахнущего кислой овчиной полушубка. Уже несколько дней его томило чувство грусти и подавленности и сейчас он ехал опустив голову, сам не зная откуда появилось это неприятное чувство. Между тем Андрей имел все основания грустить. Сегодня из Тавровского дома уезжали все молодые. Роман в Ржанск его приняли на Рабфак, Каля, Тая и Федя в Пустополье кончать школу. Андрей на всю зиму оставался в Огнищенке с отцом и матерью. Бабка Сусачиха обещала помочь Настасе Мартыновне по хозяйству и Дмитрий Данилович согласился взять Андрея с собой, проводить братьев и сестер. Когда Андрей вернулся с поля, он увидел, что у порога уже стоит наполненная сеном и накрытая брезентом телега, вокруг которой, укладывая сундучки, свертки, узлы, корзинки, суетятся мать и сестры. Одетый в меховую куртку, Роман выбежал из дома, столкнулся с Андреем и сказал «Пойдем голубям, я хочу попрощаться с ними». «Пойдем», согласился Андрей. В теплом коровнике на прибитых под потолком досках ворковали голуби. В двух гнездах, сделанных из старых ящиков, пищали, высовывали убранные темными колодочками головы желторотые голубята. Гнездом то и дело подлетали старые голуби и, сунув клювы в разинутые рты птенцов, кормили голубят. Две привязанные к яслям коровы мирно жевали жвачку. В углу на соломе дремал рябой телок. «Ты же, Андрюша, приглядывай за моими голубями», попросил Андрей, посматривая на брата. «Ну, а как же, конечно, буду смотреть», заверил его Андрей. «Весной приедешь, молодых от старых не отличишь». Он потянул брата за карман куртки. «Скучать, небось, будешь по огнищенке». Роман смутился, засопел носом, откинул пучок сена с пола. «А ты, как думаешь, попривыкали мы все и к дому, и к полю?» «Эй, чего вы там копаетесь? Другого времени не нашли», раздался сердитый голос отца. «Пора ехать, десятый час». Дмитрий Данилович уже подвел к телеге двух караковых кобылиц с подвязанными хвостами и набрасывал на них хомуты. Каля и Тая в новых суконных пальто, в серых пуховых платках и в сапогах стояли на крыльце. Федя тащил из конюшни две мохнатые подшитые мешковиной попоны. Как всегда в таких случаях бывает, кто-то что-то забыл, что-то не сделал. Из дома выбежала «Как же вы тайны валенки оставили!» Потом Федя долго искал свой пояс, а Дмитрий Данилович нигде не мог найти коробка спичек в дорогу, бродил по комнатам и ругался. «Ничего у вас, чертей, на месте не улежит, все растащите!» Наконец вещи были уложены, все расселись в телеги. Дмитрий Данилович шевельнул вожжой. Кони вырвали телегу из грязи и, поигрывая с Каля зубы, побежали к воротам. Настасья Мартыновна без платка в башмаках бежала рядом, глотала слезы, наказывала скороговоркой. «Смотрите ж, деточки, чтоб все было хорошо! Ты, Федя, не обижай девочек, будь умником! А вы, девочки, поаккуратнее там смотрите, чтоб полотенечки у вас были чистые и в комнате убирайте почаще, полы мойте, хозяйку слушайтесь!» Далеко ушли кони, уже медленно стали они взбираться на холм, а раздетая, простоволосая Настасья Мартыновна все стояло у ворот, и девочки, пряча от братьев непрошенные слезинки, махали ей руками. «Но хватит!» — боском сказал Роман. «Не навек уезжайте!» Дождь пошел сильнее. Конские копыта хлюпали в жидкой грязи, разбрасывали мутную воду. Ребята прижались друг к другу, накрылись попонами, заговорили в полголоса, чтобы не слышал отец. «Ты береги сирень, которую я посадила», сказала Тая Андрею. «Весной подвяжи ее колышку и загороди чем-нибудь, чтобы телята не поломали». «Ладно, подвяжу», пообещал Андрей. «Если кошка окатится, не давай маме топить котят», хмуро прошептала Каля. «А то у нас взяли моду, только котята народились, так сразу на пруд и в прорубь». И Каля Андрей пообещал охранять еще нерожденных котят. Дольше всех крепился жук-котышок Федор, но и он не выдержал, толкнул Андрея локтем и пробубнил. «Серая должна жеребиться в середине марта, ты корми ее получше, а колодцу води шажком, чтобы не поскользнулась где-нибудь». «Буду водить шажком, не бойся», заверил Андрей. Под попоной едко пахло конским потом, сверху глуховато барабанил редкий дождь. Вызванивали колеса. Тая нашла в темноте руку Андрея, робко сжала ее мокрыми холодными пальцами и зашептала «А мне скучно будет без тебя, Андрюша. Я буду дни считать до весны». «Правда?» откликнулся Андрей. «Правда», вздохнула Тая. «Я так к тебе привыкла». В Пустополе приехали после полудня. Дмитрий Данилович имел в виду поместить детей в квартире у старухи-вдовы Агафьи Кущиной, родственницы своих огнищенских соседей, братьев Кущиных. В прошлый свой приезд в Пустополе он уже договорился с бедовой старухой и столковался о цене, обязавшись уплатить за весь сезон 30 пудов пшеничной муки и 20 фунтов свиного сала. Со своей стороны бабка Агафья взялась готовить молодым квартирантам обед и раз в неделю стирать белье. Как только въехали в Пустополе, Андрей взял попону и стал осматриваться. Тут в селе все было по-старому. В школе тоже ничего не изменилось. Также бегали по двору ученики, также звенел медный с кожаной ручкой звонок. По-прежнему в глубине двора за дровами ютился кабинет природоведения. Как только освобожусь, сбегаю туда, подумал Андрей. Посмотрю, что там сейчас делается. Андрею очень хотелось увидеть елю. Он вертелся на телеге, провожал взглядом расходившихся из школы учеников, но ели среди них не было. У него уже совсем испортилось настроение. Вдруг Дмитрий Данилович повернул лошадей к больничному садику и поехал прямо к тому дому, в котором жила еля. «Куда ты едешь?» спросил Андрей и почувствовал, что грудь его сжимает от волнения. «Как куда?» «На квартиру?» обернулся отец. «К бабке Агафьи. А что?» «Ничего я так», смущенно пробормотал Андрей. Оказалось, бабка Агафья Кущина жила всего через три двора от того дома, который снимали Солодовы. Родители ели. Как только лошади остановились возле маленькой сбитой из веток калитки и ребята потягиваясь, отряхивая себя комья грязи, вылезли из телеги, Андрей увидел елю. В коротком, накинутом поверх пальто плащики с капюшоном, придерживая под рукой стопку книг и тетрадей, она шла со своим отцом и что-то говорила ему. Андрей хотел было спрятаться за телегу, уже сделал первое движение, но Платон Иванович Солодов увидел его, усмехнулся и закричал издали. «О, старый знакомый, который пуговицы с бабкиной кофтой обрезал». «Здравствуй, здравствуй, молодой человек». Еле подняла голову, густо покраснела и сказала таким тоном, что трудно было определить, довольна она или недовольна. «Здравствуй, Андрей, ты как сюда попал?» «Здравствуйте», сказал Андрей, «вот коммуну свою в школу привезли, они будут жить у этой старухи». Солодовы подошли к телеге и поздоровались. «Чего ж вы это так поздно, занятия идут почти два месяца», сказал Платон Иванович, «ребятишкам вашим трудно будет наверстать». «Кончали работу в поле», объяснил Дмитрий Данилович. «Вы же знаете, как в деревне, пока не управишься, каждая пара рук на счету». Пока ребята в сопровождении шустрой бабки Агафьи вносили в чистую хотенку свои вещи, Платон Иванович поговорил с Дмитрием Даниловичем об урожае, и когда узнал, что Ставровы поселились в Огнищенке из-за голода, стал рассказывать, как ему пришлось спасать свою семью, покинуть завод и ехать в пустополье. Еле стоял рядом с отцом, теребило пальцами уголок тетради и изредка бросало на Андрея быстрый, тревожный и смущенный взгляд. «Какая мальчика?» шепнула Каля Таи. «Прямо живая кукла!» «Это же та самая, про которую я тебе говорила!» зашипела на ухо Кале тоже чем-то смущенная Тая. «Та самая Еля Солодова, которую наш Андрюшка любит!» Обе довольно бессеремонно стали рассматривать Елю. К стыду Андрея к ним присоединились Роман и Федор. Все четверо они уставились на Елю и смотрели, как в рот воды набрали. «Это вконец» смутило девочку. Она нахмурилась, ее темные ресницы дрогнули, а рука непроизвольно потащила отца за рукав. «Пойдем, папа, мама ждет нас». «Сейчас, сейчас», отмахнулся Платон Иванович. «Одну минуточку». Наконец, Андрей с ужасом думая, что Еля сейчас уйдет, и он не успеет сказать ей ни одного слова, осмелился подойти ближе и проговорил невнятно. «Что делает Павлик Юрасов?» «Помогает нашим в мастерской», ответила Еля. «Он только в следующем году будет поступать в техникум». «В какой?» «Не знаю, кажется, в механический». Она не спросила его, куда он сам собирается поступать, и Андрей, чувствуя, что его душит обида, сказал вызывающее. «Все в город тянутся, не выносят мужицкого духа, борчуки, а я вот останусь в деревне и никуда не поеду». Еля ничего не ответила. Пугаясь своей смелости, он спросил ее, «Ты сегодня не будешь в школе? Я хочу навести Фадея Зотовича и посмотреть кабинет природоведения». «Не знаю, может и приду, у нас вечером занятие хорового кружка». «Ну, пошли, дочка», спохватился Платон Иванович. «Мама и в самом деле заждалась, нам с тобой достанется на орехи». Только когда Солодовы ушли, Андрей и Роман стали сносить с телеги тяжелые мешки с мукой, потом выпрыгли лошадей, накрыли их попонами и поставили к сену. Девчонки уже хозяйничали в хате. Бабка Агафья, располневшая, но бойкая и подвижная старуха с очками на мясистом носу, хлопотала, накрывая стол потертой домотканной скатеркой и устанавливая миски с борщом. «Усаживайтесь, молодые хозяйки, и родичей своих приглашайте», приговаривала бабка. «С дороги в самый раз горяченького покушать, а борщец у меня свеженький сегодня варила». Чинно расселись за столом. Дмитрий Данилович достал из мешка четверть вина, налил стаканы, бабки и себе побольше, остальным поменьше. «Ну, в добрый час, чтоб все было ладно», с чувством сказал он. Обедали по-крестьянски, выстава молчаний, неторопливо и степенно. После обеда Андрей поднялся, натянул полушубок, взял с лавки свою мерлушковую попаху. «Куда ты?» спросил отец. «Схожу на часок в школу, посмотрю кабинет природоведения», сказал Андрей, отведя глаза. Тая вскочила с табурета, вытерла концом полотенца замасленные губы. «Я тоже с тобой пойду». «Сиди, пожалуйста», оборвал ее Андрей. «Шагу нельзя без тебя ступить». Он хлопнул дверью и не видел, что Тая, обиженная его грустью, закусила губы и забилась в угол. «Только не хнычь, Тайка, поедешь со мной поить коней». Андрей взял у знакомой школьной сторожихи ключ и с бьющимся сердцем открыл дверь своего заветного кабинета. Здесь тоже как будто ничего не изменилось. Стол с микроскопом стоял на преждем месте. На стенах висели картонки гербария, по углам в ящиках и клетках шевелились черепахи, ежи, кролики. Только между окнами появились новые картонки с бабочками и жуками, а на подоконнике холмиками лежали камни. «Кто-то тут без меня работает», с некоторой завистью подумал Андрей. «Вон наколол жуков на картон, камни собрал, и смотри ты, жуки наколоты ровно, аккуратно, под каждым есть надпись». Завидуя тому, кто хозяйничал теперь в кабинете природоведения, Андрей вместе с тем с гордостью подумал, что он и сам многое сделал. Начал с Фадеем Зотовичем нелегкую работу в полуразрушенном флигеле, принес первым и наклеил на картон листья лесных деревьев и нашел в казенном лесу этого самого ежа, которого почему-то назвал Яшкой. Первым заглянул в окуляр старенького микроскопа и увидел в капле воды поразивший его живой мир. «Что ж, пусть работают», проговорил Андрей. «Тут еще дела много». Старожиха сказала ему, «Фадей Зотович теперь не живет при школе. Он еще летом перешел на квартиру, а куда, не знаю. Меня ни разу к нему не посылали». Андрей поблагодарил за ключ и пошел к воротам. Здесь он остановился, закурил. Дождь перестал. На западе пелена облаков чуть-чуть поредела и сквозь нее смутно обогровело пятно заката. «Придет Еля или не придет», думал Андрей. Он видел, как старожиха зажгла лампу в классе и вскоре туда вошел молодой, незнакомый Андрею учитель. Подощатому настилу застучали шаги, ворота по одному или по два стали заходить ученики, очевидно оторопились на занятия хорового кружка. Андрей отошел от ворот, прижался плечом к забору. «Придет или не придет», сверлила его мысль. Еля пришла позже всех. Андрей заметил в темноте ее плащик с капюшоном и позвал тихонько. «Елочка». Она остановилась, оглянулась. «Кто это?» «Это я», сказал Андрей. «Подожди немного». «Что ты хочешь?» негромко спросила Еля, приближаясь к нему. «Я хочу, я совсем ненадолго», сумрачно проговорил Андрей. «Мне очень нужно поговорить с тобой, понимаешь, очень нужно». Он подошел к ней совсем близко, она была немного ниже его ростом и выжидающе смотрела на него снизу вверх. «Так что же ты хочешь?» повторила Еля. Андрею показалось, что это не он, а кто-то другой, посторонний, задыхаясь, произнес бессвязные слова. «Я люблю тебя, елочка. Я больше никого на свете не полюблю, никогда, только одну тебя я люблю и всегда буду любить». Он хотел прикоснуться к ее руке, но еле ничего не говоря, не зная, что сказать, слегка отодвинулась, подняла, точно защищаясь от него обе руки и побежала в класс. Андрей не знал, что ему теперь делать. Он расстегнул полушубок, походил по улице возле школы, выкурил одну за другой две папиросы. Хоть его мучили стыд и раскаяние за опрометчивый разговор с Елей, он, вытирая потный лоб, укорял себя. Дурак, дурак! Вместе с тем упрямство и злоба душили его. Врешь, подумал он о Еле, все равно я от тебя не отстану, все равно заставлю сказать, любишь ты меня или не любишь. В переулке протарахтела запоздалая телега, прошли две женщины с ведрами. Запад опадул влажный холодный ветер, он принес и расшвырял по лужам редкие капли дождя. Сквозь закрытые окна школы смутно доносилась протяжная песня, звонкие мальчишеский альт выпивал, грустно и четко произнося слова, как далече далеченько в чистом поле небелая березонька к земле клонится. Отроческие голоса незаметно подхватывали песню, ладным согласным речитативом повествовали о чьей-то невеселой судьбе. «Нешелковая ковыль трава растилается, забивает поле полынь горькая, проклинает довлю добрый молодец». «Чего ж я жду?» думал Андрей, шагая по темной улице. «Я ведь сказал ей все, что хотел. О чем же еще говорить? Чего ждать?» И все же, понимая, что он своим упрямством ставит себя в неловкое нелепое положение, Андрей молча бродил вокруг школы и дожидался, пока хоровой кружок закончит занятие. «Она выйдет, и я спрошу ее в последний раз. Пусть она думает, что хочет, пусть смеется надо мной, а я все-таки подойду и спрошу». Когда ученики стали выходить из школьных ворот, Андрей спрятался за угол, прижался к мокрому стволу старого ясеня. Еля снова вышла позже всех. Но теперь она была не одна. Двое незнакомых Андрею юношей в фуражках и темных шинелях провожали ее. Они прошли так близко от ясеня, что один из них задел руку Андрея рукавом шинели. Еле смеясь, поворачиваясь то к одному, то к другому спутнику, сказала, продолжая начатый раньше договор, «Нет, Стасик, неправда, этого я не говорила, я только сказала, что хочу в фуражанске нет музыкального техникума». Тот, кого называли Стасиком, заговорил с звучным баритоном. Но как же, Роза мне прямо сказала, что Еле Солодова собирается стать артисткой и хочет ехать в Москву. И собственно, почему бы вам и в самом деле не подумать о театре? У вас исключительный голос, очень фотогеничное лицо. Андрей не расслышал, что ответила Еле. Молча стоял он, прислонившись к мокрому стволу и повторял с бессильной яростью. Да-да, конечно, у нее очень фотогеничное лицо, очень фотогеничное. Он не знал, что такое фотогеничное, но все повторял это слово, вслушиваясь в удалявшиеся шаги и не замечая, что заворотник его распахнутого полушубка, с ветвей ясеня стекают холодные капли воды. Сволочи! Коротко выругался Андрей и, махнув рукой, быстро пошел прочь от школы. Что ж, думал он, шагая по грязи, надо ее забыть, выбросить из головы, никогда не вспоминать о ней, я ведь давал себе слово не вспоминать о ней и вот опять. Как глупо все получилось, как смешно и глупо. Он стал расстравлять и подстегивать себя еще больше, представляя, как еле рассказывает о нем этим незнакомым ему парням. Конечно, она рассказала обо мне своим фотогеничным Стасиком, все выложила, как я стоял дурак-дураком, смотрел на нее и твердил «люблю тебя, люблю тебя». А Стасики, конечно, хихикали в колок и обзывали меня идиотом и деревенским вахлаком. Слепая злоба, обида и жалость к себе захлестнули Андрея. «Ладно, артистка», с угрозой произнес он, «и я тебе покажу, Стасиков». Он достал из кармана свернутую тетрадь, карандаш, подбежал к заляпанному грязью фонарю на перекрестке и, присвонив тетрадку к столбу, стал поспешно писать крупными буквами. «Платон Иванович, ваша дочь Еля ходит по вечерам на занятия хорового кружка только для того, чтобы встречаться с фотогеничными певцами, которые провожают ее домой и, как видно, давно с ней спелись». «Вы еще узнаете деревенского вахлака, сволочи», пробормотал Андрей. Вырвав из тетради списанный лист, он сунул его в карман полушубка и, оглядываясь, торопливо пошел направо к переулку, где, как он знал, помещалась механическая мастерская Солодова и Юрасова. Двухстворчатая дверь мастерской выходила на улицу, на двери висел большой замок. Вокруг никого не было. Андрей наклонился, пощупал ладонью, есть ли между дверью и порогом щель. Щель оказалась довольно широкой. Андрей просунул в нее свое письмо и уже хотел уйти, как вдруг его обожгла мысль, испугавшая его. Что же я сделал? Что я натворил? Как я мог допустить такую подлость? Он опустился на колени, чтобы вытянуть из-под двери злополучное письмо, нащупал в темноте какую-то щепку, стал ковырять ею щели, даже зажег спичку, но тотчас же погасил ее, боясь, что кто-нибудь увидит огонек и примет его с завора. Отшвырнув короткую щепку, он сломал ветку растущего за забором клена. Стал водить по щели веткой, но письма так и не мог найти. Ах, какой подлец, какой же я подлец! Бормотал он с брезгливостью и отвращением. Что же это я сделал? Как я мог это сделать? Руки его дрожали, лицо и шея покрылись испариной. Он ползал по грязи, дергал тяжелую дверь мастерской, сжигал спичку за спичкой, сжег весь коробок, ощупал пол за порогом, занозил ладонь, но письмо так и не достал. Сутулившись, он побрел на квартиру. Где тебя черти носили? Закричал Дмитрий Данилович, увидев покрытого с головы до ног грязью Андрея. Ты посмотри, на кого ты похож, обормот! Ой-ой-ой-ой! запричитали девчонки. Да на тебе места сухого нет! Я упал в грязь, еле выговорил Андрей. Шел из школы и свалился в грязь. Что ж я, нарочно что ли? Утром, пока Дмитрий Данилович ходил с девочками и Федей в школу, Андрей лежал мрачный подавленный. У него болело все тело, как будто кто-то избил его. Что это с тобой? Подозрительно оглядывая брата спросил Роман, уж не подрался ли ты с кем-нибудь? Нет, я ни с кем не дрался. С тупым равнодушием ответил Андрей. Просто у меня голова болит, и я вообще плохо себя чувствую. В одиннадцать часов на квартиру пришел Павел Юрасов. Он обнял и рассыловал Андрея, познакомился с Романом, присев на табурет, заговорил оживленно. Мне еле вчера сказала, что вы приехали, и я решил с утра сходить в мастерскую, обточить там одну деталь, а потом забежать к тебе, Андрюшка. Как бы спохватившись, Павел ударил себя по колену. Да ведь ты не знаешь, что с елкой сегодня случилось. Что такое? С трудом разжимая губы, спросил Андрей. Какой-то негодяй подбросил к нам в мастерскую письмо, и в нем написал, что елка с парнями бегает. Платон Иванович как прочитал это письмо, так сразу побагровел, на тучу стал похож, схватил шапку, письмо и домой, а елка еще дома была, в школу собиралась. Платон Иванович дал письмо Марфе Васильевне, та в крик, потом ухватила ножницы, и раз елке, часть косы, кинула ее вместе с бантом в печку, и давай елку трясти. Я, тебе дам барышню себя строить, отца и мать позорить, девчонка поганая. Павел перевел дух, затеребил отвернувшегося к стене Андрея. Там, знаешь, такое сейчас идет, я только что от них. Остриженная елка сидит в кухне, ревет, за что ты меня, мамочка? Марфа Васильевна кидает в печку все елкины ленточки, шапочки, дневники. Платон Иванович ходит по комнатам, чуть не плачет, место себе не может найти. До сознания Андрея почти не доходило то, что рассказывал Павел. Ох, какой же я подлец, какой подлец, твердил он себе. Нет, нет, надо сейчас же пойти туда, к Солодовым и сказать, это я сделал, я подсунул под дверь отвратительное подлое письмо, я во всем виноват. Может быть, томимый стыдом и раскаянием Андрей и действительно ринулся бы к Солодовым, но пришел Дмитрий Данилович и, отдуваясь, закричал еще с порога. Но все в порядке, зачислили всех, запрягайте лошадей, надо ехать, а то дорога плохая, еще доброго не доберемся до Ржанска. Отодвинув табурет, Павел спросил у Андрея, еле передать от тебя привет. Да, передай, пробормотал Андрей, или нет, не надо, впрочем, делай как хочешь. До самого Ржанска он почти не говорил, нехотя отвечал на вопросы отца и брата и угрюмо следил, как густеют на горизонте хмурые свинцового оттенка облака. Поля и тут стояли скучные однообразно буры, с поникшей полынью на межах, с россыпью прибитой дождем соломы на покатых склонах холмов. Кое-где вдоль дороги тянулись корявые старые ветлы, меших ветвей кудлатыми шапками чернели пустые вороньи гнезда. В Ржанск приехали в сумерках, попросились ночевать у молодого бондаря, которого Ставровы знали по базарам. Весь вечер бондарь звали его Василием и уставший Дмитрий Данилович пили водку, закусывая огнищенским салом и солеными огурцами. А Роман и Андрей отогревались на жаркой стопленной печи. Скуласт и длиннорукий бондарь Василий рассказывал новости. «О нас в городе теперь все легче пошло», говорил он с хрустом надкусывая огурец. В лавке товаров понавезли, спекулянтов поменьше стало, двое частников уже заведение свои позакрывали, потому что в кооперации товар дешевеет и выбор хороший. Значит, частнику нет никакой выгоды торговать, все равно за кооперацией не угонится. Я и то хочу бросить свою мастерскую, да в бондарную артель записаться. Там дело вернее. «Ну, а как начальство?» спросил Дмитрий Данилович. «Начальство есть начальство», сказал бондарь. «Товарищ Резников в партийном коме орудует. Он уже давно в Ржанске работает, кажись четвертый год. Начальник ГПУ зарудный, тоже старый работник, мы все его знаем». «Сюда в Ржанск поехал наш пустопольский председатель волысполкома», сказал Дмитрий Данилович. «Он сейчас в уездном исполкоме». «Долотов?» «Да». Бондарь многозначительно покрутил головой. «Мы его уже знаем, крепкий мужик, с характером. Как сюда прибыл, так и начал везде порядок наводить. По всем школам прошел, базарную площадь заставил прибрать, мосты чисто все проверил». «Он такой», согласился Дмитрий Данилович, «боевой товарищ». «Только вот разговор есть, что они с партийным секретарем не мирятся, как кот с собакой живут». «Почему?» «Кто их знает, говорят так, вроде и Долотов за Ленина стоит, а товарищ Резников на Троцкого ориентир держит. С того у них будто скандалы пошли, чуть ли не каждый день за грудки один другого хватают». «Да», протянул Дмитрий Данилович. «Эт, Василий, не только у них такая история. Дело тут серьезное, не сразу разберешься». Утром Дмитрий Данилович и Андрей проводили романа в канцелярию рабфака и подождали, пока шло оформление. Стриженная девушка с накрашенными губами бегло проверила положенные на стол документы, сходила с ними куда-то и проговорила нехотя. «Устраивайтесь в общежитии и выходите завтра на занятия». Общежитие размещалось в бывшей бане. Спали рабфаковцы на банных полках. Роману дали место в большой комнате, где жило человек сорок. Когда Дмитрий Данилович попросил коменданта краснощекого толстяка на деревянной ноге перевести сына в комнату поменьше, комендант проворчал «Скажите спасибо и за это. Приехали на месяц позже и хотите, чтобы вам бодуар с занавесками предоставили». Пришлось Роману покориться. Он поставил под полку свой сундучок, отметился у старосты и вышел с отцом и братом на улицу. «Ну, Роман, смотри», сказал Дмитрий Данилович и, подумав, добавил две свои всегдашние поговорки «Всяк своего счастья кузнец, что посеешь, то и пожнешь». Андрей обнял брата, неловко поцеловал его в губы «Пока, Рома, пиши мне, если будет время». «Буду писать», пообещал Рома. «А ты, прошу тебя, смотри за моими голубями и приезжай с отцом почаще». «Ладно». Андрей махнул Роману шапкой и пошел с отцом к лошадям. «Сейчас мы с тобой заскочим в уездный исполком к Долотову, а потом поедем до дому», сказал Дмитрий Данилович. Белая с каменным крыльцом здания уездного исполкома стояла на базарной площади неподалеку от соборной церкви. Над крыльцом прикрепленный к деревянному шесту висел обтрепанный ветрами красный флаг. Когда Ставровы вошли в коридор, дверь в председательский кабинет оказалась открытой. И Долотов сразу увидел их. «А, огнейшинские земляки!» закричал он, поднимаясь из-за стола. «Заходите, заходите, рассказывайте, как там у вас дела». В черной суконной куртке, в брюках галифе и тяжелых солдатских сапогах Долотов подошел к дверям, протянул Дмитрию Даниловичу руку. «Здорово, фельдшер, сын, совсем взрослый парень. Ну, заходите, рассказывайте». Сдвинув брови и теребя пальцем усы, он внимательно выслушал Дмитрия Даниловича. Тот закурил предложенную Долотовым папиросу, спросил, подвигаясь ближе. «Ну, а вы как устроились, Григорий Кирьякович?» «Я что?» усмехнулся Долотов. «И я солдат. Приказали мне, вещички свои собрал да мест изучаю. А уезд, надо сказать, не маленький. Чуть ли не половина Финляндии в нем поместится. Вот и наводим порядки помаленьку, хозяин ничем». Дмитрий Данилович вспомнил рассказ Бондаря о том, как председатель исполкома наводит порядки, и сказал, посмеиваясь, «Люди уж тут говорят про вас». «Что ж они говорят?» прижмурил глаз Долотов. «Ничего, говорят мужик крепкий, только секретарем уколма партии помириться не может». «Вот как». Долотов поднялся, заходил по кабинету. «Тяжелые у нас времена, фельдшер. Ты как, газеты выписываешь? Знаешь, что делается на белом свете? Видишь, вот что получается. Хозяйство мы восстановили. Заводы новые строим, фабрики, посевы расширяем. Тут у нас силы хватает, а вот от всякой дряни никак не можем избавиться». Он с шумом отодвинул кресло. «Ты думаешь, на местах у нас нет этого? Есть и на местах. Народу не так легко понять, кто тут прав, а кто виноват, поэтому отдельные люди попадают на удочку всяким прохвостом». «Говорят, скоро партийный съезд должен быть?» спросил Дмитрий Данилович. «Наверное, на съезде разговор об этом будет». «А как же, конечно, я вот собираюсь в Москву ехать по делам, думаю, и на съезде побывать», сказал Долотов. Ставров попросил его, чтобы он помог достать для амбулатории кое-какие медикаменты. Долотов присел, черкнул несколько слов в блокноте и протянул листок. «На, передай заведующему отделом здравоохранения, он все сделает». Уже прощаясь со Ставровым, Долотов посмотрел на Андрея и спросил «Комсомолец?» «Нет», потупился Андрей. «Что ж ты так?» Долотов положил руку на его плечо. «Сейчас, брат, нельзя стоять в стороне, особенно молодым. Кругом такие дела идут, что только рукава засучивай. Если кто и захочет побыть в сторонке, ему все равно не дадут, втянут либо туда, либо сюда. Ясно?» «Ясно», ответил Андрей. «То-то». Долотов протянул ему руку, и Андрей заметил на руке председателя синий след татуировки, гордо поднятую остроклювую голову орла. Шестое. Четырнадцатый съезд партии должен был начаться 18 декабря, и Долотов торопился закончить все дела, чтобы попасть в Москву к открытию съезда. Григорий Кирьякович не был делегатом. Он ехал по делам уездного исполкома, но его включили в депутацию, которая направлялась в столицу из губернского города, чтобы приветствовать съезд. Пасмурным зимним днем Долотов на санях выехал из Иржанска. Засветло доехал до станции Шиляк и сел в поезд. В губернии он сообщил о том, что присоединиться к депутации в Москве и ему, чтобы избавить его от необходимости делать круг, разрешили ехать прямо в Москву. В агонии Григорий Кирьякович оказался рядом с одним из делегатов съезда, молодым рабочим металлистом Петром Пургиным. Высокий мускулистый парень, общительный, приветливый, Пургин освободил Долотову место, узнал, откуда и куда он едет и охотно рассказал о себе. Пургин был родом с Урала, вместе с отцом и дедом, тоже рабочими, партизанил в лесах, вступил в партию, был комиссаром пехотного полка, а сейчас работает мастером на заводе сельскохозяйственного машиностроения. На одной из остановок Пургин сбегал в станционный буфет, принес бутылку водки и сказал Долотову, поблюскивая карими глазами и улыбаясь, давай подзаправимся и выпьем по стопочке. Не признаю еды без доброй стопки водки, это у меня еще с времен партизанства осталось. Мороз приучил. Так с тех пор и пошло, пить не пью, а стопку за обедом опрокидываю. Они разложили на газете вареную курицу, сало, два соленых огурца и стали закусывать. Петр Пургин умел все делать так, как обычно делал здоровый, веселый, чистый человек. Он выпил водку не кривясь, коротко крякнул, закусил огурцом и принялся за курицу, аппетитно обсасывая каждую косточку. Когда поели, Пургин убрал остатки, смахнул и вынес сорный ящик хлебные крошки, помыл руки и закурил дешевую папиросу. Но, земляк, ты уже слышал, что Зиновьев затеял в Ленинграде? Спросил он у Долотова, затягиваясь дымом. Кое-что слышал, ответил Долотов, а подробности не знаю. Пургин прикрыл дверь, они были в купе одни и заговорил, понизив голос. Подробности, дорогой земляк, не очень красивые. У меня брат в Ленинграде работает на русском дизеле, тоже коммунист. Так он мне писал, созвал, пишет Зиновьев в губернскую партийную конференцию и стал свою линию гнуть. И что же ты думаешь? Зиновьевцы утвердили делегатами своих крикунов. Ты вот посмотришь на съезде ихнюю делегацию, самые отъявленные дебоширы и демагоги, они нам устроят маскарад. Я слышал, что они комсомол будоражат, сказал Долотов. Разве только комсомол? Их не крикуны по красноармейским казармам бегали, рабочих поодиночке агитировали. Зиновьев, тот закрытым кружком руководил, своей политграмоте людей обучал. Чем ближе поезд подходил к Москве, тем тревожнее становилось на душе у Долотова. Да, Петр Анисимович, сказал он Пургину, по всему видно, что дело дойдет до серьезного. Пургин закинул ногу на ногу, обнял колено, сыпив жесткие пальцы больших рук. Ничего не попишешь, он тряхнул волосами. Обидно, что так получается, но нам не в первый раз идти в бой, мы народ стреляный. В Москве Долотов и Пургин обменялись адресами, договорились встретиться и домой ехать вместе. Долотов остановился в Сокольниках в общежитии софтпортшколы, где были выделены комнаты для многих депутаций. Уложив под койку дорожный мешок и отметившись у регистратора, он зашел в парикмахерскую, побрился и решил посмотреть Москву. С тех пор, как Долотов не был в Москве, многое изменилось. Привлекательнее стали дома, особенно на центральных улицах, большой порядок был в уличном движении, лучше одеты люди. Да, трудную работу мы провели, думал Григорий Кирьякович. Чуть ли не из лап смерти вырвали народ, а ведь это только начало, главное впереди. Долотову Долотову очень хотелось побывать на первых заседаниях съезда, но в эти дни у него были назначены важные встречи в трех наркоматах, и он с утра до вечера ездил по разным учреждениям, чтобы получить долгожданные наряды на строительный лес, кирпич и цемент. Кроме того, проект первой в Ржанском уезде электростанции, который был разработан по настоянию Долотова, почему-то не утвердили в губисполкоме, вернули в Ржанск, и Григорий Кирьякович написал по этому поводу письмо в Центральный исполнительный комитет, и просил примерно наказать губисполкомовских волокитчиков. Проект электростанции был передан на заключение известному инженеру-строителю, который дважды вызывал Григория Кирьяковича к себе и все требовал дополнительных сведений. Однако Долотов несколько раз виделся с Пургиным, и тот обстоятельно рассказывал ему обо всем, что происходило на съезде, о полном идейном разгроме Зиновьевской новой оппозиции, о боевых выступлениях товарищей Смест и, самое главное, о той грандиозной линии индустриализации страны, которая была провозглашена на съезде. «Вот это здорово!» обрадовался Долотов. «Значит, я правильно поступал, когда обеими руками дрался с губ исполкомовскими чинушами за нашу ржанскую электростанцию. Теперь по всему видать, мы возьмемся за настоящую стройку». Все же Долотову удалось побывать на одном из последних заседаний съезда вместе с депутацией своих земляков-крестьян, которая приветствовала съезд. От имени депутации выступал старый крестьянин-середняк. Трое его сыновей служили у Щерса, и все трое в один день погибли в бою под Черниговом в восемнадцатом году. Этого старика, канона Семеновича Ситяева, Долотов знал. Он жил в деревне Пеньки, неподалеку от Ржанска. Широкоплечий, большорукий, с окладистой рыжеватой бородой, Ситяев еще в дороге наотрез отказался читать приветствие по бумаге. Он спокойно подошел к столу Президиума и, оправив синюю сатиновую сорочку, заговорил громко. Наши крестьяне-хлеборобы через нас посылают привет и поклон четырнадцатому партийному съезду. Они просят передать вам, что наша деревня Пеньки и все окрестные села и деревни уже стали сеять хлеба больше, чем сеяли до революции. Живем мы теперь в достатке и крепко благодарим партию, а также советскую власть за помощь крестьянству и за все заботы. Земля, как говорится, слухами полнится, и мы уже слыхали, что в Питере объявилась новая позиция, которая желает куда-то на кривую дорожку нас увезти. Так вот, наши крестьяне-мужики просили передать съезду, что мы все пойдем той дорогой, на которую нас вывел Ленин, и никто нас с этой дороги не собьет. Делегаты съезда несколько раз прерывали речь старика Ситяева аплодисментами, и он даже растерялся немного от такого теплого приема. Съезд продолжался ровно две недели и закончился вечером 31 декабря. В ту же ночь Долотов, Пургин, старик Ситяев и трое участников депутации выехали из Москвы. Поезд отходил без четверти двенадцать, и запасливые пассажиры купили в вокзальном буфете вина и закуски, чтобы встретить Новый год как полагается. Вагон был почти пустой. Пургин, как только поезд тронулся, расстелил на столике газету, раскупорил бутылки и стал торопить товарищей, показывая на свои карманные часы. «Пора не то мы провороним царство небесное». «Ну, канон Семенович», сказал Долотов Ситяеву, «тебе, как старейшему, положено произнести новогоднее поздравительное слово». Ситяев мотнул головой, разгладив ладонью пышную бороду. «Давайте скажу». Он взял стакан и, явно не поддерживая полушутливый тон Долотова и Пургина, заговорил серьезно с крестьянской истовостью. «Вот, дорогие мои товарищи, на наших глазах великое дело сделано. Партия желает для народной пользы, для победы, значит, государство наше застроить новыми, огромадными заводами, чтобы мы сами у себя могли производить все на свете. Когда, скажем, мужик новую хату собирается ставить, и то ему хлопот полон рот, деньжат поднакопить, лес добыть, кровлю заготовить, гвозди там всякие. А тут не хата, а целое царство по новому плану должно быть построено. Вот и прикиньте, сколько труда требуется вложить, какую силищу надо иметь. «Ты побыстрее, Семеныч», напомнил нетерпеливый Пургин. «До нового года три минуты осталось, у меня часы верные, и я их с вокзальными сверял». Канан Семенович недовольно повел бровями. «Не мельти шесть». Я вот чего хотел сказать. Ежели тут наверху нашлись такие люди, которые в планы своей же партии не верят и шкодить начинают, то и среди нас подобные найдутся. Один над рублем своим будет труситься, не захочет его государству в долг дать, другой от работы станет убегать. Все одно, как черт от Ладана, третий плакать зачнет. Для чего мол это беспокойство? Заводы всякие, какая-то индустриализация? Деды наши без индустрии жили, да белый хлеб ели, и мы без нее обойдемся. Правильно, Семенович, найдутся такие, поддержал старика один из участников депутации член губкома Кузнецов. Хоть немного, но найдутся. Я и не говорю, что много, и если бы их много нашлось, таких неподобных, то нечего бы и огород городить. А говорю я это к тому, что партийные товарищи должны теперь же с народом потолковать, полное разъяснение людям сделать, весь план перед ними раскрыть. Народ у нас такой, ежели он разобрался и засучил рукава, горы свернет. Сетяев поднял стакан, посмотрел на Пургина. Сколько там на твоих вокзальных осталось? Все, ровно двенадцать, возгласил Пургин. Ладно, давайте же выпьем за это, сказал Сетяев, чтобы в новом, 1926 году весь наш народ за работу взялся и одолел каждого, кто станет нам мешать. Молодец, дед, правильно, закричали, зазвенели стаканами товарищи. Выпьем за победу и за счастье и за то, чтобы не последнюю пить. Легли спать поздно. Долотов долго не мог уснуть, лежал, подложив руки под голову, прислушиваясь к ровному постукиванию вагонных колес и думал, правильно, старик Сетяев говорит, наш народ горы свернет, а организовать, поднять народ должны мы, коммунисты. Тогда все будет в порядке, тогда народ горы свернет. Так, сказал Сетяев, именно так, народ горы свернет. Хотя Долотов спал мало и плохо, он проснулся раньше всех, оделся, долго с наслаждением отфыркиваясь, умывался, потом встал у окна и закурил. Поезд шел на перегоне между Мцемском и Орлом. Сквозь серые клочья паровозного дыма белели засыпанные снегом поля, мелькали разъезды, шлагбаумы, виднелись на горизонте деревни и села. Долотов, как это часто с ним бывало, на одно мгновение представил громадину своей страны с ее городами, селами, бескрайними степями, тайгой, морями и реками, с миллионами неодинаковых, очень непохожих один на другого людей. И подумал о том, что действительно поставленная партия и задача индустриализации настолько же трудна, насколько величественна. Он подумал также о том, что вот сейчас по зову партии встанут в головных колоннах народа коммунисты и поведут людей на трудный, долгий подвиг. Что ж, вздохнулся грудью Долотов. Ради этого можно отдать все и труд, и здоровье, и силы, и жизнь. Глава третья Почти всю зиму Андрею пришлось управляться в хозяйстве одному. Дмитрий Данилович добросовестно высиживал приемные часы в амбулатории и лишь изредка, накинув на плечи тулуп, выходил во двор глянуть, что делает сын. Настасья Мартыновна доила коров, присматривала за птицей, варила обеды. Вся основная работа лежала на плечах Андрея. Отец будил его на рассвете, Андрей открывал глаза, сладко сдевал и потягивался на своей лежанке за печкой. Ему не хотелось вылезать из-под теплого кожуха, но он слышал, как за стеной в конюшне топают лошади, нехотя поднимался и начинал разминать подсушенные, затвердевшие от пота портянки. Шевелись, шевелись, поторапливал с печки отец. Кони стоят голодные, не слышишь что ли? Сейчас ночь как год, скотина уже с вечера успевает все поесть. Иду, у меня не десять рук, огрызнулся Андрей. Одеться надо. Он натягивал штаны, рубаху, всовывал ноги в старые отцовские валенки и, брызгая изо рта водой на ладони, умывался над ведром. Потом надевал полушубок, туго подпоясывался натертым до блеска солдатским ремнем и, прихватив рукавицы, шел в конюшню. Ты смотри, как Андрей вытянулся, провожая сына взглядом, говорила Настасья Мартыновна. Еще восемнадцати нету, а он на целую голову выше нас с тобой. Все они растут, отвечал Дмитрий Данилович, слезая с печки и покряхтывая. Так растут, что из батьки последние соки высасывают. Настасья Мартыновна сердито гремела кастрюлями. Из тебя высосишь сок, только и знаешь, что в амбулатории сидеть, да в сельсовет ходить, а на детей все тяготы взвалил. Вон, посмотри, сколько сена Андрюша на себе тащит, еле ноги видно. Ленится два раза ходить, потому и тащит. Взвалив на плечи тяжелую вязанку сена, Андрей шел по снеговой тропке к конюшне, свободной рукой отпирал замок и распахивал дверь. Больше всего он любил этот первый утренний заход к лошадям. Из дверей конюшни белесыми колбами валил теплый пар, в нос бил острый запах свежего конского навоза, и три кобылы, повернув голову, встречали Андрея коротким просительным ржанием. Он лошадей по шее, брал лопату и начинал чистить конюшню. Навоз надо было выносить во двор и складывать в одну кучу, которая к весне поднималась все выше и выше. «А теперь мы вас приведем в порядок», говорил Андрей лошадям. «А то вы, друзья, на чертей похожи». Разговор с лошадьми нравился Андрею. Он видел, что лошади не только различают интонации его голоса, но и сами отвечают на его голос ржанием, трутся головами о его полушубок и всем своим видом говорят. «Ладно, ладно, нам все ясно, тебе скучно, не с кем поговорить, вот ты и заводишь с нами эти утренние беседы». Впрочем, нам это тоже доставляет некоторое удовольствие, так что давай будем дружить». Каждая кобыла стояла в отдельном отгороженном досками деннике, и у каждой из них был свой характер. Любимица Андрея Каракова Аразита, он назвал ее так, услышав от кого-то песню о Аразите, была самой избалованной и капризной. Суховатая, с тонкими ногами и точеной головой, она постоянно заигрывала то со своей соседкой, старшей по возрасту Литунией, то с Андреем, которого норовила схватить губами за ухо, или толкнуть головой, или нетерпеливо била высоким, как стаканчик копытом, о землю, так что к утру выбивала возле ясли яму. Вторая кобыла, Литуния, отличалась твердостью нрава и, пожалуй, злостью. Она, как видно, презирала Розиту за ее баловство, никогда не разбрасывала, подобно Розите, овес по всей конюшне, а к Андрею относилась с холодноватым почтением. Третья, огромная кобыла, ее называли старухой, была воплощением могучей, спокойной силы и доброты. В поле она работала за троих, каждый год исправно водила жеребят. Когда Андрей начинал чистку лошадей, в конюшню заходил Дмитрий Данилович. Он следил, как сын сначала с железной скребницей, а потом щетками и куском мешковины натирает конские бока до атласного блеска, расчесывает гривы, смазывает салом копыта. Дмитрию Даниловичу не приходилось вмешиваться в работу сына. Андрей все делал отлично. Только изредка отец ронял сквозь зубы. Серой надо бы замыть бока, на ней каждое пятно видно. Буду замывать, простужу кобылу, говорил Андрей. А она жеребая. Можно теплой водой? Ладно, замою. Целый день Андрей возился во дворе. Из конюшни он шел в коровник, кормил и чистил коров, потом гнал и коров и коней на водопой, относил свиньям запаренные матери отруби, кормил кукурузой кур и уток, расчищал дорожки в снегу, а под вечер, закончив работу, ног не чуял от усталости. Он никогда не жаловался. Возня с животными нравилась ему, и он взрослее стал так же, как и отец, гордиться тем, что их, ставровские кони, быстрые, сильные, и чище всех других коней в огнищенке, что их коровы дают больше молока, а свиньи выкармливаются до десяти пудов. Он гордился больше всего тем, что это достигнуто его, Андреевым трудом, его руками, его старанием. Несколько раз Андрей с удивлением замечал, что у него все чаще стало появляться желание идти в конюшню или свинарник без всякого дела. Стоять и смотреть, как, роняя с губ желтоватую пену, жуют овес сытые кобылы, или, как раскормленный кабан, развалившись на соломе, похрюкивает и как ходуном ходит его жирное розовое брюхо. Подчиняясь желанию сделать все как можно лучше, Андрей каждый день находил все более важных и неважных изъянов в отцовском хозяйстве и до самой темноты не заглядывал в дом. То чинил крышу в курятнике, то смазывал дегтем сбрую, то затаскивал под накат сани или выгребал из-под снега бороны. Вначале он не без хвостовства перед самим собою думал, что это только он, Андрей Ставров, проявляет такое рвение и любовь к работе. Но потом, наблюдая за гнищенами, убедился, что и они, молодые и старые, мужчины и женщины, одинаково привязаны к своей хате, усадьбе, скотине, к своему полю, что без любви и привязанности невозможно хозяйничать. Он понял, что без этой любви и привязанности все идет прахом и люди нищенствуют, как беспечный, вечно голодный капитон Тютин. Андрей не раз видел, какое неутешное горе вызывает у мужика гибель лошади, теленка или побитая градом потравленная чужой скотиной Нива. Однажды утром во двор к Ставровым забежал их сосед Павел Кущин. Несмотря на мороз, он был босиком, без шапки, белый, как стена, и губы его дрожали. Беда у меня, Андрюха. Растерянно затоптался на снегу. Бежим, голубчик, поможешь, бежим скорее. А что случилось? Андрей кинул вилы. Мерин у меня пропадает. Зубы Павла выбивали частую дрожь. С вечера, должно быть, снял себя обрать, ложился в конюшне, а там в полу острый кол торчал. Он и пропорол Андрей бросился следом запущенным. Дверь в низкую тесную конюшеньку была открыта, и скупой свет пасмурного зимнего утра освещал понура лежащего на боку вороного Мерина. Мерин лежал в луже мочи и крови, а на полу под его боком первомутрово мерцало вываленная в навозе гора кишок. В темном углу скулила кудлатая собака. Ах, ты, боже, ты мой, закрутился по конюшне Павел. Да чего ж мне с тобой делать, бедная головушка, разве ж до ветеринара теперь доскачешь? Надо бы отца позвать, да он вчера уехал в пустополе. Со страхом и жалостью, поглядывая намеренно, сказал Андрей. На бегу натягивая рубахи, в конюшне бежали Демит и Петр Кущины. Ковылял дед Силыч, в хате дурным голосом вопила Зиновея, Павлова жена. Мужики сгруделись вокруг Мерина, осматривали его со всех сторон, а он тяжело с кряхтением дышал, раздувая разбросанную вокруг по лобу. Надо ему сразу же заправить кишки внутро, сказал Демит. Он притрунулся ладонью холодейшей радужной горки, от которой шел слабый порог. Видать, Ниди уже давно пропорол, перед светом, кишки еще теплые. Беги, скажи Зиновея, чтобы поставила водицы согреть, сказал Дед Силыч, толкнув Павла. Спробуем ополоснуть ему всю справу водицей и заправим, может, чего и получится. А выйдет чего? Глухо, недоверчиво спросил Павел. Дед Силыч пожал плечами. Если в середке ничего не повредил, выйдет, а если повредил желудок или же порвал какую внутренную кишку, тогда считай, что все кончено. Вот чего, вы тут заправляйте внутренность, а я запрягу своих коней и поскочу в пустополе до ветеринара, засуетился Демид, может, еще и спасем худобу. Через четверть часа он уже мчался в санках вниз по холму, а сатанила понукая низкорослых коней. Павел вынес из хаты миску с теплой водой, иголку и нитки. Дед Силыч осторожно орудая непослушными руками, ополоснул в миске скользкие раздутые воздухом кишки и, ощупав пах мерина, стал запихивать их в рваную рану. Обессилевший мерин натужно храпел, его влажный глаз лилово светился. «В день нитку и зашивай», сказал дед Андрею, вытирая о штаны испачканные кровью и слизью руки. Испугался Андрей. «Я не смогу». «Сможешь». Став на корточке, Андрей ткнул острую иглу в кровоточащий лоскут на паху мерина. Мерин не шевельнулся, только по спине его пробежала и сникла в шерсти короткая дрожь. «Зашивай, зашивай», гудел за спиной Андрея дед Силыч. Однако их старания оказались напрасными. Павел еще не успел отрезать ножом суровую нитку, захрапел, забил ногами в предсмертных конвульсиях, застучал копытами о глиняную стенку, вытянулся и перестал дышать. Павел молча опустился на порог. «Тут уж ничего не сделаешь, сосед», жалостно посматривая то на Павла, то на издохшего мерина, сказал дед Силыч. «Значит, он себе колом нутрою суродовал, все чисто порвал середки». Андрей привел свою серую кобылу, накинул на нее шлею и прихватил валек. Дед Силыч сложил вдвое толстую веревку, захлестнул петлей задние ноги издохшего мерина, завязал узел на вальке. Серая, беспокойно поводя ушами и оглядываясь, рванула, выволокла мерина из конюшни, остановилась. «Вот и все», сказал Павел, глядя на прикушенный желтыми изъеденными зубами язык мерина. «Вот я и опахался и обсеялся». Из хаты выскочила беременная в подоткнутой юбке зиновея. Она кинулась к мерину, отвернулась к стене, заголосила, как по покойнику. «Ой, худобушка, ты ж моя жалкая, да чего ж нам теперь делать? Кто ж нас не перенакормит? Кто землицу нам спашет? Мы ж тебя с малой куростили, сколько годов за тобой глядели и не доглядели». Когда Демид вернулся из пустополя с ветеринаром и остановил на холме взмыленных лошадей, он увидел распластанную на крыше сырую лошадиную кожу. На вороную шерсть кожи мягко лениво ложился белый снежок. Этот случай с соседским мерином потряс Андрея. Вернувшись домой, он осмотрел в конюшне каждый уголок, вынес оттуда и поставил отдельно под навесом вилы, лопаты, грабли, начисто вымыл ясли, разбросал свежую соломенную подстилку. Вечером он сказал приехавшему отцу. У Павла Кущиных кони сдох, напоролся в конюшне на кол. Давай весной поможем Павлу вспахать поле. А что, ему некому помочь? Нахмурясь спросил Дмитрий Данилович. У него двое братьев рядом живут, Демид и Петр, и у обоих по паре коней. Но Андрей не унялся. Вот и хорошо, сприжемся с Демидом и вспашем Павлу поле, а у Петра такие клячи, что он, наверное, и себе-то не сможет вспахать. Ладно, отмахнулся Дмитрий Данилович, до весны еще далеко. С недавнего времени в отношениях Дмитрия Даниловича к старшему сыну появились новые черты. Временами он еще покрикивал на Андрея, и если замечал какую-нибудь неисправность конюшни, в коровнике или под стогами сена, ругал сына лодырем и обормотом. Но однажды подозвал Андрея и неожиданно спросил у него, не посеять ли нам яровую в балке за бугром. Андрей удивленно глянул на отца, с чего это он вздумал с ним советоваться и ответил с достоинством. Ничего не выйдет, там весенняя вода размывает скаты, ила несет видимо-невидимо, давай уж лучше посадим в балке позднюю кукурузу. Что ж, можно и кукурузу, согласился Дмитрий Данилович. С этого дня он стал относиться к сыну как к взрослому. Если Андрей поздно возвращался с вечерок, помалкивал, и если заставал его где-нибудь за конюшней с папиросой в зубах, делал вид, что не заметил, молча отворачивался и уходил. Андрей чувствовал это новое отношение отца и сам старался походить на взрослых. Степенно здоровался с соседями, ходил деревенской неторопливой походкой в развалку. На скотину покрикивал хрипловатым боском. Однажды, впервые в жизни, он решил побриться. Взял отцовскую бритву и, оставшись один, пристроился в кухне перед осколом зеркала. В зеркале хмурилось молодое обветренное лицо с белесым чубом и сине-серыми пристальными глазами и облупленным носом. Поеживаясь от щекотного прикосновения жесткой кисти, разбрызгивая на рубахе взбитую пену, Андрей намылил щеки подбородок и стал неумело водить бритвой по коже. Он порезался в двух местах, но с гордостью и уважением к самому себе начисто соскреб мягкий пушок на лице. Глубокий порез на верхней губе он заклеил папиросной бумагой и подумал с удовлетворением. Теперь можно идти на вечерки. Все в порядке, а то косой Тихон к пароходу проклятый не дает. Куда, мол, ты, курченок, лезешь со своим пухом? Зимой, когда старики отсиживались дома и девчатам негде было принять парней ухажеров, вечерки устраивали в тесной хате тетки Лукерьи. Девчата приносили с собой пряжу, тайком под платками тащили немудреную закуску. Одна хлебину, кусок сала. Парни в складчину покупали полведра самогона. Так коротали долгие зимние вечера. Побрившись, накормив скотину, Андрей дождался темноты и пошагал на вечерку. Он еще ждал тихо внутри рубля на самогон и теперь шел спокойно, зная, что его ждут и что он не явится незваным гостем. Только что побритые щеки Андрея приятно пощипывал морозец. Все вокруг казалось ему крепким, свежим, как его собственное упругое тело. Он подошел к хате Лукерьи, тихонько застучал дверной клямкой. Черноглазая Ганя Горенова высунула из-за двери голову, сверкнула белыми зубами, пригласила. Заходи. В низкой горенке было сильно накурено. В углу под божницей тусклым светляком мерцала лампада. На кровати и на склонясь одна к другой и ловко вертя веретена пряли младшие девчата Уля Букреева, Василиса Шаброва, Таня Терпужная. Тут же крутилась выгнанная Острецовым Пашка и ее краснокутские подруги Глафира и Харитина, такие же разведенные молодухи. Парни сидели вокруг стола, резались карты. Из-за густого облака махорочного дыма то и дело слышались их короткие выкрики. Давай еще, возьми, еще одно, перебор. Андрей поздоровался, скинул полушубок, походил по горнице, приглядываясь к девчатам. Нарумяниная Глафира легонько взяла его за пояс, проворковала смешливо. Чего затопал, девчина выбираешь, так ты на этих прях не гляди, у них еще под носом мокро, и они чуть чего плакать будут, ты лучше прямой до нас, мы тебя приголубим. А я вот похожу, может, и выберу какую, в тон ей ответил Андрей. Но выбирай, Глафира засмеялась, только гляди не промахнись. Гулящую Глафиру узнала вся огнищенка. Семнадцати лет она вышла замуж, года три жила с мужем сапожником где-то под обаянью, потом вернулась на хутор Костин Кут с грудным ребенком, сдала его на попечение матери-вдовы и стала гулять напропалую. К ней захаживали и женатые, и холостые. По ночам заезжали лесники, и смазливая Глафира всех принимала, каждому пела песни, каждого отделяла своей лаской. Сейчас, то обнимая Пашку терпужную, то пощипывая свою подругу толстую харитину, Глафира притворно зевала. Скучно, девоньки, заявила она, поиграть бы в чего-нибудь или выпить стаканчик, а то наши дорогие кавалеры вовсе на сном поморят. А чего ж вы дожидаетесь, отозвалась из-за печки тетка Лукерия, взяли бы и в какую игру поиграли. Глафира растормошила девчат, повырывала у них веретена, обняла двух крайних, втолкнула в девичий круг Андрея и завела протяжно низким голосом. Хмель мой хмелюшка. Девчата подхватили, закружили Андрея, оглушая его хороводной песней. Хмель мой хмелюшка, хмелиное перышко, лебединое крылышко, полети наш хмелюшко на нашу сторонушку, на нашей сторонушке приволье широкое, раздолье великое. Андрей затоптался среди девчат, как спутанный конь, расстегнул ворот рубашки, сразу вспотел, а горячие руки глафиры все обвивали его шею и подмалеванные губы выпивали, звали куда-то. По той же раздолюшке белый лебедь плывет с белыми лебедками. Опрокидывая табуреты, парни вскочили с мест, ринулись на середину горницы, образовали новый круг. Девчата заверещали, уклоняясь от объятий, стали отбиваться от парней, но те смыкали круг все теснее и теснее, начали приплясывать. Большеносый Ларион Горюнов запел, задыхаясь, а оказавшаяся в центре глафира, раскинув руки и дробно пристукивая каблуками модных ботинок, зачастила скороговоркой. Я косила лебеду, лебеду, телятушкам на еду, на еду. Меня парень поволок, поволок, в тейну баньку наполок, наполок. Столы с камья дрожали, мигал огонек лампады, тоненько дребезжали оконные стекла, снизу из щелей ветхого пола поднялась пыль, как щепку водовороте вертела Андрея бешеная пляска, его толкали со всех сторон, и он сам толкал локтями девчат, наступал на чьи-то ноги, остро запахло дешевой помадой. «Эх, эх!» истошно вскрикнула Глафира, обрывая танец. «Фу!» раздался общий вздох. Обмахиваясь платочками, подолами широких юбок, девчата присели на кровать. Разгоряченные парни выскочили во двор, стали глотать снег. Из-за печки вышла тетка Лукерия, обрызгала пол, сливая воду на горсть, поставила на место опрокинутые табуреты, спросила «Ночевать будете? Солому вносить?» «Вносите», ответил за всех Тихон Терпужный. Выпили по полстакана самогона, угостили девок сладким, купленным в пустопольской лавке вином. От нечего дела Тихон стал потешаться над Касьяном Плохотиным, молчаливым, придурковатым парнем. Касьян три года батраковал у богатого мужика под Ржанском и совсем недавно перед Рождеством вернулся в Огнищенку. Был он здоров как бык, не злобив и доверчив. Девчат побаивался. Сейчас Касьян смирно сидел на лежанке, теребя кудуватую баранью шапку. «Касьян, а, Касьян?» подошел к нему Тихон. «Расскажи, сколько ты грошей в пеньках заработал?» Касьян втянул в плечи большую круглую стриженную ежиком голову. «Но чего же ты молчишь?» «Бы-ы-ы!» — осклабился Касьян. «Сколько не заработал, все мои!» Тихон щелкнул его по носу. «Выкладывай гроши, мы тебе девку купим. Вот, выбирай любую. Хочешь Ганьку Горюнову, хочешь Улю, а хочешь Глафиру?» Девчата захохотали. Бедняга Касьян совсем смутился. Закрыл рот шапкой, забил оботами в драные валенки ногами по стене лежанки. А Тихон моргнул зубоскал у Антошки Шаброву, которого все за его малый рост и остроту языка звали Шкаликом. «Эй, Шкалик, разъясни нам, чего это святого Касьяна празднует только раз в четыре года?» Антошка закачался на табурете и, как заправский поп, налегая на О, начал рассказывать. «Это так получилось. Приходит Касьян к Богу, одетый по-городскому. На голове шляпа с бантом, на рубашке два галстука, брюки-клеш, ботиночки-лакировки. Все с честь по чести. Пришел, значит, Касьян и говорит Богу. «Вот чего, товарищ начальник, не по душе мне, что люди Микола Угодника больше меня почитают. Церквей ему понастроили, фото с него у себя держат, а мне хотя бы какую-нибудь завалящую часовню из камня дикаря соорудили». «Послушал Бог жалобу Касьяна и приказывает своим рассыльным. Разрешите ко мне Миколу Угодника. Те кинулись по всем райским закуткам. Туда-сюда. Нету Миколы». «Но, брат ты мой, — говорит Бог Касьяну, — погоди маленько, пока Миколу найдут, а потом я с вами разберусь». «Иди, мол, в дурачка с кем сыграй, или в кабаке посиди», — вернул Тихон. «Не мешай, тише, не перебивай», — зашипели вокруг. «Но посылает Бог своих рассыльных другой раз третий», — с дурашливыми ужимками продолжал Антошка. «И вот те приводят Миколу Угодника и становят рядом с Касьяном. Глядит Бог, Микола весь в грязи, босой, армячишка на нем задрипаный, мотуском подпоясанный. «Ты где это ушатался?» — спрашивает Бог. «Да я, — говорит Микола, — помогал мужикам вытаскивать из грязи кобыленок с телегами. Да они там позастряли по самые уши». Бог поворотился от Касьяна, да как закричит. «Слыхал, сукин кот? Это за это его люди и чтут. А ты, небось, травмваями целый день ездишь, да за барышеньками ухлёстываешь. Ступай вон от Седова, лодыряка. Далеко тебе до Миколы. А за то, что ты жалился, тебя люди будут праздновать только раз в четыре года. Понятно?» «Понятно. Ну и катись». «Ха-ха-ха!» — взялся за бока Тихон. «Слыхал, Касьян?» Закрывая рот рыжей шапкой, Касьян смущенно ухмылялся. «Ну хватит!» — сказал Ларион. Посмеялись над парнем и довольна. Андрей, как и все, улыбался. Но ему было жаль бессловесного смирного Касьяна. И он сказал вызывающее. «Если бы я был богом, я б святого Тихона отвёл бы к коновалу и выхолостил, чтобы он дурости не выкидывал». Все засмеялись. «Это кто ещё там пищит?» — Тихон насупился. Ларион примиряюще махнул рукой. «Бросьте вы, петухи! Давайте лучше выпьем самогона!» Он налил ещё по полстакана, взял со стула миску с огурцами, предложил. «Угощайтесь!» Самогон обжёг Андрею гортань. Он поперхнулся, закашлялся и поспешно схватил огурец. «Тебе бы молочко пить!» — презрительно бросил Тихон. Когда самогон и вино были распиты, девчата убрались со стола, аккуратно сложили на подоконнике свою пряжу и веретёна и зашушукались, выжидающе посмеиваясь. Тётка Лукерья вышла из-за печки, зевнула, перекрестила рот. «Ну чего ж, вноси и солому!» — спросила она. «Мы сами внесём!» — сказал Ларион. Они с Тихоном внесли пахапки холодной ржаной соломы, положили её на пол. Тётка Лукерья расправила солому, примяла босыми ногами, глянула на девчат. «А молодые хозяички чего по углам схоронились? Берите свои пальтишки, достелитесь, или же вам впервые ночевать с парнями!» «Паучи, паучи их, тётя!» — одобрил Тихон. Тётка Лукерья прислонилась спиной к горячей печке, поджала губы и сказала. «А чего ж их учить? Это дело у нас покон веку ведётся. Ночёвка после вечёрок. Где же молодым людям познакомиться, как ни под одной одёжиной? Вот девчаткам только разума не надо терять. Это другой разговор. А насчёт ночёвки такой уж, значит, деревенский закон. И деды наши, и родители по вечёркам с девками спать ложились. И девки пускали парней. Они баловались, чей свою строго блюли. «Скажите, какой большой интерес!» Откликнулась неугомонная Глафира. «Только намучаешься даром, и всё». «Правильно, Глаша!» Как гусь загоготал Тихон. «Нет, неправильно ты говоришь!» Сердито сказала тётка Лукерья. «Как же так можно? Ведь девка не век вековать будет одна. Найдёт себе человека по сердцу. Замуж выйдет. С какой же совестью она на мужа-то глядеть будет?» Махнув рукой, она скрылась за печкой. Стала шептать молитву. Глафира расстелила на соломе свой нарядный полушалок. И спросила Игрива, «Чей тулуп стелить под голову?» «Стели мой», — сказал Тихон. Они улеглись у стенки. Рядом с ними, потянув за собой Пашку Терпужную, уселся и стал стаскивать сапоги Ларион. Один за другим повалились и тотчас же захрапели Касьян и Антошка Шабров. Немного похихикали и легли с головой, накрывшись платками, Васка Шаброва, Таня Терпужная и Ганя. Остались только Андрей и Уля Букреева. Андрей сидел у порога на корточках, курил. Уля, распустив белесую косу, заплетала ее, туго стягивая концы, задумчиво смотрела в окно. Заплетая косу, Уля сняла валенки, поставила их в угол, стащила с ног и разложила на лежанке шерстяные носочки, расстелила свою шубейку. — Чего ж ты не спишь? — сказала она Андрею. — Пора. — Места нет, — сонно пробормотал Андрей. — Я пойду домой. Уля приподнялась, уперлась ладонью в пол. — Куда же ты пойдешь в такую темень? Тут есть место. Иди ложись. Андрей послушно пошел в угол и улегся рядом с Улей, прикрыв ее полой своего полушубка. Он никогда не обращал внимания на эту тихую белявенькую девушку, никогда не думал о ней. И даже тут, в Огнищенке, где все виделись по десять раз на день, встречал Улю очень редко. Сейчас он удивился тому, как спокойно, просто Уля придвинулась ближе, положила голову на его руку и прошептала, засыпая. — Ну, спи. Но Андрей еще долго не мог уснуть. Он думал о Еле, о том, как странно все устроено на свете, и как ему хотелось бы одним глазом глянуть на то, что делается в пустополье, где он так жестоко обидел подвум подметным письмом ту, которая уже стала для него дороже жизни. Домой Андрей возвращался на рассвете. Возле колодца он неожиданно натолкнулся на Дулугача, тот, как видно, только что приехал откуда-то и поил у колодезного корыта оседланного, заиневшего в пахах коня. Увидев Андрея, Дулугач подозвал его и сказал, затягивая седельную подпругу. — Вот чего, молодой человек, выбери ты часок свободного времени и загляни ко мне до дому. Серьезный разговор есть. Хватит тебе по девкам шастать, да в навозе копаться. Хочу тебя на ответственный пост определить. 2. Илья Дулугач жил в убогой избе между Букреевыми и Плохотинами. В его неогороженном дворе не было ни комор, ни сараев, только высилась, разлохмаченная ветром скирда соломы, да в обложенной навозом землянушке стоял старый гнедой конь. Родом Дулугач был с Украины, откуда его отец Батрак ушел задолго до революции. Долго скитался по хуторам, потом лет 15 служил конюхом у огнищенского помещика Рауха. В 1917 году конюхи Михайло Дулугач и Петр Липец, муж тетки Лукерьи, собрали сход и объявили в Огнищенке советскую власть. Они подняли на ноги окрестную бедноту, конфисковали у Рауха землю, раздали мужикам его коней, быков, овец. Они разыскали в ямах захороненное кулаками зерно и сдали его продотрядом, арестовали трех кулацких сыновей белогвардейцев. В 1919 году осенью Михаил Дулугач и Петр Липец были найдены возле казенного леса мертвыми. Петр лежал прямо на дороге, ему разможили голову железной занозой и насквозь прокололи грудь вилами-тройчатками. Михаил был прикручен проволокой к стволу березы и весь изрублен топором. Добрые люди обмыли мертвых, обрядили их, как положено, и схоронили там же, неподалеку от леса, на невысоком кургане. В эту пору молодой Илья Дулугач, кавалерист 1-й конной армии, сражался против Деникина, потом попал на польский фронт. Когда Илья вернулся в Огнищенку, он вместо родного дома нашел только кривые стены разваленной избы. Тетка Лукерия, вытирая фартуком глаза, рассказала ему о гибели отца и о смерти убитом горе матери. Илья просидел полдня на отцовской могиле, за неделю исправил разоренную избу, а к весне привел из Калинкина девушку-сироту Любу и стал с ней жить. А гнищенские бедняки вскоре избрали Дулугача председателем сельсовета. Круто повел себя молодой председатель. Он вывез из Рауховского двора и раздал беднякам все, до последней щепки, а самого Рауха выгнал из дома. И если в сельсовет приходили богатые мужики, Дулугач тяжелым, недобрым взглядом окидывал их с ног до головы, и губы его дрожали. — Я их, сволочи, все одно доконаю, — говорил он упрямо. Однако и самому Дулугачу не повезло. Его жена Люба заболела какой-то неизлечимой женской болезнью и таяла на глазах. Илья таскал ее по врачам, показывал профессору в губерненском городе, но даже профессор ничем не смог помочь, только руками развел. Безнадежное, мол, дело. Хотя Люба лежала больше в кровати, в избе Дулугача было чисто, кухонный стол вымыт, земляные полы смазаны желтой глиной, марлевые занавески на окнах разглажены. Гордостью Дулугача был большой красочный портрет Ленина, вставленный в роскошную позолоченную раму старинной работы. Портрет-плакат, на котором Ленин был изображен с поднятой рукой, Илья выпросил в губкоме партии, а раму подобрал на Рауховском дворе вместе со стеклом. Дня два с уконкой начищал каждый завиток, а потом вставил в нее плакат и повесил между двумя окнами против входной двери. С того дня каждый, кто заходил к председателю, видел залитую солнцем фигуру Ленина, а над Лениным глубокую синеву ясного неба. Андрей пришел к Дулугачу в первое же воскресенье, но дома его не застал. Сидевшая у печки Люба оторвалась от работы, она латала мужнину рубаху и пригласила Андрея присесть. «Погодите немного, он выскочил к соседу, скоро вернется». Сматриваясь бескровное лицо Любы в желтоватый цвет кожи на ее худых руках, Андрей спросил, чтобы прервать неловкое молчание. «Ваш муж, наверное, никогда не бывает дома?» «Почти что», — слабо улыбнулась Люба. «При моем плохом здоровье тетя Лукерья спасибо ей помогает. Если б не она, совсем плохо пришлось бы. А Илья одно знает — сельсовет, волос, собрание, всякие сходки. В воскресный день и то не сидит в хате, то к одному соседу бежит, то к другому. Везде дело себе находит». Люба положила на колени шитье, воткнула иголку в кофточку. «Такой уж у него, Ильи, непоседючий характер. И терпения нету ни крошечки. Все мотается да придумывает чего-нибудь». Илья Длугач вошел в хату неожиданно, с треском распахнув наружную дверь и что-то опрокинув в сенцах. «Прибыл, вот и хорошо», — сказал он, увидев Андрея, истаскивая себя длиннополую потертую шинель. «А я у лесника был, у Букреева. Хотел у него пару сошек выписать, стропила в конюшне сделать. Там крыша окаянная провалилась, прямо совестной перед людьми и перед конем». Он прошелся по хате, глянул на жену, заговорил, словно оправдываясь перед ней. «Пришел я к леснику, а у него Назар сидит, который в батраке к терпожному пристал. Тоже леску просить заявился. Хочу, — говорит, — какую Нина есть, земляночку себе слепить, а то ваш Антон Агапович скоро жилы из меня вытянет». «Такой не то, что жилы, душу вымотает», — согласилась Люба. «Во-во, ну зачем он про Антона-паразита рассказывать?» «Назар-то. А я на него и накинулся. Чего ты, говорю, боже, телок, здоровье свое отдаешь врагу революции? Руки у тебя есть, кузнец ты, видать, добрый. Пошли, говорю, этого кровососа Антона к чертовой матери. Да кузню открывай, работы у тебя тут хватит, а мы тебе земельки дадим, будешь хозяиновать помаленьку». «Что ж он, согласился?» — спросил Андрей. «А чего ему не согласиться?» — ухмыльнулся Длугач. «Парняга он работящий». «Добре», — говорит, товарищ председатель. «Я у терпужного дослужу до Пасхи. Деньги с него получу, какие положено. А там за свою земляночку возьмусь». Длугач присел на табурет, взял с подоконника папку с тесемками, вынул лист бумаги и разгладил его ладонью. «Тут такое дело», — сказал он Андрею. «Получил я отношения от начальства насчет борьбы с темнотой». «Какой темнотой?» Андрей подвинулся, заглядывая в бумагу. «Сейчас я тебе разъясню». Он постучал ногтем по картонной папке. По нашему Огнищенскому сельсовету числится 369 жителей мужеского и женского пола, считаясь 9-летнего возраста и старых дедов. Мелкая дедва в эту цифру не входит, про нее особая речь. Так вот, из всех этих жителей только 45 грамотных, а 324 за место своей фамилии расписываются крестами, разные крючочки ставят и прочую муру. «Понятно тебе такая арифметика?» «Да...» — неопределенно протянул Андрей. Захлопнув папку, Дулугач сказал сердито. «Школа у нас в Калинкине одна на все деревни. В ней занятия идут в три смены, а учительша еле ноги волочит. Вот у нее и спланово такое решение. Открыть по сельсовету три вечерние школы ликбеза в Костином Куту, там Осрицова Степана за учителя поставить, в Калинкине, там я тоже паренька нашел подходящего, и у нас в Огнищенке. Тут уж тебе доведется помощь нам оказать». «Какую помощь?» — спросил Андрей. «Учителям пойти в ликбез. Будешь заниматься в избе читальни. Мы туда столы и лавки поставим, а титатки и карандаши нам пришлют». «А народ?» «Чего народ?» «Народ пойдет в эту нашу школу?» Длугач остервенело покрутил ус. «Пойдет. У меня пойдет. За народ ты не печалься». «Ладно», — сказал Андрей. «Давайте попробуем. Хотя я и не знаю, получится у меня что-нибудь или нет». «Получится», — заверил его Длугач. «Ты им нарисуй мелом на доске букву А, а они нехай повторяют. А после Б и В таким же макаром нарисуй. Если по три буквы за вечер выучат, мы эту ликвидацию неграмотности за 10 дней провернем. У меня так и сплановано. В крайнем случае ты там всякие мягкие знаки и точки запятые можешь пропустить, обойдутся и без мягких знаков. Нам эта мягкость ни к чему». В понедельник утром Длугач начал вызывать в сельсовет с жителей Огнищенки. Он вызывал их по одному, по два и с каждым по-разному беседовал. Одних уговаривал, даже упрашивал, других стращал, а перед третьими, повысив голос, ставил ультиматум ликвидировать в течение месяца свою неграмотность и никаких гвоздей. Первым в лапы Длугача попал дед Сусак. Он явился по вызову, уселся на скамье и, жуя конец сиво-зеленой обкуренной бороды, уставился на председателя. «Исай Фомич Сусаков?» – деловито осведомился Длугач, как будто никогда и не видел деда. «Так точно, он самый», – отрапортовал дед Сусак. «Угу, понятно». Перелистав бумаги, Длугач сказал с наигранной небрежностью. «Вы зачислены в школу, товарищ Сусаков. Придется вам вечерком приходить в избу-читальню по средам и субботам. Ясно?» «Это чего ж вы меня в школу зачислили? Сторожем или как?» – спросил дед. «Зачем же сторожем? Советская власть имеет желание вашу старорежимную недоразвитость ликвидировать и зачисляет вас учеником в Агнищинскую школу ликбеза. – снисходительно объявил Длугач. «Причем зачислены не только вы, но также бабка Олька, то есть Ольга Аверьяновна, ваша жинка». Дед Сусак с легким испугом посмотрел на председателя, не рехнулся ли он случайно и пробормотал виновата. «Оно, конечно, правильно, только нам со скотиною некому управляться, и потому мы премного благодарствуем. Нехай уж молодые учатся, а мы с бабкой дома за печкой посидим». «Об этом не может быть никакого разговора», – строго сказал Длугач. «Со скотиною вы до семи часов управитесь, а печка без вас не захолонит и не развалится, так что прошу в среду прибыть без опоздания». «Слухаю», – дед Сусак почесал затылок. «Раз так, то так». Чуть ли не полдня Длугач провозился с мужем и женою Шабровыми. Если тщедушный, с детства забитый Евтихий Иванович Шабров, высушив председателя, повторял «как вам будет угодно», то Шабриха сразу полезла на стенку. «Ты меня хоть убей, а я никуда не пойду», – сыпив пальцы, закричала она. «Придумали, чертяки, какие-то насмешки над старыми людьми и хотят, чтобы народ им покорялся идолам. Хоть топи меня, никуда не пойду». Чем больше кричала Шабриха, тем шире раздувались ноздри Длугача и темнее становились его глаза. «Но отчего», – сказал он, пристукнув кулаком по столу. «Вы мне тут глотку не дерите, ясно? У меня лежит на вас заявление от местных граждан насчет того, что вы ведьмуете, молоко коровам портите и вообще своим ведьмовством приносите вред бедняцкому хозяйству. Понятно? Я не давал хода этому делу. А теперь мое решение такое. Ежели вы походите недельки три в школу и научитесь по-людски свою фамилию подписывать, тогда я именем советской власти сниму с вас этот грех и позор. А откажетесь, пеняйте на себя. Имейте только в виду, что мы не позволим истощать наших советских коров ведьмовским вредительством. Так что лучше идите в школу и докажите свою преданность мировому пролетариату». С Антоном Терпужным Длогоч разговаривал коротко. Как только Терпужный, который уже прослышал, что председатель загоняет огнищан в ликбез, вошел в сельсовет, Илья бросил сквозь зубы. «Седай». Антон Агапович опустился на скамью. «Грамотный?» «Грамотный». Длогоч придвинул к Терпужному чистый лист бумаги и карандаш. «Распишись». Слюнявя карандаш, потея Антон Агапович с грехом пополам вывел Тер, а дальше поставил замысловатую каракулю. «Так», — критически прищурился Длогоч, «ну-ка напиши мне индустриализация». «Ясно?» «Индустриализация». Рука Терпужного дрогнула. Он оторопело посмотрел на председателя, крякнул. «Не можешь?» «Вопрос ясен. Грамотей. Грамотность твоя не выше, нежели у моего гнедова. В среду призываю быть в избе читальни совместно с Жинкой. Бывай здоров». Впрочем, насчет Терпужного в душе Длогоча шевельнулся червь сомнения. Едва Антон Агапович скрылся за дверью, Длогоч постучал кулаком в стенку. На его зов явился секретарь сельсовета Сережка Гривин, болезненный парень на деревянной ноге. «Как ты полагаешь, Серега?» спросил Длогоч, задумчиво покручивая ус. «Ежели, скажем, у нас имеется неграмотный кулак, а мы обучать его станем, будет это изменой революции или же нет?» «А чего по этому вопросу в инструкции говорится?» «На всякий случай», спросил осторожный Сережка. Смерив его уничтожающим взглядом, Длогоч презрительно сплюнул. «Ты мне инструкцию не тычь, там про кулаков ничего не написано. Ты своими мозгами шевели, сам в политике разбирайся, а то, к слову сказать, у тебя в голове какая-то недоделка имеется». И уже не обращая на обескураженного Сережку никакого внимания, проговорил мечтательно. «Придет такой час, когда мы каждого кулацкого паразита в крутом кипятке выпарим, змеиную шкуру с него сдерем и нутро его гадово обновим точно так, как скребком обновляет на дереве гнилую кору. А это легче сотворить, ежели он с волота будет грамотным, он тогда куда скорее разберется, что к чему. Значит, у советской власти не может быть никакого возражения против того, чтобы кулак обучался в ликбезе и повышал свою умственность. Под нашим, конечно, рабоче-крестьянским контролем. Разрешив таким образом сложный вопрос с обучением терпужного грамоти, Дулугач приказал Сережке Гривину немедленно вызвать сельсовет заведующего из бойчитальней Гаврюшку Базлова. Бежи за ним до дому и скажи, что председатель, мол, требует сей же секунд. Гаврюшка не замедлил прибыть во всем блеске, еще в коридоре снял старенькое серое пальтецо и предстал перед Дулугачем в неизменной розовой рубахе, в синих брюках дудочкой и модных ботинках Джимми. Редкие волосы Гаврюшки были обильно смазаны борным вазелином и уложены бабочкой. Честь имею поклонился он Дулугачу. Вот чего избачь, сказал Дулугач. Доведется тебе свою цирюльню из избы читальни выдворить. Там люди будут грамоте обучаться. Ты возьми ковенник, тряпку вычисти там все и полы помой. Табурет под Гаврюшкой скрипнул. Извините, товарищ председатель, я, наверное, ослышался. Как же это так? Мне мыть полы? с какой стати? Ты деньги за избу читальню получаешь? Повысил голос Дулугач. Получаешь. Кто же за тебя чистоту там наводить будет? Я что ли? Позагадил там все углы волосьем, бумажками, ногой ступить нельзя. Чтоб не завтра изба читальня сияла, ясно? Иначе я тебя заставлю языком все вылизывать. Позвольте, позвольте, скачал Гаврюшка. Я же не дворник, я, извините меня, не полотер. Я деятель культурного фронта, образование имею. Дулугач хлопнул линейкой по столу. Хватит, подпольный деятель. Получи у гривена под расписку тряпку и мой полы. Это первое. Теперь второе. Я уже не в силах терпеть твоей культуры в избе читальни. Только и знаете, там стрижку брижку производить да козлами скачете под балалайку. Довольно. Даю тебе официальное распоряжение прочитать гражданам лекцию. Какую лекцию? Пролепетал гаврюшка. Лекцию про вред пасхи и откуда произошла вся эта мура с хрестованием, с крашенками и прочее. Понятно? Через два месяца пасха надо уже теперь работенку проводить, агитацию устраивать. А ты за место антибезбожной агитации краковяк в избе читальни отдираешь. Вот подбери литературку, рисуночки всякие поделай и выступи перед гражданами. Какого числа прикажете? Упавшим голосом спросил гаврюшка. В ту субботу. Не в ту, а в ту. Ясно? Прямо после ликбезных занятий ешпаре лекцию. Мы заранее про лекцию объявим, чтобы люди знали. А теперь ступай за тряпкой и начинай мытье полов. Так и пришлось гаврюшке снять розовую рубаху, брюки и джимми, подкатать до коленей подштанники и мыть в избе читальни затоптанные полы, на которых давно уже лежал толстый слой затвердевший как камень грязи. К вечеру полы были вымыты. Пыль на стенах вытерта, а к потолку подвешены новые керосиновые лампы. Сережка Гривен привез из калинки на классную доску, два стола и несколько сломанных парт, которые тут же под руководством Длугача были наскоро сбиты гвоздями. Ну вот, с облегчением проговорил Длугач, теперь можно начинать занятие. Вроде аж на душе спокойнее стало. В среду вечером, как было условлено, пришли, хотя и с некоторым опозданием, почти все неграмотные огнищания. Тут были и дед Сусак с бабкой Олькой, и дед Силыч, и Шаброва, и Тютины, и братья Терпужные с женами, и тетка Лукерья. Не пришли только Федосия и Зиновея Пущины, должно быть, захлопотались с малыми детьми. Андрей пришел ровно к семи. Он волновался, кусал ногти, пробовал на доске острый кусок мела. Ничего, парень, не паникуй, ободрил его Длугач. Не святые горшки лепят. Ты смелее действуй. Ежели где и совьешься, они все одно ни бельмеса не поймут. Люди смущались не меньше Андрея. Они смотрели в пол, ухмылялись, перемигивались. Дед Силыч откровенно вздыхал. Тетка Арина, жена Павла Терпужного, сварливо говорила мужу. На кой лет ты меня сюда привел? Чего я корову не сдаю без твоей грамоты или же борща тебе не наварю? Затея ли такое, что совестно на вас глядеть, ей-богу? Когда все уселись по местам, Илья Длугач скинул шинель, оправил пояс на гимнастерке и заговорил громко и торжественно. Отныне кончается ваша тьма. Жили вы все как в лесу. Землю плужком ковыряли в точности как деды и прадеды. Одно только и твердили как попки дай господи да подай господи. Теперь советская власть повертает вас на новую дорогу и учит всех уму-разуму. Так что получайте под расписку тетрадки, карандаши и обучайтесь на здоровье. А как же они расписываться будут за тетрадки? Сдерживая усмешку спросил Андрей. Нехай пока роспись крестами да крючками ставят. Разрешил Дугоч. Сами же потом посмеются над этим. Андрей раздал тетради, взял мел и пошел к прислоненной к стене доске. Он еще и сам не знал с чего начинать и некоторое время стоял молча. Перед ними за столами и партами в ожидающей глядя на него сидели пожилые и старые люди, каждого из которых он знал и к каждому относился по-своему. Деда Силыча любил, бессловесного Евтихия Шаброва жалел, Тютина слегка презирал, Антона Терпужного побаивался. Андрей с детства видел всех этих людей в другой обстановке, с косами, вилами, граблями. Там, в поле, они учили его, Андрея, как надо держать косу, чтобы не запороть носок, как выложить снопы в суслонах, затянуть на хомуте сыромятную супонь, отбить на меже ровную борозду, отклепать тупой лемех. Тут же, в просторной, освещенной лампами комнате, он сам, Андрей Ставров, должен был учить этих людей читать и писать, то есть, должен был научить их тому, что дается гораздо труднее, чем выкладка суслона или затяжка супони. Сейчас, стоя у доски, Андрей видел обветренные, морщинистые лица, крепкие, узловатые пальцы, неумело держащие карандаш и думал, что же я им скажу, как мне научить их, какой же из меня учитель. Чего на тебя, товарищ дорогой, столбняк напал? Удивленно спросил Дугач. Дай-ка мне шматок мела, я сам начну, ежели у тебя не выдержка. Дугач быстро и твердо написал мелом на доске СССР, потом подчеркнул написанное, повернулся к людям, объяснил. Так, граждане, пишется название нашего государства СССР, Союз Советских Социалистических Республик, ясно? Первые три буквы называются С, а четвертая Р. Теперь перепишите все это в тетрадки и запомните, только у нас в СССР таких сиволапых мужиков, как мы с вами, писать обучают, а в буржуйских странах на нашей спине плетюгом писали бы, понятно? Понятно, отозвался сидящий впереди дед Силыч. Ты здесь, голуба моя, агитацию не разводи, у нас на спинах и по сей час есть знаки. Длугач передал мел Андрею. На, действуй, да учи мне по-настоящему, а то ты зачнешь мне показывать, как папа-мама писать, а это все ни к чему, чтоб до субботы они все умели писать слово индустриализация. В субботу я заглянул, экзамены им устрою, и ежели кто не сможет писать индустриализация, нехай пеняет на себя. Однако, Андрей не послушался Длугача. Он рассказал своим ученикам, как из букв составляются слова. Написал на доске несколько слов. Поле, Бахча, Ермо, Борозда, Барана. Потом стал писать отдельные буквы, а престарелые ученики, посапывая ипотеи от напряжения, старательно копировали в своих тетрадях все написанное учителем. С первых же вечеров Андрей увлекся работой. Он нарезал из картона квадраты и нарисовал лиловыми чернилами комплекты прописных и печатных букв. Верхом на лошади он съездил в Калинкино, познакомился со старой больной учительницей Верой Петровной и выпросил у нее три потрепанных словаря. Днем, при каждой встрече с кем-нибудь из учеников, Андрей останавливался и, рисуя веточкой на снегу ту или иную букву, заставлял старика или старуху на ходу повторять пройденное. «Хватит тебе громотей!» взмолились огнищане. «Ты нам в школе помороки забил, да еще и на улице проходу не даешь. Пойми, хоть жалость ради Бога, а то у нас вовсе ум за разум зайдет». Но почти каждый, кого Андрей останавливал, послушно опускался на корточки и, в свою очередь, отыскав щепку, а то и просто пальцем, принимался неуклюже вырисовывать усвоенные буквы. Только одна шабриха отмахивалась от Андрея. «Отцепись, вот ты неладин!» сердито ворчала она. «Делать вам, видно, нечего, так вы придумали беду на нашу голову». Когда Андрей рассказал о встрече с шабрихой деду Силычу, тот покачал головой и проговорил укоризненно. «Темная баба! Недаром ее ведьмы кличут! С чего с такой возьмешь? Ее за ручку ведут к добру, а она, вишь ты, еще упираешься! Я, мол, в темноте желаю жить». Занятия шли своим чередом, и уже на третьем уроке Андрей почувствовал, что его труд приносит первые плоды. Даже старики, дед Силыч и дед Сусак успели выучить много букв, ругались друг с другом из-за букваря и просили Андрея, ты насчет времени не бойся, ежели надо, мы часок другой лишний посидим, абы керосина в лампах хватило. В очередную субботу после занятий в избу читальню зашли Длугач и Гаврюшка Базлов. В этот вечер Гаврюшка нарядился как на свадьбу, весь сиял и только предательская дрожь пальцев выдавала его страх. «Граждане», сказал Длугач. «У нас есть указания свыше, чтобы мы скорость по сельсовету просвещению умов делали путем лекций, а также докладов. Сегодня заведующий избой читальни товарищ Базлов прочитает нам лекцию про Пасху, откуда она взялась и тому подобное». В избу читальню стали заходить парни, девчата. Появился даже угрюмый лесник Букреев, вечный молчальник. Следом за ним пришел Острецов. Люди расселись на скамьях. Андрей присел рядом с Длугачем. Ему интересно было послушать, как Гаврюшка будет читать лекцию, и он, зная этого недалекого пустомелю, предвкушал удовольствие в досталь посмеяться. «Начинай», приказал Длугач Гаврюшки. Тот вышел вперед, раскланился, как заправский артист, и заговорил каким-то булькающим голосом. «Пасха — это, граждане, праздник Иисуса Христа, который, как известно, был абсолютно обнакоменный человек и существовал исключительно давно. Иисус возрастал в плодницкой мастерской, в довольно-таки трудящей семье, и имел прозвание Агнец. То, что он якобы по морю пешком ходил или питью хлебинами накормил пять тысяч душ, это, конечно, противоестественная брехня. Ничего этого не могло и быть, не могло по простому закону тяготения, который тогда же изобрел ученый по фамилии Ньютон». Гаврюшка передохнул, хлебнул воздуха, глянул на Длугача и продолжал самоуверенно. То, что этот самый Иисус был распнут одним пилатом, я сейчас забыл фамилию пилота, кажется, Понтицкий, это исторически правильно, хотя и довольно смутно. Но, что Иисус воскрес и как ни в чем не бывало вылез из гроба и даже взлетел, это, конечно, абсолютная мечта, так как мертвый, тем более похороненный человек, по закону тяготения не имеет физической возможности воскресать. В углу, где сидел Острецов, раздался придушенный смех. Андрей уже давно кусал пальцы, чтобы не расхохотаться, плечи его подергивались, и он прятался за спину Дулугоча, а горловой голос Гаврюшки булькал упоенно. Попы и священники, которые в более поздний промежуток изобрели недоверчивую легенду про воскресение Иисуса, стали с людей собирать свою пользу разный продукт производства и особенно обожали разноцветные яйца. По этому поводу и возник обычайный ритуал красить яйца в любой колер и освещать их окроплением. Ох, 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 вздохнул кто-то из стариков. Пора бы уже до дому, а то он окаянный до смерти нас заговорит. Но Гаврюшку трудно было унять. Жеманно оправляя галстук, закатывая глаза, он неистово жестикулировал и заливался соловьем. Недалекие, некультурные люди еще с доисторической эпохи попривыкали доверять служащим церковного культа и потому завсегда выполняли требования первосвященников насчет яиц, так и насчет вербы с пупочками. Мы же в наше время вполне можем отмечать советскую Пасху по-новому, а на красных яйцах имеем возможность красиво рисовать свои советские знаки, серп и молот, звезду и тому подобное. И если кто говорит Христос воскрес, воистину воскрес, рявкнул Длугач. Сматывайся отсюда, пока цел, и завтра же сдавай избу читальню, чертов дурашлеп. Громовой хохот покрыл слова Длугача. Гаврюшка, вытирая потный лоб, пробормотал растеряно. Это же все есть в книжке, которая называется христоматика молодого безбожника. Можете проверить, я ее от корки до корки прочитал. Ничего не знаю, сердито сказал Длугач. Знаю только одно, что я дурачков держать не желаю. Завтра же сдавай все по описи, и чтоб твоей ноги не было, ясно? Кому сдавать? Упавшим голосом спросил Гаврюшка. Вот ему, повернулся Длугач, товарищу Ставробу. Он хотя и совсем молодой, а тебя двадцать раз за пояс заткнет. Андрей удивленно глянул на Длугача, поднялся с места, хотел было сказать, что ему трудно будет работать и в ликбезе, и в избе читальне, но Длугач уже положил руку на его плечо и сказал твердо «Ты, парень, не вздумай отказываться. Это дело у нас хромает на обе ноги. Слыхал, чего наплел наш избач? Уши вянут. Тебя же советская власть учила вовсе не для того, чтобы ты бегал по деревне да груши околачивал». В воскресенье Андрей принял от сотней порванных книжек, керосиновую лампу, стол со стулями, три плаката, ржавый дверной замок и стал заведующим огнищенской избой читальней. Что ему надо было делать, как вести работу, с кем советоваться, он не знал. Третье. Как только сойдет с полей снег, потянет с юга теплый ветер и на склонах холмов станет источать едва заметный порог, прогретая полдневным солнцем земля, начинает пробуждаться деревья, в садах еще холодит землю неубранная прелая листва, еще бывает на утренних зорях блестят в прошлогодней траве призрачные пятна иния, а поглядишь, уже какая-нибудь яблоня подлеток вся трепещет, налитая только что пробужденной жизнью. Набухают на яблоневых веточках копьицах полные соков, коричневые с краснинкой плодовые почки, шевелятся, колеблемые ветром, тронутые серебристым пушком, тонкие ростовые прутики, и яблоня, молодая, сильная, только что омытая первыми весенними дождями, красуется под солнцем, словно ждет мгновение, когда белорозовая, прекрасная как невеста, оденется она нежным убранством, пахучив цветов. Безмятежно миновали детство и отрочество Ели Солодовой. На пороге своего девичества встала она, милая, беззаботная, полная красоты и силы, как весенняя яблоня. Жизнь баловала елю. Золотые руки Платона Ивановича Еленого отца избавили семью Солодовых от многих бед и неприятностей. Еле не пришлось как другим утолять голод вороньими яйцами, есть вареную, сдобренную солью лебеду, падать от изнеможения в борозду рядом с намаренным худым конем. Даже в самые худшие дни Платон Иванович своим мастерством и трудом смог обеспечить жене и дочке сносную жизнь. Еле вырастала в семье общей любимицей, и чем краше расцветала она, тем больше сгущалась вокруг нее атмосфера любви и преклонения. Уже не только отец и мать, не только давние друзья Юрасовы, но и соученики и знакомые хвалили красоту Еле и добивались ее расположения. Какая красивая девочка, какие у нее глаза, какая фигура, вот и счастливит кого-то. Эти слова Еля слышала каждый день. Ей нравилось сознавать, что она действительно красива, лучше многих других, и она привыкла к тому, что все обращают на нее внимание, что прохожие, встретив ее на улице, долго оглядываются и восхищенно говорят о ней. Несмотря на эту атмосферу любви и преклонения, Еля не была самовлюбленной эгоистской, она отличалась трудолюбием, хорошо училась, была умна и приветлива. Но так же, как любая красивая девушка, Еля чуточку дольше, чем следовало бы, задерживалась у зеркала, особенно, когда оставалась одна. Что они все нашли во мне? Наивно и радостно думала она, сматривая свое лицо. Я такая же, как все, обыкновенная, такая же, как Соня, Клава. И зеркало на еле смотрела сероглазая, крупная не по возрасту, хорошо сформировавшаяся девушка. Кожа у нее была гладкая, чистая, того благородного оттенка, какой бывает у слоновой кости, а волосы темные, волнистые, на солнце они отливали едва заметной рыжинкой, с темными волосами и бровями отлично гармонировали, придавали свежему лицу еле невыразимую прелесть светло-серые, ясные, улыбчивые глаза и длинные черные ресницы. Нет, все-таки во мне видно есть что-то такое. Краснела еле и, сердясь на себя за свое полудетское кокетство, отворачивалась от зеркала и принималась за уроки. Однако еле часто ловила себя на мысли, что ей нравятся хорошо сшитые платья, тонкие чулки, туфли на высоких каблуках. Ну что ж, говорила она себе, это всем нравится. В доме Солодовых благодаря неустанным заботам Марфы Васильевны царили уют и чистота. Все было вымыто, натерто, наглажено. Полуграмотная, но разумная, с сильным характером женщина Марфа Васильевна полновластно хозяйничала в семье. Ей Платон Иванович отдавал весь свой заработок и она бережливо расходуя деньги, умела хорошо одевать мужа, дочь и себя, вкусно готовила, приобретала кое-что из мебели. «Мы у тебя Марфуша, как у Христа за пазухой», говорил довольный Платон Иванович. «Такой хозяйки, как ты, днем с огнем не найдешь». Еле с детства привыкла к этой обстановке чистоты, аккуратности, взаимного уважения. Каждый день она вместе с матерью ждала возвращения отца из мастерской, слушала, как он, отфыркиваясь, умывался в кухне, приводил себя в порядок. Потом Платон Иванович появлялся выбритый в белой рубахе, целовал жену, дочку, и вся семья усаживалась за стол, каждый на свое место. За обедом Платон Иванович обстоятельно рассказывал Марфе Васильевне обо всем, что произошло в мастерской, с кем он встречался, что при этом говорилось. Так проходили дни в маленькой семье механика Солодова, и, казалось, ничто не нарушит размеренное течение ее жизни. Но как только началась весна, Платон Иванович неожиданно заскучал. Однажды он вернулся из мастерской пасмурной, недовольной, и, усевшись за стол, начал заранее продуманный разговор. «Надоела мне мастерская», сказал Платон Иванович, теребя салфетку. «Все товарищи работают на заводах, а я зарылся в дыре, чиню швейные машинки, стал кустарем одиночкой». «Ты же не по своей охоте ушел с завода, голод тебя погнал», возразила Марфа Васильевна. «Что ж, голод мы давно пережили, пора возвращаться на завод». Сегодня Матвей Арефьевич получил из города письмо от одного инженера. Тот пишет, что наш завод будет заново строиться, станет раз в десять больше, получит новое оборудование». «Какой это инженер?» спросила Марфа Васильевна. «Чернявенький такой, ты его должна помнить, он как-то приходил с Матвеем Арефьевичем к нам на именины». Марфа Васильевна испытывающе взглянула на мужа. «Что ты надумал?» «Осенью переедем в город», сказал Платон Иванович. «Хватит с меня, надоело». «А мастерская?» спросила Марфа Васильевна. «Мастерскую продадим». С этого дня в семье Солодовых начались медленные сборы. Марфа Васильевна с помощью квартирной хозяйки стала из-под вальпродавать на базаре лишние вещи. Кухонный стол, табуреты, лохань, ведра, все, что в городе должно будет потом приобрести по сходной цене. Платон Иванович довольно быстро нашел человека, который, как оказалось, давно хотел купить оборудование механической мастерской и уже не раз говорил об этом с Матвеем Арефьевичем. Мастерскую решили продавать через три месяца, о чем теперь же условились покупателям. Елею мало интересовали домашние хлопоты отца и матери. Она знала только одно. По окончании школы ее ждет переезд в город. Все будет гораздо интереснее и красивее, чем в захудалом глухом селе. Думая о предстоящем переезде, Еле тоже, независимо от родных, приводила в порядок свое незамысловатое хозяйство. Укладывала в пустые конфетные коробки разноцветные ленты, кружевца, акварельные краски, отбирала книги. Готовясь к экзаменам, Еля много читала, часами возилась с книгами и успела торжественно объявить двум девчонкам-шестиклассницам о том, что уезжает в город и после экзаменов подарит им все свои школьные учебники. По-настоящему беспокоила Елю судьба ее любимой куклы. У этой куклы была своя памятная история. Зимой 1921 года, когда Солодовы вместе с другими беженцами пробирались из города в деревню, на забитой голодающими узловой станции к Марфе Васильевне подошел изможденный человек в помятой шляпе. В руках он держал красивую куклу с кудрявыми льняными букальками и лазурными глазками. Человек сказал, что это кукла его умершей дочери и что он просит за нее хотя бы фунт ячменного хлеба. Подумав немного и увидев молящие глаза ели, Марфа Васильевна отрезала от последней черствой буханки изрядный ломоть и отдала голодному. Кукла перешла к ели. Конечно, такую чудесную куклу нельзя было не любить. Она послушно открывала и закрывала свои невероятно лазурные глаза, тоненько, но внятно произносила слова «да» и «нет», а ее алые губы никогда не переставали приветливо улыбаться. Еля полюбила куклу больше всех других игрушек, назвала ее Лилей, возилась с ней целыми днями, шила ей голубые и розовые платья, заплетала косы, спала с ней, пела своей Лиле колыбельные песни. «Ты, Елька, должно быть, до самого замужества не расстанешься со своей куклой», шутил Платон Иванович. Еля краснела. Ей в самом деле становилось немного стыдно за то, что она пятнадцатилетняя девочка продолжала увлекаться красивой игрушкой. «Правда, надо бросить куклу, а то надо мной смеяться будут», думала Еля. Она перестала возиться с куклой и посадила ее на своем столике. Нарядная безмолвная кукла приветливо сияла лазурными стекляшками глаз, ровно улыбалась алыми губами, восседая среди учебников и коробочек, как недоступная маленькая королева. Во все, что делалось в школе и за стенами школы, Еля почти не вникала. Собрание под разными предлогами уходило домой. Газет не читала и не интересовалась ими. «Они все скучные», раз и навсегда решила Еля. Платон Иванович не раз пытался разобраться в том, что происходит в партии. В свое время, плавая на православном мятежном броненосце, он вместе с товарищами восстал против царя. Теперь царя не было и, по мнению Платона Ивановича, можно было оставить политику. «Партийные товарищи без нас разберутся, по какой дорожке идти и куда заворачивать», говорил он жене и дочери. «Нам нечего соваться в эту заваруху, все равно в ней ничего не поймешь». Иелия, слушая отца и мать, соглашалась с тем, что политика скучное и мудреное дело, от которого лучше стоять подальше, что самое дорогое и важное это мирный уют родной семьи, тот семейный покой, который сумели создать Платон Иванович и Марфа Васильевна. В этот свой близкий и знакомый с детства домашний уют нельзя допускать первых встречных. Иелия наслаждалась тем, что составляла ее безоблачную, безмятежную жизнь, тихими разговорами за обеденным столом, ослепительной чистотой, запахами свежего белья и ванили в крохотной кухоньке, куклой лилий, чтением любимых книг, которые можно было перелистывать, посасывая леденец. В этих книгах красиво, запутанно и длинно говорилось о любви милых, добродетельных девушек, о робких свиданиях при луне, о дуэлях влюбленных рыцарей. И все же пятнадцатилетнюю Елю Солодову беспокоило подчас непонятное чувство. Она и сама не знала, откуда происходит это щемящее чувство, но ей вдруг начинало казаться, что она обязана думать о чем-то несравненно более важном, чем ромовые бабки и крахмальные скатерти, что где-то там, за стенами мирного захолустного домика, кипит неведомая ей бурная жизнь, в которой она, Еля, должна занять свое место. В такие минуты Еля хмурилась, задумывалась, не в попад отвечала матери, злилась на подруг и не знала, куда девать себя. «Знаешь, мама», сказала она как-то Марфе Васильевне, «из-за меня, наверное, ничего путного не выйдет. Я за все хватаюсь, и за музыку, и за рисование, а толку никакого». «Погоди, дурочка», утешала Марфа Васильевна, «придет время, найдешь свою дорогу, а пока учись, приедем в город, там все на свое место станет. Разве тут в этой собачьей дыре можно о чем-нибудь большом думать?» Еля плохо помнила город, и сейчас, после пяти лет прожитых в селе, городские улицы представлялись ей в виде сверкающего карнавала огней, разноцветных вывесок, музыки. «Да-да», думала она, «в городе будет совсем другое, мама права». Еля с нетерпением отсчитывала дни недели, дожидаясь того счастливого часа, когда она с отцом и матерью покинет убогое пустополие, и шумный веселый поезд увезет их в манящий огнями город. «А как же подруги?» спохватывалась Еля. «Как Люба Бутырина, Клава Комарова?» «Неужели мы никогда не увидимся?» «Надо договориться с ними, мы будем писать друг другу большие письма». Иногда Еля вспоминала мальчишек, товарищей по школе. Вспоминала и Андрея Ставрова. Она не думала о нем чаще, чем о других, и думала хуже, чем о других, считая его насмешником и грубияном. Но в те минуты, когда в ее памяти возникал этот резкий, угловатый юноша, Еля почему-то становилась серьезной, задумчивой и сосредоточенной. «Скажи, елочка, тебе нравится Андрей?» спросила как-то Люба. «Нет, не нравится», чистосердечно ответила Еля. «Он неотесан и зубоскал, и, по-моему, очень злой. Такие мне никогда не нравились». Жалостливая Люба приникла к плечу Ели. «А ведь он тебя любит, елка». И, заметив на лице Ели, тень недовольства добавила осторожно. «Так мне кажется». Еле и самой так казалось. Ей, конечно, было приятно сознание, что она нравится кому-то, но Андрей она слегка побаивалась и старалась держаться подальше от него, чтоб не сделаться мишенью его острот и злословия. Однако, когда Еля вспоминала странную, немного смешную сцену в лесу, запах ландышей и напряженное, побледнившее лицо Андрея она подумала. А, пожалуй, с этим грубияном тоже жалко будет расставаться. Он какой-то особенный. Четвертое. На страстной неделе теплой апрельской ночью талая вода прорвала земляную плотину Огнищенского пруда. Уже лет десять за плотиной никто не смотрел. Ее устои давно подгнили, хворостяные щиты обломались, свалились на илистое дно. Поэтому напор большой воды легко прорвал смешанную с навозом землю, и мутный поток весело и шумно устремился в пробоину. Дед Ливон Шелюгин первый почуял недоброе. Возвращаясь дед Ид! Уставший за день Лука вздохнул. Иди, поднимай Акима, Турчака и Шабровых. Я сейчас оденусь и выйду. До рассвета оставалось часа полтора. Пока Лука с сыновьями, Турчак с Колькой и Антошка Шабров ходили по деревне, собирая народ, пока огнища не зевая, крестя рот одевались, разыскивали в темноте лопаты и вилы и медленно брели к пруду, рассвело. Утренняя заря окрасила розовым цветом пенистый поток, который уже ревел, как зверь. Вода широко залила ближние огнищинские огороды. Прибежав к пруду, Андрей и Федор Ставровы застали у кладбища почти всех огнищан. Опершись о лопаты, мужики дымили цигарками, поглядывали на пруд и угрюмо слушали выкрики Кузьми Полищака. — С какой-то радости я обязан давать вам своих коней! — кричал скуластый чернобородый Кузьма. — Ваш край возле пруда капусту садит, скотину поет, а я вам буду коней рвать, да плотину вашу латать. — Пропади она пропадом! — Да ведь пруд всей деревне нужен! — доказывал Кузьме Демид Кущин. — А наших коней нет дома. Кто в церкву поехал, кто на базар. — Мне ваш пруд ни к чему! — упорствовал Кузьма. — Моя вода в колодезе. Обозленный дед силыч сплюнул, кинул шапку на землю и крикнул. — Дурачьё вы безмозглые! Пруд на глазах пропадает, а они рядятся. Коней жалеют идолы. — Ступай за своим чубаром и вози землю! — огрызнулся Кузьма. — А у меня кобылёнки жеребые, я их в страту не дам. — Правду люди говорят, что ты, как Иван Грозный! — с презрением сказал дед силыч. Это был его последний довод, он уж не знал, чем донять неподатливого Кузьму. Однако Ивана Грозного поддержали все, кто жил на восточном краю Огнищенки, то есть далеко от пруда. Лесник Букреев, Демид Плохотин, даже Смирная тётка Лукерия. — На самом деле, — Демид пожал плечами, — ваш край с весны до осени прудом пользуется. Вы вазами капусту на базар возите, а мы за вас должны горб свой подставлять. — Так ты ж сам строишься на этом краю! — вернул Турчак. — Чего ж ты в сторону скачешь? — Мало ли что строюсь. Огорода вы мне тут не дали, хотя и просил отрезать мне шматок земли под поливной огород. Пока сонное гнищание, лениво перебраниваясь, решали, кому везти своих коней и возить землю к плотине, пруд медленно уходил. Прорванная плотина, окутанная радужными брызгами, таяла на глазах. Вода уносила прелую солому, навоз, вырвала с корнями молодые вербочки, растекалась по долине широким разливом. Уже чернели вокруг пруда и листы берега, а его позолоченное утренним солнцем зеркало стало совсем маленьким, разбилось на отдельные лужицы. Вдруг внизу у пруда раздался восторженный крик Сашки Турчука. «Глядите, рыба!» И все увидели, как на болотистых мелях прыгают караси, щуки, линии. Чуя близкую гибель, пытаясь отыскать ушедшую воду, они взметывались вверх, судорожно заглатывали воздух, шлепались плашмя, зарывались в жидкую грязь обнажившегося дна. Тот и случилось то, что неизбежно должно было случиться. Аким Турчак первым рванул с себя пиджачишко, скинул сапоги, штаны и, придерживая беспалой рукой сползающие под штанники, ринулся в болото. «Колька!» — заорал он хрипло. «Бежи, возьми корзину!» За Турчаком полезли Евтихий Шабров с сыном, капитан Тютин, здоровенный Тришка Лубиной, братья Кущины. Откуда-то вынурнули толстая Мануиловна, жена Антона Терпужного, Тоська Тютина, бабка Сусачиха. Они тоже поскидали платья, башмаки и в одних сорочках отважно кинулись в холодное болото. На берегу загремели ведрами детишки, наперебой закричали разными голосами. «Тятька! Вон какая щука! Караси сбились в кучу! Давай сюда, ведерко! Накрывай корзиной!» Возбужденные огнищане, расхлюпывая болото, с трудом выдергивая из грязи ноги, носились по темному дну пруда, хватали рыбу руками, накрывали корзинками, поспешно совали ведра, ползали по всем направлениям, рыли руками вязкий ил. Андрей Ставров, стоя у кладбищенской ограды, видел, как грузная Мануиловна тяжело передвигалась по болоту, жалобно постановала и тщетно старалась ухватить хотя бы малого ленька. Нагибаться ей было трудно, она только водила по воздуху испачканными руками и стонала. «Ой, боже мой, наказание какое!» А чернобородый Аким Турчак весь темный от грязи зверем кидался на рыбу, рычал, расталкивал всех и орал хрипло. «Ага, коней жалко, а рыбку грабите, паскуды, жабы ненасытные, я вам покажу рыбу, вы у меня покушаете рыбу, гады!» Уже исчезли последние лужицы воды. От берега до берега обнажилось дно пруда. Черное болото, на котором торчали утопленные ржавые ведра, опушенные мшистой зеленью бревна, белили черепа утонувших когда-то животных. Уже выловлена была почти вся рыба, а огнищане все бродили по грязи, выхватывали друг у друга, снул их мальков, ругались, ползали по хлюпкому месиву. Долгоч вернулся с хутора без хлебного только в десятом часу утра, узнав обо всем, что делается на пруду, и верхом на своем старом гнедом мерине поскакал туда. Однако было уже поздно. Заляпанные грязью огнищане по одному вылезали из болота, сконфуженно отводили глаза, растерянно топтались у кладбища, не зная, чем обмыться. Воды не осталось, ни капли. Последней выползла Мануйловна. Она уже не могла подняться на ноги и еле передвигалась на четвереньках. Седые космы, растрепанных, слипшихся от грязи волос, падали на ее одутловатое лицо. Пудовые груди волочились по болоту, плечи и шея посинели от холода. Так... Чугунная злоба шевельнула сердце Ильи Долгоча. Видали вы эту живопись? Полюбуйтесь на нее, прошу вас. И, повернув коня, угрожающе поднял плеть. Расписать бы тебе спину, чертова холера, чтоб ты не лезла куда не надо. Губы Долгоча побелели, ноздри раздувались. Огрев плетью ни в чем неповинного коня, он закричал полуголым мужикам. А с вами, храпоидолы, мы еще поговорим, сельсовете. Мы еще поговорим, помяните мое слово. Загубили пруд, лишили скотину водопоя, теперь чего будете делать? Он оскалил зубы злобной усмешки. Поглядите на себя, дурашлепы, на свое обличие. Да вас же подступиться страшно. Погляди, Аким Турчак, у тебя полная мотня грязи. А ты, Тоська, чем обмоешь свое грешное тело? Пугал он бы тебя в огород. К Долгочу подошел растерянный силыч, тронул рукой стремя. Они, видишь ли ты, один на одного кивали. Тот не хочет давать коней, и тот не хочет, мол, моя хата с краю. Покидаво припирались, прудика голуба моя не стала, пропал прудик. Во-во, скричал Долгоч. Вот где старый режим рожу свою обнаружил, свое червиво нутро. Приучили вас только в свой закуток глядеть, только свою печку, свой нужник блюсти. Запамятовали, небось, что советская власть девятый год существует. Загубили общественную ценность. Я с вас шкуры за это спущу, так и знаете. Долго еще бесновался Илья Долгоч. Долго хлистал себя плетью по голенищам, орал до хрипоты. Но уже ничем нельзя было поправить непоправимое. Пруд исчез. От него осталось только черное, исполосованное следами человеческих ног, болото. Когда огнещане, крадучись, один за другим разбрелись по домам, Долгоч слез с коня и подошел к одиноко стоявшему Андрею. «Вот и сбачь, какое на свете бывает!» — заговорил он, потупившись. «Вот она, наша мужицкая темнота, наша дурость. И мы с тобой, секретно говоря, тоже тут виноваты. Я, как представитель советской власти, а ты, прямо тебе скажу, как заведующий избои читальней. Это ведь тот же ответственный пост». Долгоч поднял посветлевшие глаза. «Запомни, товарищ Ставров, деревенский избачь — это местный комиссар народного просвещения, местный наркомпрос. Он должен во все вникать, должен знать, что перед ним стоит задача обновить темного, старорежимного мужика, выбить у него из мозгов веру в бога и в черта, вытравить из него как его индивидуала». Он толкнул Андрея локтем. «Ты видал, как бегает зад-вперед кобель на цепи? Видал? Его привязали на короткую цепку. Он и тягает эту свою цепку на проволоке. Пять шагов вперед, пять назад. И так всю жизнь, так и подыхает на цепи». Похоже, получается и с мужиком. Старый режим привязал мужика до его земельки, до сырой землянки, до печки. Пристращал мужика богом. Закрыл ему очи вековой темнотой и наказал. «Работает рождение до гроба на царя и на попа. Вот нам с тобой и надо эту темную дурь развеять. Надо объяснить людям, что к чему. Да так объяснить, чтобы каждый мужик понял, что он сам теперь власть, сам хозяин». Перекинув повод на шею Мирина, Дугоч невесело усмехнулся. «У нас же, видишь, чего получилось», — сказал он. «Плотину на пруду проворонили, один на другого кивали, общественный пруд загубили. А Пасхи да крашенки светить пойдут с копом. В полном согласии старые малы пойдут, потому что их век этим отравляли. С малочку внушали им эту антибезбожную дурость». В ближайшие дни Андрей не применил убедиться, насколько Дугоч прав. Готовясь к Пасхе, огнищане дружно чистили хаты, подметали дворы, возили из казенного леса желтый песок и посыпали песком дорожки, мыли оконные стекла. Ларион Горюнов и Трифон Лобиной собрали группу парней, выпросили у лесника Букреева три толстых бревна и соорудили на пригорке неподалеку от Ставровых высокие качели. Андрей все эти дни сидел в избе читальни, читал, рисовал плакаты. Среди сложенных в шкафчике книг ему попался растрепанный томик «Завещание Жана Мелье». Из предисловия Андрей узнал, что Жан Мелье – французский священник, что он много лет писал свое обширное, полное гнева и страсти завещание, чтобы хоть после смерти голос его был услышан народом. Читая это завещание, Андрей дивился тому, как беспощадно и зло говорил о Боге его служитель, как остроумно высмеивал он религию, как неопровержимо доказывал ее вред. Склонившись над книгой, Андрей читал об Иисусе Христе, чье воскресение из мертвых готовились праздновать огнищание. А наши Христопоклонники, кому приписывают они божественность? Ничтожному человеку, который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был совершенно презираем в мире. Кому приписывают они ее? Сказать ли? Да, я скажу это. Они приписывают ее сумасшедшему безумцу, жалкому фанатику и злополучному бродяге, распятому на кресте. Вот какому лицу ваши священники и учители приписывают божественность? Вот кого заставляют они вас чтить, как вашего божественного спасителя и искупителя? Его, который не мог спасти самого себя от позорной казни на кресте? Забыв обо всем на свете, холодея от восторга, Андрей перелистывал растрепанную книгу, и ему казалось, что не слова, а камни грохочут перед ним. За окном ровно шумел теплый весенний ветер, где-то неподалеку надсадно блеял овца. Кто-то звал ее монотонным голосом. Но Андрея не отвлекали эти звуки. Он упивался бесстрашными, злыми словами давно умершего священника и думал, «Значит, это правда. Если священник так говорит, значит, это правда. Значит, нет никакого Бога и нечего его бояться. Уж кто-кто, а священник знал, что такое Бог. Ему это было лучше известно, чем преподавателям пустопольской школы или малограмотному долгачу. И если священник говорит, что Бог Иисус – безумный фанатик, значит, так и есть». Завещание Жанна Мелье поразило Андрея своей смелостью, резкостью и остроумием. И он, отложив книгу в сторону, в сумерках пошел домой. На дороге между Костиным Кутом и Огнищенкой Андрей встретил Кольку Турчака. Они постояли немного, покурили. Андрей затоптал носком сапога папиросу и спросил неожиданно. «Коля, ты в Бога веришь?» «Как тебе сказать?» Колька на секунду растерялся. «Не так, чтобы очень. В церкву я не хожу, потому что думка у меня есть в комсомол поступить. А отче наш и царю небесный и наизусть знаю». «Ну и молишься». «Колька проговорил серьезно». «Молюсь два раза в год, на Пасху и на Рождество». «Зачем?» «А черт его знает зачем. Все молятся, и я молюсь. Меня от этого не убудет, а прочитать отче наш не мешает. Если Бога нету, вреда от отче наша, я думаю, нет никакого. А если Бог, скажем, есть, то он запомнит мое старание». Андрей засмеялся. «Хитро. Ты, значит, и сюда. А ты, как думал?» Колька слегка смутился. «Чего я, другой, что ли, какой? Все люди так делают. И я не отстаю». Дома раскрасневшаяся от жары Настасья Мартыновна, ловко вертя в руках смазанные маслом, присыпанные толченными сухарями жестяные формы, накладывала в них пышное тесто, передавала бабке-сусачихе, а та, крестясь, ставила формы в печь. Федя и Каля, покрикивая друг на друга, красили яйца. На постеленной посредине стола чистой тряпицы до блеска, натертой жиром, уже красовались кучки яиц – красных, лиловых, желтых, зеленых. «Андрюша!» – сказала Каля. «Мы с Таней терпужной и ваской шабровой. Пойдем в пустополе, куличи светить. Хочешь, пойдем с нами? Федя идет, Колька и Сашка турчики». «Не знаю». Андрей сдвинул брови. «Я подумаю». В его памяти звучали злые слова о жалком фанатике, но он, стыдясь и негодуя на себя, чувствовал, что ему, как всем, хочется пойти в пустополе, полюбоваться огоньками свечей вокруг церкви, послушать пение и всласть нацеловаться с девчатами под предлогом христосования. «Ладно», – махнул он рукой. «В церковь я не пойду и светить куличей не стану, а до пустополе я вас провожу». Когда куличи были испечены, Анастасия Мартыновна расставила их на постели, выбрала самый подрумяниный, завязала его салфеткой, сунула в салфетку десяток крашеных яиц. «На, дочка, будешь в церкви, помолись за здравие всех нас, особо за здравие дяди Максима». «Помолюсь», – пообещала Каля. «И за здоровье дяди Максима тоже помолюсь». Шли шумной веселой гурьбой. Нось была темная и теплая, густо усыпанная звездами небо мерцала. По невидимым ложбинам казенного леса журчали последние ручьи талой воды. Деревья в темноте казались великанами, а какой-нибудь куст шиповника на поляне совсем не страшный днем сейчас представлялся согбенной бабой-ягой или волком. Девчонки бережно несли узелки с куличами, боязливо смотрели по сторонам, перешептывались. Мальчишки хохотали, дурачились, зажигали свечи в разноцветных бумажных фонарях. Из редкого тага ребят обгоняла какую-нибудь богомольную старуху. Одетая в праздничный черный бурнос, повязанная черным платком, старуха неторопливо шла по дороге, пропускала мимо себя крикливых парней и шептала им след. — Угомону на вас нету, прости господи! — пронеслись пустоголовые, как татарская орда. Андрей шел рядом с братьями-турчаками и с Трифоном Лубиным. Все еще полные впечатления от вызывающего, резкого докощунства завещания Мелье, он в сотый раз думал о том, как сильна в людях вера и как трудно убедить не только людей, но и самого себя в том, что никакого бога нет, что все это выдумки. В то же время Андрей вслушивался в тоненький голосок, идущий сзади Тани Терпужной. Радовался тому, что он идет с Калей и Федей. — Это она для меня. А сам вспоминал красивую Елю Солодову и уверял себя. — Я встречу Елю обязательно. Я знаю, что встречу. Иначе быть не может. Вспоминая Елю, Андрей думал, что самое главное не то, о чем говорит умный и злой Мелье, и не то, что будет сейчас произносить старый пустопольский поп Никанор, а то, что он, Андрей Ставров, живет на свете, дышит весенним воздухом, любит красивую девочку, работает в поле, ездит верхом. Размахивая руками, улыбаясь в темноте, Андрей заключил твердо. — Да, главное не бог, не звезды. Главное человеческое сердце — счастье всех людей. Вокруг пустопольской церкви в несколько рядов стояли брички, линейки, телеги, ржали кони. Остро пахло навозом, табаком, восковыми свечами. Сквозь чугунную решетку церковной ограды видны были мелькающие огоньки, озаренные неверным светом свечей лица женщин, постеленные на земле попоны, мешки, платки, на которых лежали приготовленные для освещения куличи и пасхи. На площади у ограды то и дело раздавались мужские голоса. — Распутай, коня, повылазила тебе, что ли? — Ногу, ногу, бесова худоба! Подкинь коня сеном! Троу окаянный, чтоб тебя волк задавил! Прислонившись плечом к ограде, Андрей вслушивался в людской гомон, в глуховатое пение хора и невнятный речитатив дьяконов, доносившихся из церкви, он слушал слитые воедино звуки пасхальной ночи и спрашивал себя. Если и вправду нету Бога, то зачем люди придумали все это и обманывают один другого? А если этот самый жалкий фанатик был Богом, то как он терпит? Смерть, убийство, воровство, голод, болезни? Или он не в силах отвести от людей зло? Какой же он тогда Бог? Возле одной из ближних телег вспыхивали и гасли огоньки цигарок. Должно быть, у телегии разлеглась кучка хуторян. Оттуда доносился старческий голос. Третьего дня приехали ко мне зять с дочкой. Он сам механиком работает в совхозе, зять мой. Там же и проживает в совхозе. Квартирку ему дали при усадьбе. Так он рассказывает, что у них в нынешнем году урожай как никогда. А через что? Через то, что они по-новому хозяйствуют. Удобрения в земельку вносят, а пашут глубоко машинами. Каждая борозда чуть ли не до колена глубиною. А машина эта самая, трактор, она и пашет, и сейлку тягает, и косилку, и чего хочешь делает. Колеса в тракторе огромадные, чуть ли не в рост человека. Полевое трошки поменьше будет, а бороздовое вовсе рукой не достанешь, и обои вроде на резине. А на чем же тот трактор ходит? Чего ему ход дает? Газ или же бельзин? Прервал другой голос. Кто его знает, бельзин или не бельзин? Зять про это ничего не рассказывал. Бельзин в хлеборобстве негоден, от него зерно дух нехороший на себя принимает. Такой дух, что хлеб и от этого машинного зерна в рот нельзя взять. И люди от такого хлеба чахоткою болеют. Ох-ох-ох, вздохнул невидимый старик. Напоить коней и дойти в церкву. Скоро Христос воскресе запоют. И в самом деле, через несколько минут церковь осветилась множеством огней. Из церковных дверей вышел одетый в светлые ризы поп Никанор. За ним потянулись поп и палит с диаконами, молодые служки в тихарях. Следом беспорядочной толпой двинулся хор. Регент, высокий мужчина в модном пиджаке, затянул широко раскрывая золотозубый рот. А хор подхватил возглас отца Никанора неожиданно стройное ладно. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гребех живот даровав. Андрей смотрел сквозь чугунную изгородь на возглавляемое отцом Никанором шествие. Сверкая огнями по золотой риз и стихарей, икон и хоругвий, оно двинулось вокруг церкви. Размахивая сделанным из конского хвоста крапилом, Никанор брызгал водой на людей, на куличи, на горы разноцветных яиц, на свиные окорока и сало. Тучный диакон Адрон, отец знакомой Андрея и Любы Бутыриной, брел за отцом Никанором, подставлял ему чашу со свеченной водой, а регент с нафабринными усами выводил, опережая хор. Живот даровав. Вдруг Андрей увидел елю. Она шла в толпе об руку с Клавой Комаровой, одетая, как тогда, в лесу, в белую кофточку и синюю юбку, оживленная и веселая. И как только Андрей увидел ее, он мгновенно забыл слова о жалком фанатике, перестал замечать размахивающего крапилом старого Никанора, перестал слышать медвежий рев регента. Расталкивая локтями сбившихся у ворот людей, не обращая внимания на толчки в спину, Андрей протиснулся во двор, догнал елю и взял ее за руку. Еля испуганно обернулась, нахмурилась. «Здравствуй, Еля», – сказал Андрей и сразу же почувствовал, что теряет всякую уверенность. «Здравствуй», – ответила Еля, осторожно высвобождая руку. «Как? Как ты живешь?» – спросил Андрей, не зная, что еще сказать. «Может, Андрюша, ты и со мной поздороваешься?» – улыбнулась Клава. Она обошла Андрея сзади, стиснула рукой его локоть. Андрей вспыхнул. «Да, конечно. Извини меня, Клавочка. Здравствуй». Теперь он оказался посредине. Справа от него шла Еля, слева – Клава. Заметив, что Еля хмурится, рассеянно посматривает по сторонам, как будто ищет кого-то, Андрей закусил губы и спросил вызывающие. «Ты что, молиться пришла?» «Да, молиться», – в тон ему ответила Еля. «Кому?» «Что кому?» «Молиться?» «Богу, конечно». Сунув руки в карманы, Андрей презрительно прищурился. «Богу? Этому жалкому безумцу, злополучному фанатику, которого называют спасителем и который сам себя не мог спасти от позорной казни на Христе. Ты ему пришла молиться?» Еля отодвинулась от Андрея и отвернулась. «Очень умно. Где ты это вычитал?» «По-моему, Андрюша, это называется хулиганством», – добавила Клава. Но Андрея уже прорвало. Он за лихваски свистнул, сбил на затылок фуражку. «Тоже мне, богомолки, верят всякой чепухе. Чего ж вы на колени не становитесь? Я бы на вашем месте встал. А, впрочем, догоняйте этот карнавал. Там вас окропят водичкой с конского хвоста, и вы сразу избавитесь от всех грехов». Он еще раз свистнул, круто повернулся и ушел, не прощаясь. У самых ворот Андрей столкнулся с Калей и Таней Терпужной. Они стояли, зажав подмышкой узелки, дожидались его. «А где Федор?» – отрывисто спросил Андрей. «Он с ребятами за оградой». Каля посмотрела на старшего брата, удивилась выражению угрюмой озлобленности на его лице и сказала, увлекая Андрея за собой. «А я помолилась за всех наших, особо за дядю Максима. Правда, я не знаю, жив дядя Максим или нет, поэтому я помолилась и за здравие, и за упокой, чтобы было вернее». «Ну, значит, все в порядке», – заключил Андрей. «Можно идти домой». Пятое. Иногда у человека появляется странное тягостное ощущение, и ему кажется, что он остался один. Подчас это тягостное ощущение объясняется внешними фактами, тем, что человек лишился семьи, любимой женщины, близких. Долго оплакивает он свою потерю, долго томится, тоскует, но время в конце концов залечивает все его раны, на пути человека появляются новые люди, новые привязанности, новая любовь. Все это воскрешает угасшие, погребенные в глубине души чувства, и человек возвращается к жизни. Гораздо хуже, гораздо страшнее ощущение отрешенности от всего мира, то безвыходное чувство полного одиночества, которое изо дня в день замораживает душу. Тут уж человека не воскресят никакие встречи, никакие новые привязанности. Он не способен к любви. И хотя этот человек живет, дышит, ест, разговаривает, то есть как будто делает все, что делают люди, он мертвец, потому что его уже ничто не волнует. Ничто не тревожит, ему уже ничего не нужно. Жизнь проходит мимо него. Рядом с ним борются, работают, радуются и плачут другие люди. Где-то льется кровь, где-то рождаются дети, зреют плоды, цветут цветы, но его, опустошенного, при жизни неживого уже не волнует ничто. Так бывает поздней осенью, когда улетают на юг гусиные стаи. Где-нибудь в голой неприютной степи остается на колючей стерне, потерявшей силы, подбитый гусь. Он еще видит, как, отдохнув на коротком привале, трубно перекликаясь, поднимается в воздух вся его стая. Еще долго слышит он в сумеречной тишине ее исчезающий, последний зов. Но распростертый на жесткой, холодной земле он лежит, вытянув шею, безучастный и безответный. И лишь морозный ветер шевелит изломанные перья на его неподвижных, бессильных крылах. В июне 1925 года Максима Селищева неожиданно освободили из старой тюрьмы штата Тенниси. Он и сам не знал, почему переменилась его судьба. Долгие месяцы сидел он в камере без допросов. Его не вызывали к следователю. Но однажды молчаливый надзиратель вывел из тюрьмы папашу Тингхэма и Фреда Стефансона. И через четверть часа принес Максиму его свитер, брюки, башмаки. Он велел снять холщовую арестантскую зебру и сказал «Пойдешь домой». У ворот тюрьмы Максима встретил Гури Крайнов. В добротном сером костюме, взбитый на затылок шляпе, он стоял, улыбаясь с чемоданом в руке. Потом обнял Максима и заговорил взволнованно. «Ну вот, станичник, видишь, где нам с тобой довелось повстречаться. Говорят, только гора с горой не сходится». «Как ты меня отыскал?» — тихо спросил Максим. Ясаул Крайнов похлопал его по плечу. «Мир не без добрых людей. Есть тут один наш человечек, некто Бразуль. Ловкий чертяка. Может, ты его помнишь? Я когда-то познакомился с ним в поместье графа Вансяцкого. Так вот, этот самый Борис Бразули спас тебя». Крайнов взял Максима за талию. «Пойдем, дружи. За углом стоит автомобиль. Он отвезет нас куда надо, и я тебе все расскажу». В автомобиле Крайнов усадил Максима рядом с собой, в полголоса сказал кудрявому мальчишке-шоферу адрес, и когда старенький Форд выбрался на загородное шоссе, заговорил, положив руку на колено Максима. «Надо благодарить Бога за то, что Бразуль разыскал твои следы. Иначе не миновать бы тебе электрического стула. Имей в виду, Бразуль ничего от тебя не хочет. Ему просто жаль тебя. Тут, в штате Теннесси, в Дайтоне, у Бразуля есть родственница. Она замужем за фермером. Мы поедем к ним. Там отдохнешь месяц-другой, а там будет видно, что делать. Я скоро должен буду уехать из Америки. Может, поедем вместе?» «Ты расскажи мне, что делается в мире», — попросил Максим. «Я ведь ровно ничего не знаю. Меня держали в одиночке, как зачумленного». Крайнов затянулся дымом крепкой сигары. «В мире, брат, ничего доброго нет. Все живут, как на вулкане. Большевики раскололи мир, стревожили людей, а теперь спешат закончить свой преступный эксперимент. Строят социализм». «Ну а наши беженцы?» — спросил Максим. «Беженцев ты увидишь сам, если поедешь со мной», — подумав, ответил Крайнов. «Конечно, многих жизнь согнула, покорежила. Но многие еще держат оружие в руках и готовятся к бою. Таких большинство». Максим промолчал. «В силы своих бывших товарищей по оружию он уже давно не верил. Большевиков не понимал и боялся, а хотел только, чтобы его оставили в покое и дали ему возможность хоть перед смертью увидеть жену и дочь. Он не задумывался над тем, кто и как предоставит ему такую возможность, но верил, что это обязательно случится». Крайнов же, наблюдая за Максимом, был очень сдержан, говорил осторожно, словно нащупывал, чем дышит сидящий рядом с ним друг. Остановились они на окраине Дайтона, в доме зажиточного фермера Сэма Кертиса, владельца Большого фруктового сада. Кертис, добродушный толстяк с ухватками медведя, его жена и сын, студент, встретили русских так, словно давно их ждали. «Вы отлично отдохнете тут», — приветливо сказал Кертис. «Вам тут приготовлена в доме самая удобная комната». За обедом, разливая по бокалам абрикосовый сок, мистер Кертис проговорил многозначительно. «На днях у нас в Дайтоне произойдет событие, в котором мне, как присяжному заседателю, доведется принять участие». Отхлебывая кисловатый сок, мистер Кертис сердито сдвинул брови. «Дело в том, что наш местный учитель Джон Скопс осмелился заявить ученикам, что человек происходит от обезьяны. Конечно, Скопса арестовали. Через несколько дней этот негодяй предстанет перед судом за оскорбление Библии и за отрицание божественного происхождения человека. И вы знаете, кто будет обвинять его на процессе?» Выдержав достаточную паузу, мистер Кертис поднял руку. «Обвинять Скопса будет сэр Вильям Брайан, один из лидеров республиканской партии, который трижды баллотировался в президенты». «Да, но ты не забывай, отец, что друзья Скопса пригласили в качестве защитника знаменитого Дарроу. Вмешался молодой Биль Кертис». «Ну и что же?» — отмахнулся мистер Кертис. «Старик Брайан положит вашего Дарроу на обе лопатки. Уж он-то не даст спуску ни этому мерзавцу Скопсу, ни его учителю Дарвину, который тоже доведется покормить в тюрьме колопов». Молодой Кертис издевательски ухмыльнулся. «Дарвин давно умер, отец». «Тем лучше для него», — заключил мистер Кертис. «Иначе ему не миновать бы скамьи подсудимых». На протяжении недели маленький утонувший в садах городок наполнялся приезжими, как губка водой. Со всех сторон сюда ехали юристы, писатели, сотни корреспондентов, фотографов, учителей, профессоров, бездельников, туристов, торговцев, множество праздно шатающихся, которых привлекло невиданное скопление людей. В скверах, на перекрестках улиц, на стенах домов по приказу главного обвинителя были вывешены красочные плакаты с призывами «Читайте Библию! Изгоняйте богохульников! Не уподобляйтесь обезьяноподобным дарвинистам!» Прогуливаясь по улицам Дайтона, Максим не раз удивлялся экспансивности и невежеству местных ревнителей Библии. С усмешкой читал он объявления на дверях магазинов. «Обезьянним людям здесь не продают! Шимпанзе и орангутанги, покупайте товары в джунглях!» Однажды он видел, как группа пожилых фермеров, стоя у дверей бара, задевала прохожих дикими выкриками. «Эй, дочь гориллы, подбери свой хвост!» или «Сними-ка штаны, дружище, мы поглядим! Не сын ли ты Дарвина и макаки?» Максиму было стыдно за этих уже немолодых людей, и он, опустив глаза, побыстрее сворачивал куда-нибудь в переулок. У Максима сложилось убеждение, что в эти жаркие июльские дни захолостный Дайтон сошел с ума. Дайтонцы, разморенные жарой, спорили, дрались, держали пари, ставили сотни долларов за победу Брайана. За успех красноречивого столичного адвоката Дарроу, за оправдание богохульника Скобса. Престарелый обвинитель содержимостью фанатичного проповедника выступал перед Дайтонцами, призывая все кары Господней на головы грешников-дарвинистов, которые осмелились поносить Библию и пошли за безумцем Дарвином. «Библия была и остается единственным источником наших знаний», – патетически восклицал Брайан. «Она – единственный образец нашей нравственности. Горе тому, кто не считает Библию откровением воли Божьей». Сегодня грешник-дарвинист утверждает, что род человеческий произошел от обезьяны, а завтра он станет доказывать, что мы – белые англосаксы, гордость Америки – произошли от безобразных негров. Коренастые, одетые в праздничные костюмы фермеры и юркие пройдохи торговца орали, потея от напряжения. «Правильно, мистер Брайан! Навеселить сударвинистов! Гнать обезьянных потомков из Штатов! Судить их судом линча!» Максим слушал звериный рев возбужденной толпы, всматривался в перекошенные от злобы лица мужчин и женщин, в недоумении пожимал плечами и в полголоса говорил Крайнову. «Ничего не понимая, что происходит с людьми. Они, кажется, готовы сжечь этого несчастного скобса только за то, что он осмелился назвать в школе имя Дарвина». Однако Гури Крайнов, как видно, был другого мнения о происходящем. «Борьба есть борьба», – жестко сказал он. «Это еще цветики. Ты посмотришь, что на суде будет». Благодаря протекции мистера Сэма Кертиса двум его русским гостям удалось получить билеты и пробраться в зал суда, хотя конные пешие полисмены резиновыми палками сдерживали напор толпы и к дверям почти невозможно было пройти. Две недели одеты в мантии судьи и 12 молчаливых фермеров присяжных заседателей, сохраняя невозмутимо серьезные физиономии, судили молодого человека в белой сорочке с галстуком до пропорядочного парня-американца. С важным видом выслушивали они его показания, и он, этот скромный, застенчивый парень, виновата объяснял суду, что весь мир признает учение Чарльза Дарвина, что происхождение человека от обезьяны давно доказано наукой. Когда ученый-эксперт, профессор-зоолог, начал излагать свое заключение, судья, оберегая нравственность публики, потребовал, чтобы профессор поднялся к судейскому столу и говорил шепотом на ухо одному из членов суда. Когда же подвижный, насмешливый защитник сказал, что человеческий зародыш в первые недели развития имеет хвост, судья тотчас же удалил всех присяжных заседателей из зала суда, чтобы не развращать их воображение. — Нет, все это чудовищно, — шептал Максим, сжимая руку Крайнова. — Мне кажется, я сплю, что в жизни такой чертовщины не может быть. — В борьбе все средства хороши, — резко сказал Крайнов. — А сейчас Дарвин с его теорией эволюции играет на руку красным. Раз так, к черту Дарвина. И да здравствует Библия. Даже вопреки здравому смыслу? Это мы потом разберемся. На одиннадцатые сутки волнение публики стало особенно бурным. Изысканно одетый, безукорезненно вежливый, но острый и извительный защитник Дарроу, положив перед собой Библию, начал задавать вопросы обвинителю Вильяму Брайану. Едва сдерживая усмешку, он спрашивал, верит ли мистер Брайан в то, что солнце ходит вокруг земли, что небо представляет собой твердь, что Ева создана из ребра Адама, что пророк Иона трое суток провел в желудке кита, что радуга – нечто иное, как мост между небом и землей. Престарелый Брайан, поминутно оправляя воротник, глядя вниз, отвечал хрипловатым голосом. «Да, верю». Тогда Дарроу под общий смех корреспондентов задал обвинителю последний вопрос. «Скажите, мистер Брайан, за всю свою жизнь вы что-нибудь читали, кроме Библии?» И троекратный кандидат в президенты, один из деятелей республиканской партии, чье имя было известно каждому американцу, ответил внятно. «Я не стремился к этому, так как не знал, что когда-нибудь буду выступать на суде». Обескураженные судьи, боясь скандала, вычеркнули из протокола ответы обвинителя, а обвиняемого Джона Скобса поспешно приговорили к штрафу в 100 долларов за нарушение законов штата Теннесси. На шестой день после суда мистер Вильям Дженнингс Брайан умер в Дайтоне. Все это время Максим Селищев ходил как в воду опущенный. Ощущение своей никчемности и одиночества не покидало его ни на секунду. Он не знал, чем ему заняться, что делать, как жить дальше. Дайтонский обезьяний процесс вызвал у Максима отвращение. Даже туповатый, очень недалекий Сэм Кертис почувствовал, что с обезьяним процессом получилось неладно. Он помрачнел, на незалобивые нападки сына отвечал нехотя, а как-то за обедом проворчал, уткнувшись в тарелку. «Если б я знал, что мистер Брайан такой же дурак и осел, как наши фермеры, я ни за что не полез бы в эту кашу. А теперь мне совестно на улицу выйти. Каждый мальчишка кричит мне спину. Эй, дядя Сэм, займи ума, хоть у обезьяны». К двум русским офицерам Кертис относился с неизменным вниманием. По вечерам разговаривал с ними о политике, почувал фруктовыми соками собственного изготовления. «Скажи, Гурий, на чьи средства мы тут живем?» – спросил однажды Максим. «Кто за нас платит? И долго ли ты намерен тут пробыть?» Крайнов недовольно поморщился. «Я же тебе говорил, что миссис Кертис – родственница Бразулия. Мы приехали в Дайтон по их приглашению. Никто, конечно, за нас не платит. Это было бы смешно. Просто нам с Бразулием захотелось, чтобы ты отдохнул после тюрьмы. Вот и все. Задерживаться мы тут не будем. Поживем еще недельку-другую и уедем в Париж. Там, по крайней мере, наших много. Веселее будет, не правда ли?» «А старика Тинхэма и его зятя Стефансона, которые сидели со мной в тюрьме, освободили?» – спросил Максим, пристально всматриваясь в лицо Крайнова. «Да, конечно», – кивнул Крайнов. «В тот же день. Почти все свидетели показали, что шерифа укокошил ваш друг Том Хаббард, и что вы в этом мокром деле не участвовали». «А что ты собираешься делать в Париже?» Есаул Крайнов усмехнулся. «Делать мне там нечего, так же, как и тебе. Но я за последнее время получил из Парижа много писем от наших полчан. Они пишут, что жить им стало легче, работы сколько угодно. Можно даже землю купить по сходной земле и заняться хозяйством. А один из наших гундаровцев, кажется, сотник юганов, завел возле Парижа куриную ферму и сразу разбогател». Расписывая Максиму прелести эмигрантской жизни во Франции, Есаул Крайнов лгал. Его привлекали не куриные фермы и не заработки шофера или носильщика. Связанный с Белогвардейским центром, он должен был обработать своего одностаничника Селищева, увезти его в Париж и явиться вместе с ним к старому генерал-эмигранту Миллеру, руководителю Русского общевоинского союза, который был основан по приказу Врангеля. Генерал Миллер, тоже связанный с Белогвардейским центром, должен был направить двух офицеров для секретной работы на Дон. «Что ж», – сказал Максим, выслушав Крайнова, – «может, во Франции, нам действительно будет легче дышать. Тут я больше не могу. Лучше уж уехать отсюда куда-нибудь, где есть русские». Через неделю, простившись с гостеприимной семьей Сэма Кертиса, Максим и Крайнов выехали во Францию. Деньги на переезд, как объяснил Крайнов своему недоверчивому спутнику, им любезно одолжил мистер Кертис. В Париже офицеров приютил знакомый Крайнова, настройщик роялей Габриэль Гео, в мансарде которого на бульваре Клиши уже жили два деникинских полковника и их общая любовница Рита Кравченко. И юные полковники, они называли друг друга Димой и Вадиком. Играли на гитарах в кофе-шантане, а высокая дебилая Рита аккомпанировала полковником на каком-то странном металлическом инструменте, напоминающем поперечную пилу. Дима и Вадик, испятые худосочные блондины, когда-то вместе учились в пажеском корпусе, потом состояли адъютантами при генерале Деникине. Уже в дни бегства из Новороссийска кто-то полушутя присвоил двум друзьям-корнетом звание полковников. Смуглая хохлушка Рита, она же Агриппина, несколько лет служила горничной у княгини Палей, а год назад ловко выкрала у своей госпожи бриллиантовое колье, четыре платья, тысячу франков, вышла сухой из этого дела и стала любовницей Димы и Вадика. К ней по старой дружбе навязался в сожители бывшей управляющей имениями княгини Палей вечно пьяный толстяк Пал Палыч. Неимоверное брюхо Палыча привлекло одного дотошного антрепренера, который предложил мсье Папалычу три франка за выход в цирки Унион и взял к себе на службу. Выход состоял в том, что одетый в трико Пал Палыч укладывался на ковер, а два танцора лилипута отплясывали у него на брюхе чердаш. Вся эта компания радушно приняла двух казачьих офицеров, приехавших из Америки. После того, как Исаул Крайнов попросил сходить за коньяком и этим дал понять, что у него есть деньги, радушие перешло в ликование. «Господи, завтра же устрою вас наездниками в цирк!» Сопя, как кузнечный мех, кричал Пал Палыч. «Зачем им в цирк? Они поступят барабанщиками в наш оркестр!» Вапили Дима и Вадик. «Правда, Рита?» Рита Агриппина, подняв голову, отозвалась. «Да-да, только в наш оркестр. Я с детства обожаю донских казаков. Они такие дужки!» Однако после изрядной выпивки бурный восторг уступил место плаксивым причитанием. Захмелевший Пал Палыч, сняв пиджак и вытирая полотенцем потную шею, заговорил фистулой. Ее сиятельство княгиня Полей была второй супругой великого князя Павла Александровича, дяди-государя. Жили они в царском селе, имели постоянный доступ во дворец, владели несметными сокровищами. Много раз бывало наследника и цесаревича катали в своем роскошном автомобиле. И мне доводилось держать на коленках его императорское высочество, носик им утирать кружевным платочком. Теперь голос Пал Палыча зазвенел рыдающей фистулой. А теперь что получилось? Все августейшее семейство и великий князь Павел Александрович, молодой князь Владимир, сынок книги Полей, все казнены. Вот как все повернулось. Пал Палыч пьяно всплакнул, стукнул по столу волосатым кулаком. Сволочи, хамье, никого не пожалели. Рита Агриппина тоже всплакнула, по-деревенски утирая слезы большой рукой и размазывая по щекам губную помаду. — А я слышала, что цесаревна Анастасия жива, — сказала она, вертя в руках рюмку. Говорят, будто она скрылась в тайге, и ее приютило семейство Распутина. Там, говорят, за Тоболом, в таежной заимке она и сейчас прячется. Вроде, говорят, в мужицком платьице ходит, а собой писаная красавица. — Ерунда, — ухмыльнулся вздремнувший на ритином плече Вадик. — Бабские сказки. Твою Анастасию шлепнули так же, как и всех остальных, это ясно. Иначе она давно была бы в Париже, и наши выжившие из ума болваны провозгласили бы ее императрицей и самодержавицей всероссийской. Вадик привстал, качнулся, ухватился рукой за стол, на котором сидел Максим, дохнул ему в лицо запахом коньяка и мятных капель. — Ерунда, полковник Селищев, — сказал он. — Что, Харунжий? Ну и хрен с тобой. Все равно, что полковник, что Харунжий. Грош нам всем цена в базарный день. И великим князьям и Харунжим. Все мы пыль. Развеяли нас по ветру. И фью. Понятно? — И ты не верь ни одному нашему слову. Никому не верь. Все мы тут живем, как собаки в дырявой будке. Великие князья грызутся из-за утерянной российской короны. Генералы за право командования несуществующими армиями. Всякие там сенаторы да губернаторы, затнятые у них теплые места. Они жрут, пьют, политиканствуют. А мы, нужники, чистим. И даже из-за этих самых нужников грыземся, чтоб, не дай бог, не упустить 50 сантимов заработка. Подожди, Вадик, перебил друга второй полковник. Насчет нужников ты и перегнул. Улицы мы подметали, ящики на проходы грузили, на гитарах по кабакам играли. Но нужников еще не чистили. Брешешь, Димка, вспыхнул Вадим. Чистили. И в Лиле чистили, и в Гавре чистили, и в Руане чистили. Забыл, что ли? Димка уныло махнул рукой. Ладно, какая разница. Ну, чистили, подумаешь, беда какая. Довольно, мальчики, тряхнула волосами Рита. Пора нам всем баньки. Псих Гео стучит снизу. Давайте стелить наши княжеские постели. Все шестеро улеглись на полу, отодвинув стол в угол и расстелив старые пледы, плащи, пальто. Полковники уложили Риту Агриппину между собой. В открытое окно мансарды вливался посвежевший воздух летней ночи. Розоватое от городских огней, смутно светилось усеянное тусклыми звездами небо. Внизу, запершись в своей холостяцкой комнатушке, тихонько играл на виолончели хозяин мансарды Мсье Гео. Максим долго не спал. Его босые ноги то и дело натыкались на разбросанные по полу бутылки, на чьи-то башмаки, какие-то банки, он отвернулся к стене и закурил, пряча в ладонях огонек спички. «Живут же люди», — с тоской подумал Максим. «Вырваны с корнем, растоптаны, оживут, нужники чистят, а небось мечтают о том, как с колокольным звоном в Москву войдут, как мужиков будут полосовать шампалами». Касаясь щекой плеча Крайнова, Максим думал о своих взаимоотношениях с этим человеком. Он не сказал Крайнову о том, что был судим военным судом Кутеповского корпуса и проговорен к расстрелу. Не рассказал и о бегстве с Хаббардом со святого Факи. У Максима даже мысли не было о том, что одностаничник и однополчанин Гурий Крайнов может предать его или вергнуть в беду. Но в то же время он чувствовал, что Гурий чего-то недоговаривает, что-то скрывает от него, и это смущало и настораживало Максима. Утром, завтракая с Максимом в дешевой харчевне, Крайнов сказал ему «Ты не суди о наших силах по этим сопливым полковникам. Они давно сброшены со счетов. Таких в Париже немало. Это заварь, только пьянствует и служит панихиды. К счастью, не они определяют нашу дорогу. Через недельку я тебя познакомлю кое с кем из общевоинского союза, и ты убедишься, что у нас еще есть порох в пороховницах». «А ты веришь, Гурий, в то, что порох еще пригодится?» — спросил Максим. «Не только верю. Уверен?» — твердо сказал Крайнов. «Мы, брат, схлестнемся с большевиками не на жизнь, а на смерть. Но к этому нужно готовиться, не хныкать и не служить панихиды». Однако, хотя Крайнов и уверял друга, что в эмигрантских пороховницах есть порох, Максим, живя в Париже, пришел к противоположным выводам. Предоставленный самому себе, он слонялся по городу, заходил в русские клубы и рестораны, встречался с людьми, съездил в загородную русскую колонию, побывал на лекциях Милюкова и Амфитеатрова, прочитал десятки эмигрантских газет и журналов. И чем глубже узнавал жизнь эмиграции, тем более острая тоска и раздражение овладевали им. Максим видел, что стареющие на чужбении русские женщины-аристократки, так же, как и четыре и три года назад, продают на парижских улицах потертые, пожелтевшие от времени кружева, ходят в церковь, плачут и ставят свечи за упокой убиенного государя. Что сотни лысых, помятых министров, каких-то чебоксарских, армавирских, одесских и всяких иных правительств по-прежнему ожесточенно делят портфели. А сотни бывших канагвардейцев, кавалергардов, камер-пажей после грошовой полочки за подметание улиц нюхают кокаин, занимаются стриптизом, развратничают. С невеселой усмешкой слушал Максим, как шаманствовали на импровизированных кафедрах в кабачках лидеры и вожди. Милюков оповещал, что русские крестьяне ненавидят коммунистов и начинают резать советских деятелей. Амфитеатров, прикладывая руку к сердцу, уже третий год уверял слушателей, что большевики заморили голодом великого русского поэта Блока, и что в советской России свинство громоздится на свинство, и все граждане арестовывают друг друга. Лидеры и вожди шаманствовали, а генералы-подагрики, облезвые чиновники, капитаны-официанты, адвокаты-чистильщики, графини-кокотки восторженно слушали, аплодировали, жеманно перешептывались. Боже, скорее бы рассеять этот красный мрак и вернуться в Россию и рассчитаться с большевистской нечистью. О том, что светские дамы собираются рассчитываться с большевистской нечистью, Максим узнал в кабаре, где перед изысканной публикой выступала известная поэтесса Беженко. Читая стихи о советской России, стареющая поэтесса трогательно подняла палец и проскандировала. «Не надо мести зовов, не надо ликования, веревку уготовав, повесим их в молчании». Так эти беженцы, образованные бездельники, носители белой идеи, сорванные с гнезд ветром революции, как напуганное воронье, разлетевшееся по всему миру, мечтали о своем возвращении на землю, которую они когда-то называли родиной, а тут, в изгнании, грязной, подлой, безнадежной и беспросветной страной. Им, казалось, не было никакого дела до того, что на этой далекой, недоступной для них земле поднялся народ и начал строить на развалинах, на грязи и крови, в холоде и в голоде, новую жизнь. Они плевали на это. Они хотели вновь бросить прозревший, свободный народ в мрак и грязь, в их помыслы, в их тайные и явные надежды. Их трупный лик как нельзя лучше выразила напудренная старуха, бормочущая о виселице. Максим Селищев смутно понимал все это, но жалость и отвращение, которые он испытывал при виде каркающего с кафедры политикана-профессора или выпивающей сумасшедшие стихи поэтессы, настолько угнетали его, что он не удержался и сказал Крайнову. «Но, брат Гурий, видел я твой порох, видел и за голову взялся. Да чего же все это подло?» «Ничего», – невозмутимо ответил Крайнов. «Не обращай на эту кладбищенскую падаль никакого внимания. Завтра вечером мы с тобой пойдем к генералу Миллеру, и ты убедишься, что есть в эмиграции подлинно русские люди». С утра Есаул Крайнов заставил услужливую Риту Агриппину почистить ему и Максиму костюмы, погладить сорочки и галстуки. Они избрызнули духами чистые носовые платки. На таксоматоре доехали до бульвара Сен-Джермен, свернули направо и остановились переулки перед невысоким облупленным домом с покосившейся террасой. У заднего крыльца их встретил молчаливый юноша с тростью в руке. Есаул Крайнов кивнул ему, как знакомому, и бросил через плечо. «Со мной Харунжи Селищев, к его превосходительству». В большой, небогато обставленной комнате Максим увидел сидящего за столом старика в светлом штатском костюме. У окна в кресле развалился широкоплечий тумбообразный человек с темной бородой и сонными глазами. Хоть он был тоже одет в штатский мешковатый костюм, Максим сразу узнал его и похолодел. Это был генерал Кутепов, не так давно подписавший Харунжему Максиму Селищеву смертный приговор. Шестое. В кабинет председателя ржанского уездного исполкома Григория Кирьяковича Долотова вошел в сопровождении секретарши Колька Турчак. Слегка улыбаясь, оглядывая круглую стриженную лесенками Колькину голову, секретарша сказала недоуменно. «К вам просится, Григорий Кирьякович. Сколько я его не убеждала, что вы заняты. Он и знать ничего не хочет. Подавай ему председателя и все. У меня, говорит, серьезный разговор». «Ладно, Галя, идите». Кивнул Долотов. Он прикрыл деревянным пресс-папье полуисписанный лист бумаги, закурил, посмотрел на Кольку. «Садись». Когда Колька, зажимая в коленях старенький картуз, уселся на край стула, Долотов еще раз оглядел его. «Ну, что скажешь? Я из Огнищенки, пустопольской волости», — сказал пристав Колька. «Фамилия моя Турчак, Николай, сын Акима Турчака. Может, знаете? Так вот, я хотел поговорить лично с вами насчет одного дела». «Я тебя слушаю». Колька почему-то покраснел, придвинул стул ближе к столу и заговорил, волнуясь. «У нас в Огнищенке проживает один кулак, терпужный Антон Агапович. Его недавно из тюрьмы выпустили. Может, вы слышали? Так вот, этот самый кулак года два или три назад взял из детского дома мальчишку, беспризорного Лаврика, такого белявенького, одиннадцать лет ему. Терпужный вроде его усыновил, чин по чину, как положено. Даже заставил, чтобы Лаврик его тятей называл, отцом, значит. А Манойловну, жинку терпужного, мамой. Усыновили они, значит, этого Лаврика, земельную норму на него получили. А сами паразиты сделали из него последнего батрака. И пахать его посылали, и сорняк выпалывать, и снопы вязать, и коней пасти, и огород поливать. Прямо ни на что мальчонку перевели. Так-так, проговорил Долотов. Колька набрал в грудь воздуха. Если Лаврик, скажем, не вспахивал десятину в день, или же кони у него ночью в посевы заходили, терпужный не давал ему есть по двое и по трое суток, железным цепком полосовал, на замок замыкал в подполье. Сейчас на этого Лаврика невозможно глядеть. Шея у него, как у старика, щеки вовсе зеленые, а спина вся в струпьях. Я сам видал. Долотов передвинул на столе пресс-папье. Что ж ты хочешь? Я хочу про этого Лаврика написать книжку. Задыхаясь, выпалил Колька. Как его родной отец был убитый в бою с беляками, как матерь померла от цепного тифа, и как самого Лаврика ржанские комсомольцы подобрали в канаве над дорогой и свезли в детский дом. Он заглянул Долотову в глаза. Поэтому я и до вас пришел, товарищ председатель, чтобы вы, значит, помощь мне оказали и объяснили, где я смогу напечатать мою книжку. Долотов коснулся рукой Колькиного плеча. Книжка у тебя, Николай Акимович, не получится. Для того, чтобы писать книжки, надо быть очень грамотным человеком. А вот статейка в газету, пожалуй, получится. Есть тут у нас в уезде такая небольшая газетка, называется «Ржанская правда». Вот ты возьми и напиши про своего Лаврика, только сердцем напиши, с душой, примерно так, как мне сейчас рассказывал. Я позвонил по телефону редактору газеты, чтобы они твою статейку напечатали, чтобы в корзину ее не сунули. Голос Григория Кирьяковича смягчился, глаза сузились, поласковили. «Ты комсомолец?» — спросил он. Колька безнадежно махнул рукой. «Какой там комсомолец? У нас в Огнищенке комсомол не открыли, а до Волосного села Пустополе далеко ходить. А то я давно поступил бы. Да и не только я. Есть у нас больше десяти подходящих парней и девчат. Иван Горюнов, брат мой Сашка, Антошка Шабров, Трифон Лубиной, Фершелов сын, Ставров Андрей. Он трудовую школу недавно окончил». «Ну что ж, я поговорю у коми комсомола», сказал Долотов. «Оттуда пришлют к вам представителя, и вы организуете у себя комсомольскую ячейку. А насчет статьи ты, Николай, подумай. Статья у тебя получится, а? Как ты полагаешь?» «Известное дело получится», — сказал Колька, выпить в губы. «Я ж все-таки четыре класса прошел, а потом сколько годов разные книжки читал. Статью написать для меня плевое дело, я ее за один вечер напишу». «Это ты зря», — предостерег Долотов. «Бахвалиться тут не следует. Я пограмотнее тебя и постарше, а вот статью написать для меня самое трудное дело». Он проводил Кольку до дверей, протянул ему руку. «Желаю тебе, товарищ Турчак, успеха. Душа у тебя, видно, хорошая. Правильно ты сделал, что Лаврика пожалел. Это хорошо. А то, что ты себя очень образованным считаешь, это плохо. Учиться тебе надо много и долго. Иди домой и присылай свою статью. Посмотрим, как ты ее напишешь». Когда дверь за Колькой закрылась, Григорий Кирьякович походил по кабинету, посвистел, сказал слух. «Ишь, негодяи, что делают? Если, значит, десятину не вспашет, голодом его морить, в подполье сажать и сбивать до полусмерти. Ладно, обрубим мы вам лапы, никуда вы от нас не уйдете». Присев у стола, Долотов пробежал глазами незаконченную докладную записку, отложил ее в сторону и задумался. Уже больше полугода прошло с того дня, как он переехал из Пустополья в Ржанск и принял уездный с полком. А дело, как казалось, Григорию Кирьяковичу двигается слишком медленно. Не во всех еще селах и деревнях, а их в уезде было около ста, имелись коммунисты, и это затрудняло работу, мешало по-настоящему организовать население. Однако Долотова больше всего беспокоило, что Укомом партии руководил Резников, который явно мешал работать, раскалывал уездную партийную организацию, открыто тянул в сторону троцкистской оппозиции. Характер у Резникова был бурный, неровный, непостоянный. Как секретарь Укома он пытался держать партийную организацию в ежовых рукавицах, на подчиненных ему людей кричал, любил стучать кулаком по столу, но в сущности был робким и осторожным человеком, а своим криком лишь подбадривал и взвинчивал самого себя. В уезде у Резникова имелись единомышленники-оппозиционеры из числа партийных и советских работников. Они собирались на квартире у Резникова, читали оппозиционные воззвания, письма, исподволь вербовали себе сторонников из числа комсомольцев, устраивали подпольные собрания, на которые люди приходили по особым пропускам. Все это было известно Долотову. Он трижды пытался поговорить с Резниковым на чистоту, предостерегал его, но своевольно и истерично секретарю кома только отмахивался или кричал на него раздраженно. Проводив кольку Турчака, Григорий Кирьякович полистал бумаги и принял нескольких посетителей и пошел домой. Стояла июньская жара. Вдоль заборов купались пыли, разомлелые куры, зеленая листва старых кленов паникла, цветы в палисадниках бессильно опустили разноцветные головки. Расстегнув ворот парусиновой гимнастерки, Долотов шел, лениво здоровался с прохожими и думал о том, как сейчас окатиться холодной водой. Степанида Тихоновна, как всегда, встретила мужа незлобивым упреком. «Все перестоялось на плите, а ты разгуливаешь. Умывайся, досадись за стол. Ждать надоело». Сняв гимнастерку, Григорий Кирьякович крикнул Родю. Тот притащил ведро воды и, повизгивая от удовольствия, стал поливать из ковшика загорелый затылок и крепкую широкую спину отца. Григорий Кирьякович отдувался, фыркал, крякал, а под конец обрызгал Родю с головы до ног, щелкнул его по носу и появился в столовой посвежевший и веселый. «Ну вот, теперь можно обедать». Наблюдая за мужем, то и дело подливая ему горячего, сдобренного перцем борща, Степанида Тихоновна обстоятельно излагала последние новости. «Сегодня на базаре милиция забрала двух баб-спекулянток. Они, говорят, шелк продавали. Бабы не наши, не ржанские, вроде из губернии приехали. Денег у них, говорят, куры не клюют, а в сельпо привезли мятные пряники и серую парусину. Надо бы взять Роди на костюм, а то мальчишка совсем обносился». «Давай возьмем», — согласился Долотов. Он легонько хлопнул Родю ладонью по спине, дернул темный вихорок на его круглой, склоненной к столу голове. Занятый делами, углубленный в свои заботы, Григорий Кирьякович не замечал, как в последнее время вытянулся и повзрослел его приемный сын. Голос у Роди начал срываться, черты лица стали грубее и резче, а в характере обозначились замкнутость и упрямство. Сейчас, незаметно посматривая на мальчишку, Долотов вспомнил его убитого отца, пасмурную петроградскую осень, холодные ветры Балтики. Невольно он подумал, а ведь мог и он, Родька, как этот лаврик, ходить с побитой спиной, голодный, никому не нужный, и мало ли их таких. Что касается Степаниды Тихоновны, то она за годы совместной жизни с Долотовым научилась читать его мысли и теперь, уловив взгляд мужа, брошенный народю, сказала осторожно. — Тетка Гаша, наша соседка, няней работает в детском доме. Она говорит, что у них там не все в порядке. Может, ты, Гриша, сходил бы туда, а? — Да, — кивнул Долотов, — надо сходить. Я и сам об этом думал. После обеда, отдохнув часок, он пошел в исполком и тотчас же вызвал к себе заведующего уездным отделом народного образования Жизлина. — Пойдем, Трофимыч, поглядим, что у тебя делается в детском доме. Покажи-ка мне детишек и с воспитателями познакомь. Жизлин, бывший учитель гимназии, коммунист с дореволюционным стажем, приехал в Ржанск недавно. Щуря близоруки и глаза, виновата посматривая на Долотова, он признался, что в детском доме не был ни разу и знает только заведующую старуху Радивилову. — Тем более, — сказал Долотов. — Собирайся, пойдем. Ржанский детский дом размещался на окраине города, в именице сбежавшего за границу помещика Савича. Именице было разорено, когда-то густой сад вырублен, сараи во дворе повалились. Остались только ветхий дом с колоннами, дамбар, наскоро приспособленный под кухню. Когда Долотов и Жизлин вошли в распахнутые ворота, их взором открылась неприглядная картина. Посредине двора высилась куча кухонных отбросов, в которых лениво рылись собаки. Тучи мух с громким жужжанием носились по двору, прибиваясь к кухонным окнам. Группа босых ребятишек в одинаковых холщовых штанах бродила в развалинах длинного сарая. — Замечательный детдом! — сквозь зубы проговорил Долотов. Жизлин смущенно поправил очки, потупился. — Да, надо бы давно тут побывать. Заведующая детдома Мородивилова оказалась опрятно одетой женщиной с пышными седыми волосами, завитыми в букольке на висках. Она встретила посетителей церемонным поклоном, но от взгляда Долотова не укрылась, что старуха явно встревожена их неожиданным приходом. — Пожалуйте, — посторонилась она в дверях. — Проходите, хотя должна предупредить вас, товарищи, что у нас ремонты в доме не очень чисто. А об этом можно было и не предупреждать. В спальнях, забитых солдатскими койками, стоял тяжелый запах непроветренного помещения. Постельное белье напоминало застиранное тряпье. В столовой, так же, как и во дворе, жужжали полчища мух. Мальчики и девочки бродили стайками, то робко, то нагловато поглядывая на посторонних людей. Один из великовозрастных парней, сплюнув вслед Жизлину, проговорил громко. — Очкастый на глисту похож. В канцелярии, присев на шаткий табурет, Долотов спросил у Радивиловой. — Скажите, дорогой товарищ, у вас у самой дети были? — Нет, что вы, — потупилась старуха, — я не замужняя. — Угу. А детей вы любите или только так терпите? — К детям я отношусь нормально. Григорий Кирьякович нахмурился. — Не совсем нормально. К вам в детдом совестно зайти. Вы посмотрите, что у вас делается. Грязь, мусор, ни одной картинки на стене, ни одной детской игрушки. Разве так можно? — Игрушки еще в прошлом году воспитанники доломали, а средств нам не отпускают. Обидчиво поджала губы Радивилова. Не могу же я приобретать инвентарь на свое нищенское жалование. Предоставив Жизлину разговаривать заведующий, Григорий Кирьякович осмотрел кухню. Морщись, попробовал жидкий ячменный суп. Пожевал слабо заправленную подсолнечным маслом ячменную кашу. — Не шибко вкусно готовите, — упрекнул он румяную повариху. Та ухмыльнулась, махнула разливной ложкой. — И святой водички вкусно не сготовишь. — Разве вам, кроме водички, ничего не дают? — Отчего ж не дают? Дают и масло, и яйца, и мясо. Только всем этим Инна Витольдовна ведает, и ей, видать, себя до своих сестер накормить надо. — Какая Инна Витольдовна? — Товарища Радивилова, заведующая наша. Кухарка опасливо притворила дверь, понизила голос. — Инна Витольдовна тут и до революции жила. Она в родстве с помещиком Савичем, который с белыми ушел. Своячница ему доводилась. А сестры ее, Ирина Витольдовна и Софья Витольдовна, тоже тут проживали. Сейчас они воспитательницами у нас работают. — Ишь ты! — удивился Долотов. — Не побоялись, значит, в своем имении остаться. Так целой стаей и угнездились. — Имение-то было не ихнее. Имением зять их не владел, Савич, а они вроде на прокормлении у него состояли, — объяснила кухарка. — Понятно, — сказал Долотов. — Хорошая компания. Выходя из детдома, он взял под руку худосочного Жизлина и заговорил жестко. — Вот что, Трофимыч, довольно тебе ворон ловить. Наши люди не зато жизнь свою отдавали, чтобы над их детьми-сиротами измывалась всякая сволочь. — Немедленно направляй свою комиссию. Проверь работу этой барской своячницы и гони ее отсюда к чертовой матери вместе с ее сестрами и прочими родичами. Не видишь разве, чего они тут развели, какую на сиротских хлебах кормушку себе устроили. Долотов сердито сплюнул, остановился, сжал локоть Жизлина. — А потом, скажи, пожалуйста, тебе известно, как живут те дети, которых берут из детдомов на воспитание? Ты ведь знаешь, что по уезду розданы в семьи сотни беспризорных детей. За этих сирот хозяева разные льготы получают и лишний земельный надел, который на три года от налога освобождается, и денежные суды, и всякую другую помощь. Не думай, что кулачью этим мало пользуются. Или ты полагаешь, у нас нет таких типов, которые ребятишек в батраков превратили? — У нас в Наробразе ведется журнал учета, — пробормотал Жизлин. — И, кроме того, есть договор на каждого ребенка. Григорий Кирьякович укоризненно покачал головой. — Журнал учета? Договор? Этим бумажкам грош цена, если у тебя нет проверки, контроля. Вот поезжай в Огнищенку. Есть у нас такая деревушка в Пустопольской волости. Спроси там Антона Терпужного и проверь, как у этого самого Терпужного мальчик живет, сирота, по имени Лаврик. — Хорошо, я проверю, — пообещал Жизлин. Впрочем, через три дня произошло событие, которое помогло заведующему уездным Наробразом Жизлину установить истину и без поездки в отдаленную деревню. В газете «Ржанская правда» появилась статья, озаглавленная «Под чужой крышей». В статье было написано. — Крыша в доме Антона Агаповича хорошая, крытая железом, в окнах рамы двойники, а двери обиты толстой кошмой. Все в этом доме так добротно пригнано, так законопачено, что огнещанам не услышат ни криков, ни стонов, которые часто раздаются за закрытой дверью. В доме Терпужного живет сирота Лаврик, взятый Антоном Агаповичем на воспитание. Родной отец Лаврика, красный боец в 1920 году, был убит белогвардейцами, а мать умерла от цепного тифа. Антон Терпужный взял Лаврика в Ржанском детдоме. Получил на него полторы десятины земли, деньги, а сам зверски избивает круглого сироту, бьет ногами, вальком, железной цепью, морит голодом. Пора представителям советской власти обуздать огнещенского кулака Терпужного и спасти сына погибшего красного бойца. Статья была подписана. Селькор Николай Турчак. Прочитав статью, Илья Длугач вызвал в сельсовет Кольку Турчака, хлопнул ладонью по газете и сказал грозно. «Твоих рук дело». «Чего?» – спросил Колька. «Статейка про Терпужного». «Статейку я описал», – признался вдруг перетрусивший Колька и на всякий случай сделал шаг назад. «Свидетели у тебя есть?» «Какие свидетели?» «Обнакновенные, такие, которые подтвердили бы зверское избиение указанного статье мальца и его мучения путем голода». «А то как же!» – пожал плечами Колька. «Все это видели и все знают». «Кто это все?» – закричал Длугач. «Брат мой Сашка и Васка Шаброва и ее брат Антошка и Улька Букреева». «А самостоятельные, ответственные свидетели есть?» – спросил Длугач. «Взрослые люди, которые смогли бы подтвердить указанную подлость и поставить в протоколе авторитетную роспись своего имени, отчества и фамилии». Колька заморгал глазами. «Весною, во время пахоты, дядька Антон полосовал лаврика частиком от плуга, а сбоку сеяли и Микола Комлев и тетка Лукерия. Они видали это зверство и слышали крики». «Так…» – с явной угрозой в голосе протянул Длугач. «Немедленно ступай и приведи ко мне всех перечисленных свидетелей, как самостоятельных, так и недоросков». Мрачный, нахохленный, как филин, Длугач допрашивал приведенных колькой свидетелей часа три, покусывая карандаш, записывал в школьной тетради их сдержанные показания, заставил всех расписаться, потом послал Антошку Шаброва за лавриком. Увидев тщедушного, робкого мальчишку с белявым чубом и глубоко запавшими глазами, Илья Длугач спросил как можно ласковее. «Но, герой, как твоя фамилия?» «Фамилии у меня нету», – потупился лаврик. «Была фамилия, только я ее забыл, когда папку убили». Длугач встал из-за стола, процедил сквозь зубы. «Скинь-ка, герой, сорочку». Лаврик испуганно попятился. «Не бойся, не бойся», – сказал Длугач. «Отныне бить тебя никто не будет. Мы только поглядим, как у тебя спина размалевана». Мальчик всхлипнул, дрожащими руками стащил грязную заплатанную рубаху, и все увидели худую, с острыми лопатками спину лаврика, иссеченную розовыми шрамами, темными синяками и кровоподтеками. «Все ясно», – хрепловато сказал Длугач. «Можешь, кутенок, надевать свою рубаху». Он повернулся к свидетелям, молчаливо сидевшим на скамье, тронул за плечо Николая Комлева, сказал. «Ступай, Коля, приведи сюда этого хамлюгу. У меня лежит указание из этой самой, как ее, из редакции, проверить факт избиения и срочно дать ответ. Веди сюда гада терпужного, я займусь проверкой». Через полчаса терпужный вошел в сельсовет. Остановился у порога с недоумением, глянул на Длугача, на лаврика, насидевших вдоль стены людей. Должно быть, скрытая тревога проснулась в нем, но он не подал виду, только вытер рукавом пот на лице и промолвил. «Добрый день». «Доброго здоровья», – едва слышно отозвался Длугач. «Берите табуретку, подсаживайтесь к столу». И, внезапно поднявшись, оправил на себе пояс, бросил коротко. «Все свидетели могут быть свободными. Разговор у меня будет без свидетелей. Забирайте мальца и выходите». Когда все вышли, Длугач медленно, точно ему трудно было переставлять ноги, подошел к двери, защелкнул задвижку, сунул руки в карманы синих галифе и остановился против терпужного. «Что ж, давай побеседуем, Антон Агапович». Терпужный угрюмо поднял глаза. «Про чего ж беседа?» «А ты так-таки не знаешь про чего?» «Откуда вам не знать?» «Так-таки не знаешь». «Не знаю». Длугач сел рывком, придвинул табурет к терпужному. «Расскажи мне, Антон Агапович, как, когда и какими предметами ты зверски избивал беспомощного сироту, сына геройски погибшего красного бойца». «И потом», — голос Длугача зазвенел на самой высокой ноте, перешел в свистящий шепот. «И потом, Антон Агапович, расскажи, будь ласков, поведай мне правду истину, с кем и каким именно топором ты семь годов тому назад зарубил прикрученного проволокою до дерева Михаила Ивановича Длугача, моего отца родного. Кровь отлила от лица терпужного, пальцы, кинутых на колени жилистых рук, задрожали. Он оторопело глянул на Длугача. «Молчишь, Антон Агапович?» — тихо спросил Длугач. «Не желаешь отвечать?» На синих губах Длугача выступила пена. Рванув из кармана наган, он размахнулся, но рука его, описав в воздухе полукруг, замерла, застыла, Длугач прохрепел, отвернувшись. «Уходи отсюда, белогвардейская падла. Уходи, волчинная твоя шкура, подальше от греха!» Он пнул ногой дверь так, что сорвалась и, прогремев по полу, закатилась в угол задвижка. «Уходи!» — сказано тебе. «Ни то я за тебя не ручаюсь!» Терпужный поднялся, тяжело передвигая налившиеся свинцом ноги, прошагал к двери и лишь на миг уже в синях обернулся. «Зря ты, председатель, напрасленно на меня возводишь. Но насчет парнишки ничего не могу сказать. Учил я его, так же, как меня в свою пору учили. А насчет отца твоего — это ты зря. Знать я про него не знаю и ведать не ведаю. Нехай меня Бог побьет, ежели брешу!» «Уходи!» — сказал Длугоч. «Уходи, добром тебя просят!» Когда шаги Терпужного затихли за поворотом, а в распахнутую дверь робко просунулась голова старого Силыча, Длугоч некоторое время бессмысленно, мутными от ярости глазами смотрел на деда, потом выдохнул. «Чего тебе? Заходи и притвори дверь!» «Не иначе, как миропомазание сделал ты Антону!» Осторожно подбирая слова, сказал Силыч. «Встрелся я с ними возле калитки, а он, как вроде, оскаженел, голову угнул и земли под собой не видит. Не иначе, думаю, миропомазание ему сотворено!» «Да, дед, миропомазание!» Согласился Длугоч и, заметив, что до сих пор держит побелевшими пальцами наган, смущенно отвел руку за спину. «Жалею только, что я по его поганой морде не проехался этой штуковиной и не расписался по ней по-своему». «Бывает», — снисходительно согласился Силыч. «Ежели из-за дела, то чего ж, голуба моя, из-за номью его трошки пощупать, чтоб помягчело». Точно сбрасывая с себя тяжесть, Длогоч тряхнул головой, попросил Силыча подождать, а сам, вырвав из тетради листок, набросал карандашом ответ редакции. «Вот, послухай, в чем тут дело», — сказал он и прочитал вслух. «Мною, председателем Агнищенского сельсовета И.М. Длогочим, при свидетелях установлен подлый факт, оказавшийся гражданином терпужным, который избивал маломощного сына красного героя и оставил на его спине знаки кулацкой лютости. Посему сделан вывод, указанного потомка героя по имени Лаврик, а по фамилии неизвестного, оттерпужного отобрать и направить для дальнейшего политического воспитания гражданину Длогочу Илье Михайловичу, которому не посчастило иметь детей. Вознаменование изложенного внести Лаврика в подушные списки сельсовета и от сегодняшнего дня именовать Лаврентием Ильичем Длогочем, что подтверждается показаниями шестерых свидетелей и гербовой круглой печатью. «Здорово получилось!» С искренним восхищением воскликнул Дед Силыч. «Значит, ты этого паренька вроде как усыновляешь?» Длогоч мечтательно поглядел в окно. «Да, Дед, усыновляю. Не век же ему этому Лаврику бедовать. Разве ж не для его ребячего счастья погиб его батька? Разве, скажи ты мне, не ради него напоина кровью земля? И какими же мы окажемся сволочами, если позволим гадам измываться над неповинной чистой душой? Так ведь, Дед?» «Известное дело», – растроганно потянул носом Дед Силыч. «Оно прямо скажу, голуба моя. Ежели бы у меня в хате была баба, я и сам взял бы себе дитё. Теперь я, спасибо вам, человек грамотный, всю науку превзошёл и мог бы дитю истинное образование дать. Жалко только, что бабы у меня нету и некому за дитём приглядеть, обмыть, обстирать его». «Так-то», – заключил Длугач. «Пролетарский род мы в обиду не дадим, нехай кулацкая отродья и не гадает про это». В тот же вечер Длугач пошёл к терпужному, отобрал у него лаврика, предупредил, чтобы засеянные у леса полторы-десятины озимой пшеницы земельная норма сироты были по акту переданы сельсовету, а мальчишку увёл к себе. Люба искупала лаврика в деревянном корыте, осторожно смазала ему избитую спину с надобьем, изготовленным дедом Силычем, надела на лаврика чистую мужнину рубаху. Илья, посапывая, наблюдал за ними, а когда лаврик, вымытый до глянца, розовый, сияющий, подошёл к нему, притянул мальчика к себе, неловко ткнулся ему носом в плечо и забормотал, глотая слова. — Такие-то дела, герой, отыскались твои и отец, и мамка, ясно? И фамилия теперь у тебя есть, причём не такая уж плохая, Длугач, Лаврентий Ильич Длугач, понятно? — Понятно, — прошептал лаврик. — То-то, будешь герой жить да поживать, а этого твоего мучителя мы обломаем. Однако Антон Агапович терпужный не собирался сдаваться. Несколько дней он ходил тёмный, как туча, потом отправился в Костин-Кут к бывшему своему зятю Степану Острецову, распил с ним бутылку водки и заговорил, глядя в сторону. — Насчёт Пашки ты, Степан, зла не держи, ну её шалаву. Не сумела она себя соблюсти, значит, нехай ни на кого не пеняет. Я же к тебе по иному делу зашёл, про товарища Длугача поговорить, про председателя нашего. Житья уже от него народу не стало, вовсе распоясался бандюга. Терпужный рассказал Острецову о том, что произошло в сельсовете. Острецов слушал молча, раскатывал пальцами хлебные шарики, ухмылялся. — О незаконных действиях Длугача можно написать жалобу в уезд в губернию, раздумывая, сказал он. — Там с него шкуру сдерут за превышение власти. И ребёнка он не имел права у вас отбирать. За это тоже поголовки не погладят. — Так ты составь жалобу, Стёпа, — попросил терпужный. — И напиши, похлеще, а я тебя отблагодарю. Острецов подлил себе водки, выпил, лениво закусил огурцом. — Ладно, я напишу. А статейку в газету кто про вас писал? — Колька Турчак поганый, — скрипнул зубами терпужный. — Акима Турчака, сын, в Огнищенке у нас проживает. — Ну и что ж, вы ему за это спасибо скажете? Антон Агапович крякнул, насупился. — Про Кольку я сам подумаю. Раз он голозадой дорогу мне перешёл, я его раздавлю поганца. Турчак не сказал, что он собирается сделать с Колькой, но по выражению его пьяных глаз Острецов понял, что незадачливому огнищенскому корреспонденту не сдобровать.